Глава пятая Следующий день выдался серенький, относительно спокойный, и прапорщик с чувством облегчения неторопливо шел по дороге в старый город. Ни транспорты раненых, тянувшихся в тыл, ни резервные команды, двигавшиеся к форту, не могли нарушить его спокойного и радужного настроения. Виновав полуразрушенной бомбардировкой новый китайский город, Звонарев добрался до сводного госпиталя. Уже в вестибюле прапорщик увидел на полу десятки носилок, заполнявших все свободное пространство, только с большим трудом. Шагая через раненых, ему удалось пробраться в палату, которую вела Варя. Девушка была занята раздачей лекарств своим больным. В палате, рассчитанной на пятнадцать человек, находилось не меньше тридцати. На двух составленных в месте койках помещалось потрое тяжелораненых. Легко раненые лежали прямо на полу, на шинелях, на силках, изредка на тюфиках. Воздух в палате, несмотря на открытые форточки, был тяжелый, пахло карболкой, ядоформом, махоркой и грязным человеческим телом. Прапорщик поморщился и постарался поскорее найти своих утесовцев. Они расположились все вместе, в углу возле окна. На койке лежали Родионов и Заяц. Тут же вертелся уже совсем поправившийся Гайдай и еще два запасных бородача, фамилии которых прапорщик не знал. Он поздоровался с ними. А артиллеристы, забыв об окружающих, громко рявкнули в ответ. — Тише вы! Сердито обернулась к ним Варя и увидела, наконец, прапорщика. — Как вы смели войти сюда без моего разрешения? Коршуном налетела она на Звонарева. — Виноват, господин Фершел. — Разрешите остаться? — шутливо вытянулся офицер. — Через полчаса я освобожусь, вместе и пойдем. — Разрешите нам на выписку, — всмолился Родионов, — о том, здесь умрем с голоду, где уже харчи плохие. Их похудевшие и осунувшиеся лица говорили сами за себя. — Отпустите их, Варя, я распоряжусь, чтобы за ними прислали лошадь, перевезти на утес. Заступился солдат-прапорщик. — Ладно уж, если вы так просите за них, — смилостилась девушка. — Покорнейше благодарим ваш бродь, — обрадовались солдаты. — Мы и сами как-нибудь добредем. В это время в палату заглянул озабоченный врач в белом халате. — Приведите все по возможности в порядок, сестра. Сейчас к вам зайдет сама Вера Алексеевна. Она обходит все палаты, и он исчез. — Приберите постель, бросьте курить, — захлопотала Варя, торопливо оправляя койки больных и подбирая бумажки с пола. — Уходите отсюда, — прогнала Варя Звонарева из палаты. Но в дверях появилась фигура генеральши в сопровождении ротмистроводяги и главного врача госпиталя Протопопова. Варя сделала глубокий реверанс, Вера Алексеевна ласково поцеловала ее в лоб. — Вот, видите, доктор, как ведут себя приличные девушки, — обернулась генеральша к Протопопову. — Не то, что другие сестры, которые боятся склонить передо мной свою головку. Еще бы учительница, и вдруг станет делать реверанс, это ниже нашего достоинства, — иронизировала Вера Алексеевна. — Здравствуйте, солдатики! — обратилась она к больным. — Здравия желаем, барыня! — нестройно ответили они. — Не барыня, а ваше превосходительство! — резко прикрикнул Водяга, сердито глядя на солдат. Генеральша начала раздавать солдатам иконки и крестики. — Чего тебе не хватает, Варя? — спросила генеральша. — Хорошего питания, винтов, белья, лекарств. Не так быстро. — Мосье Водяга сейчас все это запишет, но, конечно, я сделаю только то, что будет возможно, — забеспокоилась генеральша. — Прежде всего, нужно питание. У меня два легко раненых умирают от цинги. Неделя хорошего питания, и они будут спасены. Хотя бы пару куриц, десяток яиц, — упрашивала девушка. — Но посмотрю дома, — покривилась генеральша и проплыла к выходу. — Зачем у тебя Варя в палате? — посторонние лица, — кимнула она на поклонившегося ей Звонарева. — Я велела ему зайти за мной, — поспешила на помощь Варе. — Он должен проводить меня домой. — А я, дурак, думал, что это барыня, а оказывается генерал в юбке, — усмехнулся заяц вслед ушедшим. Больные засмеялись, Варя пугливо замахала на них руками. — Серьезная баба, — подтвердил Родионов. — Кто она такая? — Стеслева генеральша, — пояснил заяц. Варя торопливо заканчивала раздачу лекарств. Звонарев, поджидая ее, присел на койку Родионова. — Сколько человек здесь на выписку, сестра? Неожиданно появился в дверях протопопов в сопровождении инспектора госпиталей доктора Субботина. — Четверо, — ответила Варя. — Это никуда не годится. Отсюда можно выписать, по крайней мере, человек десять, — сердит и пробурчал Субботин. — У тебя что? Обратился он к лежащему с краю солдату. — Он ранен в ногу, она еще гноится, — отозвала Сваря. — Выписать, долечит в околодке. — У этого что? Подошел Субботин к следующему. — Раны на обеих ногах. Не может даже стоять. Кроме того, высокая температура. — Притворяется, мерзавец. В околодке и температура спадет, а набьют морду, так он совсем поправится. У этого что? Правая нога не сгибается, не может ходить. Пустяки. Сейчас ногу выпрыгнем. И Субботин изо всей силы согнул больную ногу. — Ишь, какой неженка! — скривился Субботин. — Привести в чувство. И сегодня же выписать. Вроде с ним церемониться не станут. — Вы, вы не человек, а бездушная приказная строка, — вся задреслась от возмущения Варя. — Это бесчеловечно. — Сегодня же увольте сестру. Она слишком слабонервна для нашей работы. Пожал плечами, уходя Субботин. — Это дочь генерала Белого, — тихонько проговорил Протопопов. — Что же вы мне раньше не сказали? Переведите в операционный, сестратон. Нажалуется самой Вере Алексеевне. Потом неприятности не оберешься. Ответил, уходя Субботин. — Вот опять вы, Варя, наскандалили, — укоризненно заметил Звонарев. — Нужно освободить места для вновь поступающих с фронтов, вот он и старается. — Заставь, умника Богу молиться, он и лоб расшибет. Варя постепенно успокоилась. Сдав дежурство добровольной сестре, она пошла одеваться. Затем Звонарев и Варя направились в Пушкинскую школу. Там они застали Лелю Лобину, которая им рассказала о своем столкновении со Стессельшей. Генеральша потребовала, чтобы учительница сделала ей реверанс, она же ограничилась лишь поклоном. — Меня приказано перевезти в тифозный госпиталь на Тигровом полуострове. — Ты добровольная сестра. — А не Крестова, и можешь отказаться от такого назначения. Я слышала, что у вас в школе вновь откроется госпиталь, филиал сводного. Попросись туда у Протопопова. Он ведь большой, добряк. Хочешь, я сама завтра об этом поговорю с ним? — Буду тебе только благодарна. Это меня вполне устроит. — Вы куда направляетесь? — справилась Леля. — На электрический утес, — ответила Варя. Взяв девушку под руку, Звонарев повел ее сначала на этажерку, но бульвар был весь исковеркан снарядами. И все же несколько пар, пользуясь затишким, разгуливали по еще сохранившимся аллее. Около развалин ротонды для музыки возились мальчишки-китайчата. В гавани, прижавшись к берегу, прятались оставшиеся в Артуре суда. По мостовой шел отряд матросов, бодро распевая. — Было дело под Артуром, дело скверное, друзья. Тоги-ноги камемура не давали нам житья. — Плохи наши дела на фронте, — вздохнул Варя. — Да, мало что осталось от эскадры, — заметил Звонарев. Не понимаю, почему моряки сидят в Артуре, а не попытаются хотя бы по ночам поодиночке прорваться в нейтральные порты. Папа говорит, что матросы и пушки нужны здесь, без них крепость долго не устоит. Некогда оживленный район порта и доков теперь был пустынен. Откуда-то из дальних цехов слабо наносились удары молота. Взвизгивала пила, тяжело перекатывался подъемный кран. Работа производилась почти исключительно ночью. Днем из-за обстрела вся жизнь у мастерских замирала. Миновав доки, прапорщик с Варей свернули к утесу. За Золотой горой открывались безграничные просторы океана. На горизонте по-прежнему маячили силуэты японских судов. Резкий холодный ветер покрыл все море белыми гребешками волн. Варя поежилась. На душе становится грустно, когда видишь такую картину. В порту наши искалеченные суда, в океане пустыни. И на горизонте несколько японских козявочек. А на сухом пути мрачные серые сопки с полуразрушенными фортами и умирающими от тифа, цинги и дизентерии защитниками. Вместо города сплошные развалины, да полуразрушенные госпитали, переполненные ранеными и больными, которых нечем лечить. Ой, Варя, я умру с тоски, если вы еще продолжите перечисление всех наших бед, взмолился Звонарев. Мы с вами молоды и здоровы. И у нас нет никаких оснований быть такими пессимистами. Сегодня да. А завтра темно и страшно. Вот о нем и будем говорить завтра. А пока... Ларите меня. И Звонарев бросился вперед. Варя за ним. Она вскоре нагнала прапорщика, но тот увернулся и побежал обратно. Это не по правилам. Надо бежать к утесу, совсем по-детски возмутилась Варя, забыв о своих мрачных мыслях. Так, дурачи, соиграя, они незаметно добрались до утеса. Возбужденные, раскрасневшиеся, веселые, они влетели в офицерский флигель. В столовой, закутавшись в плед, сидел в качалке Жуковский. Он похудел, постарел. Грустными глазами следил он за морем и временами тяжело вздыхал. Поднятый Варе изгнаревым шум заставил его обернуться. — Здравствуйте, Николай Васильевич, как ваше здоровье? — присела в реверансе Варя. — Здравствуйте, здравствуйте. Приятно посмотреть на вас, Сергей Владимирович. Уж очень тоскливо на душе. Оживление на лицах Варя изгнарева потускнело. — Как заживают ваши раны, Николай Васильевич? — вздохнув, спросила девушка. — Раны, пустяки. Цинга сводит в могилу. Все зубы шатаются. — Никто из нас, артиллеристов, стрелков, из Артура не уйдет. Мы обречены на гибель, как обречен Артур. Крепость рано или поздно будет взята, едва ли кто-либо из нас переживет ее падение. — Мрачно, — говорил капитан. Вскоре в столовой к обеду собралось почти все население офицерского флигеля. Из казарм пришли Катя, Белая и Шура, Назаренко, с доктором Зориным. Появился фатоватый мечман Любимов, за ним Гудима. На хозяйском месте села Катя. Рядом с ней доктор и моряк, далее Шура с Гудимой, с одной стороны, и Варя со Звонаревым, с другой. Жуковский поместился против Кати. За едой говорили мало, стараясь избегать артурских тем. С тех пор, как старый город подвергся усиленной бомбардировке, оттуда стали переправлять наиболее ценные вещи на батареи Приморского фронта. Таким образом, на утес попали большой концертный рояль и пианино. Из всех обитателей утеса только Катя и Любимов умели играть на рояле. Теперь, по общей просьбе, Катя села к роялю и начала тихонько наигрывать различные мотивы, которые успокаивали Жуковского. Шура Назаренко стала в полголоса ей подтягивать. — Спойте, Шура, мою любимую, — попросил Жуковский. Девушка запела, капитан грустно вторил. — Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я. — Эх, нет, Бориса Дмитриевича, — вздохнул капитан, — вот его всякое дело в руках спорится, а запоет, заслушаешься. Жаль, только пьет сильно. Слыхал я, что он всерьез жениться собирается. — Это уж вы спрашиваете у Вари. Она в курсе всех дел батарей литеры Б и залитерной, а равно и пушкинской школы, — заметила Катя. — Оля, если Ленин, наверное, выйдет за него замуж, она ему явно симпатизирует. Дай бог, дай бог. Бросит пить, человеком станет, — проговорил Жуковский. На следующий день, уже довольно поздно, Звонарева разбудил громкий стук в дверь. — Вставайте поскорее, Соневы Эдки. Через четверть часа мы с вами пойдем в артиллерийский городок, — кричала Варя. — Я никуда не собираюсь уходить с утеса. Зато я ухожу, значит, вы должны меня проводить. Как не отнекивался Звонарев, но через полчаса все же шагал рядом с Варей по береговой дороге. День был безветренный, солнечный. Из-за Золотой горы почти беспрерывно слышались раскаты орудийной стрельбы и разрывы тяжелых снарядов. Но со стороны моря все было тихо, мирно. В этот район японские снаряды не долетали, поэтому на опустевших батареях появлялись новые, наспех построенные небольшие домики и землянки. Возле них копошились люди, висело белье, с лаем бегали собаки. Звонарев и Варя с удивлением оглядывались вокруг. Пожалуй, сюда скоро переедет половина старого города, и здесь откроются лавки и магазины, заметила Варя. Вы можете только радоваться этому. Совсем рядом. Мама и так все время ворчит, что я много трачу денег, а они у меня идут только на раненых. На себя же я ничего не расходую. Я ваш неоплатный должник. Сейчас в управлении получу жалование за два последних месяца, что-то рублей семьсот со всякими накидками и прибавками, и передам их вам. У меня еще остались ваши деньги, поэтому я возьму не более ста рублей, а на остальные вы можете что-нибудь подарить вашей ненаглядной ривочке Надюше теперь. — Слушайте, Варя, давайте поговорим серьезно. — Я и так не шучу, — насторожилась Варя. — Выходите-ка за меня замуж. — Одним духом выпалил Звонарев. — Вы с ума сошли. — Да разве так делают предложения порядочной девушки? — Вы должны стать передо мной на одно колено и сказать, я вас безумно люблю. Сделайте меня счастливым на всю жизнь, будьте моей женой, — наставительным тоном проговорила Варя. — Тогда я еще подумаю, что мне вам ответить. Звонарев захохотал так, что девушка сначала удивленно посмотрела на него, а затем, обидевшись, набросилась. — Замолчите сейчас же, противный, или я никогда с вами не буду говорить. Ох, уморили вы меня, Варя. Сегодня же всем расскажу, как надо вам делать предложение. Попробуйте только. Я сразу же объявлю вас врунишкой. Несколько шагов прошли молча. — Вы это серьезно? — недоверчиво посмотрела на Звонарева Варя. — Повторите все при маме, тогда поверю. Мария Фоминишна встретила дочь попреками. — На минуту заглянуть домой у тебя нет времени, а с кавалерами проводишь целые дни. — Он, мамочка, не кавалер, а хочет стать моим женихом. — Вы, Сергей Владимирович, не смеетесь над нашей дурочкой? Она ведь все за правду принимает. Я самым серьезным образом... — Ох, что-то вы меня надуваете, гадкий! Говорит, с серьезными намерениями, а сам смеется. Опять с сомнением посмотрела на прапорщика девушка. При этом она имела такой недоверчивый, комичный вид, что Звонарев громко расхатался. — Не верь, мама, этому врунишке. Он только смеется надо мной. Девушка выбежала из комнаты. — Беда с ней, — вздохнула Мария Фоминишна. — Как трава растет, совсем от рук отбилась. Что в голову вступит, то вынь да положь. Не время сейчас о женихах думать, да и молода она еще. Вы не обижайтесь, Сергей Владимирович, что я так прямо высказываю свое мнение. Звонарев смущенно молчал, почтительно слушая. Сильный взрыв поблизости отвлек их внимание. Начался очередной обстрел старого города. В порту загорелась цистерна с маслом, и огромные клубы черного дыма заволокли весь старый город. Японцы еще усилили бомбардировку. На фоне пожара то и дело появлялись взблески разрывов и белые дымки шрапнели. К месту пожара торопливо направилась команда моряков. Поскакала городская пожарная команда в блестящих медных касках. — Нечего тебе сегодня в госпитале, Теваря, — решила Мария Фоминишна. Звонарев отправился в управление артиллерии за деньгами. Там было почти пусто. Два-три писаря, телефонист, легко раненый и с рукой на перевязи, адъютант, поручик запаса азаров и несколько чиновников. Старший казначей Иван Кирович, участник Севастопольской обороны, кряхтя и кашляя возился около денежного ящика. Поздоровавшись с Азаровым, Звонарев справился, как это он умудрился быть раненым, сидя в управлении артиллерии. — Вы же нашего генерала знаете? Дня не проходит, чтобы он вместе с Кондратенко не побывал на фортах или батареях, и я с ними. — Недавно на Куропаткинском люнете нас чуть не подстрелили японцы. У генерала пули сорвало погон, а меня ранило в правую руку, и бог да при бомбардировке поцарапало камнями. Завязался общий разговор. — Сколько еще, по-вашему, продержится Артур? — спросил казначей из Звонарева. — Севастопольская осада длилась триста тридцать шесть дней. Думается, что Артур столько не выдержит. — Мы совершенно отрезаны от мира, а Севастополь до самого конца сообщался с остальной Россией. Думаю, что месяц-другой еще свободно удержимся, а там подойдет или Куропаткин, или Рождественский. — Ждите, — вмешался Азаров. — Куропаткин, как рак, все время пятится назад, на север. Скоро зима. Время для наступления мало подходящее. — Вторая эскадра раньше конца декабря до нас не доберется. Да и что ей у нас делать? Внутренний рейд простреливается из одиннадцатидюймовых мортир. Ремонтная база слабая. Вернее всего, она пройдет прямо во Владивосток. А наши суда, которые еще уцелеют, присоединятся к ней по дороге. — Значит, нам нечего от них ожидать помощи, — вздохнул казначей. — Если Артур удержится до подхода Рождественского, то он свою роль как убежище для флота выполнит, — проговорил прапорщик, — тогда можно и капитулировать. Благо, к тому времени в крепости не останется ни еды, ни снарядов. — Да и людей уцелеет немного, — добавил Иван Кирович. Выходя из управления, прапорщик встретил старшего писаря Севастьянова. — Как дела, Петр Евдокимович? — поздоровался с ним, — звонарев, — как сажа бела. — Скоро все с голоду перемрем. — У нас в артиллерии уже выбыли из строя половина солдат и треть офицеров. В стрелковых полках убыль того больше. Скоро некого в окопа будет сажать. Цинга, да тиф, косит людей больше пули снарядов. — Вы-то, кажется, здоровы пока. — Бог грехи терпит, — отозвался Севастьянов. — А вы, Сергей Владимирович, слыхали, что Стессель приказал всех раненых солдат класть в госпиталях вместе с цинготными и дизентериками, чтобы, значит, болезнь перешла на всех, а затем объявить, некем, мол, больше, Артур, защищать и сдаться? — Что-то уж слишком невероятно такое предположение. — Могу в управлении показать приказ доктора Субботина о совместном размещении в госпиталях раненых и больных. В нем так и написано, по приказанию генерала Стесселя. — Хотят перевезти солдатиков и замириться. Вот такие-то дела, Сергей Владимирович. Простившись с писарем, Звонарев вернулся к белым и сообщил услышанные новости Варе. — Я к себе в палату не приму ни одного заразного больного, — объявила она. — Так тебя, девчонку, и послушают. Не спросят и положат, — вмешалась Мария Фоминична. Вскоре приехал сам белый. Он был весь в копоти, даже пышные седые усы его стали совсем черными. — Папка, да ты помолодел. Усы у тебя как у двадцатилетнего парубка, — кинулась к нему Варя. — Не прикасайся ко мне, а то и сама запачкаешься. — Едва проехали мимо пожара, — бурчал белый. Затем он отправился мыться и переодеваться. Пока белый приводил себя в порядок, прапорщик вручил Варе все полученные деньги, прося их сохранить. Девушка сначала запротестовала, а потом спрятала вместе со своими безделушками. — Смотрите, кладу сюда, — показала она. — Если меня ранят или убьют, то будете знать, где они лежат. — Это в гораздо большей степени грозит мне. — Не геройствуйте, целее будете. За обедом Варя с возмущением рассказала отцу о распоряжении Субботина. — Я это знаю. — Говорился Смирновым и Кондратенко, — а это будет доложено Стесселю, — ответил белый. Как только встали из-за стола, Варя решительно объявила, что идет в свой госпиталь. Уже стемнело, обстрел почти прекратился, но пожар продолжал бушевать с прежней силой. Рейд, Золотая гора и окружающий город Сопки осветились красным заревом. Начался дождь, и поэтому дым и сажа не разлетались так далеко, как раньше. Звонарев пошел проводить девушку. Кое-как они добрались до госпиталя. Прапорщик остался в вестибюле. Через несколько минут вернулась Варя и с возмущением сообщила, что все освободившиеся в ее палате места заняты дизентериками и цинготниками. — Солдаты волнуются и думают, что это делается нарочно, чтобы их заразить. Шептом добавила Варя, испуганно смотря на Звонарева. — Грозят убить всех генералов. Значит, и папу тоже, а он совсем ни при чем. — А вы не обращайте внимания. Поговорят и перестанут, — успокоил ее прапорщик. — Субботин велел меня перевезти в операционную, чтобы я работала там, а не в палате. Мне жаль моих больных. Но зато в операционной интереснее, видя, как работают доктора. Может, и я намучусь делать простенькие операции? Мечтательно вздохнула Варя. — Но прощайте, мне надо идти. Прапорщик издали видел, как на огненно-красном фоне пожара мелькали черные фигурки пожарных, матросов, солдат, ловко забрасывавших пламя землей. Из темноты доносился зычный голос брандмейстера. Затем Звонарев свернул к новому городу и незаметно для себя оказался перед домиком Акинфиевых. Дождь перестал. С рейда потянуло запахом водоросли. На небе показались звезды. С фронта чуть доносилась ружейная стрельба. В городе совсем по-мирному лаяли собаки. По дорогам тянулись скрипучие военные повозки, да молчаливо шли в разных направлениях роты солдат и матросов. Все рестораны и кафе давно превратились в лазареты, из которых доносились стоны раненых и умирающих. Подойдя к домику, Звонарев на удачу постучал, хотя в нем не было видно ни одной светлой полоски, и царила полная тишина. К его удивлению, за дверью тотчас же послышались легкие и быстрые шаги, и голос Акинфиевой спросил, кто пришел. Прапорщик назвал себя. Стукнул болт, и дверь распахнулась. — Входите, входите, милый Сережа, — приветствовала его Надя. — Совсем не ожидал вас час видеть. Для меня ваше появление приятный сюрприз. Прапорщик поспешил захлопнуть за собой дверь. Несколько мгновений они рассматривали друг друга. Акинфиева поправилась, порозовела и показала Звонареву еще привлекательнее. Надя тоже смотрела на него с нескрываемой нежностью. — Как вы хороши, Надюша! — чуть слышно от волнения проговорил он. — Вы тоже похорошели, если так можно выразиться, относительно мужчины, — улыбнулась Акинфиева. Не отдавая себе отчета, Звонарев обнял молодую женщину и припал к ее губам. Надя от неожиданности выронила из рук свечку. В наступившей темноте несколько мгновений были слышны лишь звуки поцелуев. Наконец Звонарев отпустил ее. — Возьмите же себя в руки, милый, — просил Акинфиева. — Быть может, вам лучше уйти? — Я не гоню вас, но вы сами должны чувствовать, что вам лучше — оставаться ли дальше со мной или обдумать все на свободе. — Я останусь, — хрипло проговорил прапорщик. — Тогда успокойтесь, — уже со строгой ноткой в голосе сказала Надя. — Я сейчас зажгу свечу. Хорошо, что я одна в доме, и никто не видел нас. Звонарев постепенно успокоился и заговорил об Андрюше, жизни на Ляотишане, видах на будущее. После чая он поднялся. Надя вышла на крыльцо проводить своего гостя. Стояла глухая темная ночь. Моросил мелкий дождь. Временами налетали порывы ветра. Пламя пожара трепетными красными отблесками освещало склоны перепелки и часть внутренней гавани. Бррр, как холодно и противно. — И в такую погоду вы гоните меня из квартиры! — упрекнул ее Звонарев. — Поймите, что я не могу оставить вас у себя! — нервно вскрикнула молодая женщина, и, вскинув руки на шею, прапорщику крепко поцеловала его. Прапорщик медленно отошел и зашагал по дамбе. Он и не заметил, как чья-то темная фигура обогнала его, стараясь при этом разглядеть лицо офицера. В душе прапорщика царило полное смятение. Он чувствовал, что окончательно запутался в своих отношениях к Варе и Наде еще утром. Все было так просто и ясно. Варя оказалась единственной, близкой, любимой девушкой, с которой он готов был пройти жизненный путь. И тут на его пути опять появилась Надя Акинхиева. В глубокой задумчивости он не заметил, как оказался в старом городе, около Пушкинской школы. Он решил попросить приюта на ночь у учительницы. На его стук тотчас вышла встревоженная Леля Лобина. Узнав, в чем дело, она пригласила прапорщика зайти. «Я буду только рада вашему присутствию в доме, так как я одна, и, признаться мне, немножко жутко в одиночестве», — приветливо проговорила учительница. Утомленный дневными передрягами, Звонарев вскоре заснул одетым на диване. Проснулся он на следующий день поздно, и первое, что увидел, — Варю, молчаливо сидевшую за столом, с замкнутой суровым выражением утомленного, бледного лица. Ее серые глаза были красными, не то от бессонницы, не то от слез. При виде ее все ночные сомнения Звонарева рассеялись. Он почувствовал большую нежность к Варе и беспокойно спросил. «Что случилось, милый Варя, чем вы так опечалены?» «Он еще спрашивает», — вздрогнув, вскочила со стула девушка. «Мне все известно, и поэтому между нами все кончено!» — вскрикнула она. На лице прапорщика выразилось такое недоумение и растерянность, что девушка сразу осеклась. «Никакой помолвки не было и никогда не будет. Вы вчера целовались с Надей на крыльце и вас видели, да-да, не смейте отпираться, и Леля говорит, что у вас даже распухли губы. Какой вы мерзкий, грязная человечка, а я-то!» И тут Варя, разрыдавшись, выбежала из комнаты. Торопливо приведя себя в порядок, прапорщик поспешил за ней, но ее уже не было в школе. Лобина следила за ним с выражением серьезной задумчивости на лице. «Не огорчайте, Сергей Владимирович!» Ласково проговорила она. «Варя известный порох. Взорвется, но шумит, а затем скоро успокоится». «Тем более, что никаких поводов для скандалов нет», — и Звонарев рассказал все Леле. «Вас с Надей заметила сестра, работающая вместе с Варей, и, конечно, незамедленно довести обо всем до ее сведений». Вскоре Звонарев снова обедал у белых. В конце обеда генералу подали пакеты штаба эскадры. Командующий отрядом броненосцев и крейсеров адмирал Вирон приглашал начальника артиллерии на заседание у адмирала Григоровича, которое должно было состояться сегодня вечером. Взглянув на часы, Белый проговорил. «Так как Азаров нездоров, то я попрошу вас, Сергей Владимирович, побыть сегодня моим адъютантом. После обеда зайдите, пожалуйста, в управление, и там захватите все материалы о наличии и потребности в морских орудиях и снарядах к ним. Пока вы подберете нужные материалы, я немного отдохну. К шести часам экипаж будет вас ждать у моей квартиры». В условленное время Звонарев с папкой бумаг в руках подходил к крыльцу квартиры Белых. Парный экипаж ожидал у подъезда. Едва Белый и прапорщик сели, как экипаж с места, быстро покатился по дороге. Они успели основательно промерзнуть, пока добрались до дачи Григоровича. Моряки были уже все в сборе. Три контр-адмирала, Григорович, Вирон и Лощинский, все командиры судов, тут же были несколько флагманских специалистов. Артиллеристы прошли в кабинет Григоровича. После взаимных приветствий Лощинский, как старший из адмиралов, попросил разрешения у Белого, как у старшего из присутствующих, открыть заседание. Звонарев в качестве адъютанта расположился рядом с Белым. Вирон доложил, что доставлен телеграмму Алексеева. Адмирал сообщил о своем отозвании в Петербург и передаче начальствования над Тихоокеанским флотом главнокомандующему Манчжурской армии генералу Куропаткину. — Так, теперь об Артуре никто уж не позаботится, — вздохнул Григорович. Куропаткин больше будет думать об армии, чем о флоте, и Артур превратится в неприятную обузу для манчжурской армии. — Но Артур ведь должен стать базой для эскадры Рождественского, — возразил Белый. — Он еще находится в испанских портах. Кроме того, в Балтике снаряжают еще третью эскадру небогатого. — Очевидно, Рождественский подойдет сюда, лишь соединившись с ней, так что пройдет не менее двух-двух с половиной месяцев, пока вторая эскадра сюда доберется. — Неизвестно, удержимся ли мы до того времени, — усмехнулся Григорович. — Да, с продовольствием туго. Среди матросов появилась цинга, а с теплой одеждой еще хуже, — поддакнул Вирон. — Армия, хотя одета и тепло, но голодает больше моряков. — А цингой болеют не только солдаты, но и офицеры. — Да что офицеры? — Признаки цинги обнаружены у Кондратенко и Надеяна, — проговорил Белый. — Не хватало только этого. — Неужели их не может поддержать мадам Стессель из своих обильных запасов? — возмутился Вирон. — Очевидно, не хочет, — отозвался Лощинский. — Господа. — Предлагаю, с завтрашнего же дня генералов Кондратенко и Надеяна зачислен довольствие в Квантунский экипаж. Основанием для этого является то обстоятельство, что они оба командуют всем нашим десантам, которые довольствуются из экипажа, — предложил Григорович. — Они не согласятся. — Кондратенко и Надеяна очень щепетильные в этом отношении люди, и ни за что они станут брать больше того, что им полагается по закону. — Не в пример Рейсу, Фоку, Никитину, которые даже официально по приказу получают по три-четыре пайка, — горячо проговорил до этого молчавший Эссен. — И Церпицкому, который ежедневно обедает, по крайней мере, в трех или четырех госпиталях, — добавил Лощинский. Затем собрание перешло к деловому обсуждению злободневных вопросов обороны, о передаче на сухопутные батареи последней тысячи шестидюймовых снарядов, о подготовке крейсера «Баян» к прорыву блокады навстречу эскадре Рождественского. Подорванный на минах за день до выхода, 28 июля, крейсер был исправлен. Моряки просили вернуть переданную на форты среднюю и мелкую артиллерию и 300 человек команды, после чего «Баян» мог немедленно выйти в море. Командир этого крейсера, капитан второго ранга Иванов, обратился с просьбой об ускоренной отправке его корабля из «Артура». Доходясь здесь, «Баян» ежедневно рискует получить попадание 11-дюймовой бомбы и вновь выйти из строя. Сейчас ночи длинные, частые туманы. Если с наступлением темноты я выйду из «Артура», то к рассвету буду около Циндао, затем по способности двинусь на юг, — пояснял капитан, известный блестящий. Установка мин в мае, на которых подорвались сразу два японских броненосца. Прошлое собрание флагманов решило, что эскадра прочно связала свою судьбу с крепостью. И до того момента, когда последний будет грозить падение, ни один корабль не покинет «Артур», за исключением миноносцев, посылаемых с почтой. С крепучим неприятным голосом наставительно проговорил Вирн. — Тогда нам заранее надо похоронить всю эскадру в артурских лужах, — пылко произнес Эссен. — Мой Севастополь уйдет в море. Как только будет закончено исправление, дарить свой корабль японцам я не собираюсь. — Вы уйдете, Николай Отвич, тогда и только тогда, когда я разрешу вам это, — оборвал его Вирн. — В крайнем случае я обращусь за помощью к генералу Стесселю. Ранее того вы будете исписаны с корабля и подвергнуты аресту. — По большему спокойствию, господа, — вмешал Солочинский. — Кроме Севастополя сейчас могут выйти в море еще Победа, Полтава и Паллада, не считая канонерских лодок геляк, отважных и миноносцев. Выход этот будет допущен лишь по особому приказу Куропаткина и Скрыдлова, назначенного командующим Тихоокеанским флотом, который находится неизвестно где, — проговорил Эссен. Затем Белый с помощью Звонарева довел до сведения моряков о нуждах артиллерии и обороны. Тут дело пошло сразу гладко. Адмиралы очень охотно отдавали крепостному начальству матросов пушки, снаряды, патроны, лишь бы только не идти самим на верки крепости. Командиры броненосцев для вида поворчали, но, узнав, что им уготованы спокойные и безопасные места в глубоком тылу, быстро смолкли, и опять только Эссен и Иванов запротестовали самым решительным образом. «Нам надо вернуть людей из десанта, вернуть пушки, сохранить снаряды, так как наши корабли должны покинуть Артур. Ни одного матроса, ни одного снаряда с Севастополя я больше не дам Василию Федоровичу при всем моем глубоком уважении и расположении к нему», — решительно заявил Эссен. Командир Баяна тоже возражал, но в более спокойном тоне. Белый, хитро улыбаясь в свои пышные усы, примирительно заявил, что пока для него достаточно людей и снарядов с других кораблей. «А теперь прошу, господа, по стаканчику чайку с Ромом», — гостеприимно предложил Григорович и позвонил. Несколько матросов с подносами в руках начали подавать чай, за ними выплыло, блистая браслетами и жемчугами. «Лолочка». Офицеры мгновенно повскакали с места и почтительно с ней поздоровались. Лолочка прежде всего подошла к Белому. «Позвольте, Василий Федорович, представить вам мою хозяйку», — улыбаясь, проговорил Григорович. Белый пробурчал что-то невнятное и заторопился с отъездом. «Нам надо еще побывать у Кондратенко», — проговорил он. Григорович попросил от его имени отвезти генералу различные продукты, в том числе лук, чеснок, свежее мясо, лимонную кислоту, клюквенные экстракты и другие противоцинготные средства. Лолочка захлопотала. Звонарев поспешил к ней на помощь. «Вам-то, цынга, во всяком случае не грозит с такими алыми губами и румяными щеками», — заметила молодая женщина, фамильярно проводя рукой по лицу прапорщика. «Ваш адъютант даром времени не теряет», — раздался около дверей на смешливый скрипучий голос Вирона, — «как бы у нашего хозяина. Вскоре не появились на лбу некоторые, не предусмотренные штатным расписанием для адмиралов отличия. Именно у флагманов и, пожалуй, капитанов первого ранга они чаще всего и появляются, а не у мичманов и лейтенантов», — весело проговорил Эссон, лукаво поглядывая на появившегося в кабинете смущенного. Все моряки вышли провожать артиллеристов. В стороне фортов блистали зорницы выстрелов и доносились глухие раскаты почти беспрерывной канонады. Было очевидно, что японцы вели очередную атаку в одном из пунктов обороны. Довольно сильно вьюжило, сквозь снег чуть проступали, тревожно двигавшиеся по горам прожекторные лучи русских и японцев. Старый адмирал, женатый человек, а ведет себя, как мичман, со всякими потаскушками и даже показывает их своим гостям, — недовольно бурчал всю дорогу белый. Кондратенко жил в небольшом одноэтажном домике на самой окраине старого города, влези дачных мест. Японцы почти не обстреливали этот район, видимо, не зная, что здесь расположен штаб Кондратенко, бывшего душою артурской обороны. Окна дома были плотно закрыты, вокруг было совершенно безлюдно, и только одинокая фигура часового в попахе и башлыке чернела у ворот. У Кондратенко собралось довольно много друзей и соратников. Начальник штаба, подполковник Науменко, инженеры, подполковник Рашевский, капитан Шевцов, оба из штаба Восточного фронта, начальник обороны северного участка, полковник Семенов, начальник обороны западного участка, полковник Ирман. Не было лишь представителей штаба Стесселя и моряков. Появление Белого, тесно связанного по службе со штабом района и адмиралами, все приветствовали. Звонарев задержался около экипажа, передавая денщикам привезенную провизию. Когда он появился в столовой, где собрались все офицеры, Белый уже рассказывал новости, слышанные от Григоровича. Известие об отозвании Алексеева вызвало общий вздох облегчения. — Наконец-то! Армией будет командовать следующий человек, а не моряк, — проговорил Семенов. — Теперь надо думать, Куропаткин перейдет к решительным действиям для освобождения Артура от блокады. Как бы не было обратного, то есть Куропаткин решит, что артурская эскадра перестала быть боеспособной. А раз так, то нечего заботиться и об Артуре. Пусть, мол, выкручиваются сами, как хотят. Так, по крайней мере, думают моряки, — пояснил Белый. — Им-то, конечно. Замена Алексеева Куропаткинам не по вкусу. Куропаткин с ними церемониться не станет. Прикажет немедленно всем боеспособным кораблям уйти из Артура навстречу Рождественскому, — убежденно проговорил Семенов. Это сильно ослабит оборону крепости. Правильнее было бы отправить из Артура крейсера, баян и палладу с несколькими миноносцами навстречу второй эскадре. Они поторопили бы Рождественского с приходом, а при приближении эскадры ей на помощь выйдут пять броненосцев, — проговорил Кондратенко. — Если только они сохранят к тому времени свою боеспособность, — усомнил Сарашевский. На несколько минут разговор принял общий характер. Присутствующие высказали самые разнообразные предложения о дальнейшей судьбе Артура в связи с уходом наместника. — Господа, мы отвлеклись от основной темы нашей сегодняшней беседы, — постучал карандашом по столу Кондратенко. — Кто нам расскажет о положении на Восточном фронте? Сергей Александрович, не вы? — обвернулся он к Рождественскому. — Евгений Николаевич больше меня в курсе тамошних дел, — кивнул головой Рождественский в сторону Науменко. С большим удовольствием не замедлил согласиться неизменный начальник штаба Кондратенко и начал развертывать лежащие перед ним бумаги. — Господа, прошу внимания, Евгений Николаевич начинает свое сообщение, — повысил голос Романа Сидорович. Разговоры смолкли, все приготовились слушать. — По крайней мере, на правом фланге от моря до батареи литеры «Б» японцы по-прежнему находятся в версте от линии наших укреплений и держатся совершенно пассивно, ограничиваясь лишь редкой ружейной и артиллерийской перестрелкой. В сущности, с самого начала осады этот участок был самым спокойным на сухопутном фронте. — Недаром Стессель часто бывает в этом районе, — проговорил в полголоса Рашевский, что-то рисуя карандашом на бумаге. Кое-кто засмеялся. Кондратенко неодобрительно покачал головой. — Замечательно то, — продолжал Науменко, — что японский флот, полностью господствуя в море, все же не решается обстреливать фланг и тыл нашего восточного фронта. Его орудия свободно могли бы держать под огнем все наши позиции до форта номер два, что поставило бы нас в очень тяжелое положение. — Это объясняется блестящими действиями береговых батарей под искусственным управлением его превосходительства. И Науменко поклонился белому. Все дружно зааплодировали. — Мы это знаем и очень ценим. Пожал Кондратенко руку белому. — Ну, тут заслуга не моя, так как я целиком занят действиями на сухом пути, а моих офицеров-солдат, — отнекивался генерал, смущенно покручивая свои пышные усы. У батареи литеры «Б» после удачно спущенной Сергеем Владимировичем мины японцы не проявляют активности. Что-то роют и ограничиваются ружейной стрельбой и метанием бомбочек. Дальше до форта номер два они возводят новую параллель в трехстах шагах от китайской стенки. На форту номер два укрепляются во рву, ведут минные галереи под бруствер. «Им необходимо энергично противодействовать. Лейтенант Гурский болен, и это придется поручить прапорщику Звонареву». Звонарев вздохнул и только покачал головой, не смея протестовать вслух. На форту номер три положение еще более тяжелое, чем на втором. Японцы чуть ли не ежедневно производят местные атаки, пытаясь ворваться внутрь форта, но пока безуспешно. Комендант, штабс-капитан Булганов, держится молодцом. На укреплении номер три японцы, после того, как сотни их сожгли живьем во рву, временно отошли в ближайшие свои траншеи. Вот, собственно, и все о нашем участке, — закончил Науменко. «Так, чем вы нас порадуете, Владимир Григорьевич?» — обернулся к Семенову Кондратенко. «У меня дело обстоит более благополучно. У Курганной батареи японцы сидят в трехстах шагах, у Краматорной еще дальше. На Казачьем плацу до них шагов сто, но активности и здесь они не проявляют. У Зубчатой и Стрелковой батареи форту номер четыре редкая перестрелка и поиски разведчиков. На Западном фронте, по-прежнему решающим участком, является гора Высокая. Пока она наша, держится и горы плоская, фальшивая и дивизионная. За два месяца противник соорудил две параллели и подошел на четыреста шагов к вершине. Это, конечно, не беда, но японская артиллерия день и ночь долбит по Высокой и не дает ее как следует укрепить. Стрелки сидят в полуразрушенных, на скороподправленных окопах, На прочих участках положение прочное, но если мы не удержим Высокой, придется отойти прямо на сопке над Новым Городом и на Ляутишань. Пока же вся дорога до глубины бухты в наших руках. Отряд Романовского удерживает данную ему линию обороны. Высокую надо отстаивать до последней возможности. Она — стратегический ключ всей крепости, и с ее падением эскадра будет расстреляна в несколько дней. — Счастливая мысль поручить ее оборону матросам — это наша артурская гвардия. Прекрасные вояки, золотой народ, развитой, инициативный, не чета нашим стрелкам, Те сильные своим упорством, а моряки смекалкой, — заметил Рашевский. — Итак, самые тяжелые положения у нас на Восточном фронте. Туда надо и обратить наше главное внимание. На Западном упорно удерживать Высокую. А Владимиру Григорьевичу, по мере своих сил и возможностей, помогать соседям, — резюмировал доклады Кондратенко. — Как дело обстоит со снарядами, — Василий Федорович? — Хватит на отбитие двух штурмов. К орудиям мелких калибров снарядов имеется в избытке, зато крупный, острый недостаток. Живем под очками моряков, да сами отливаем до шестидесяти штук в день шестидюймовых чугунных снарядов, — сообщил Белый. — Так. А как с продовольствием, — поинтересовался Ирман. — Крепостной интендант уверяет, что муки, сухарей, круп, чаю хватит еще на два месяца, а мясо, кроме конины, уже не осталось. Решено давать ее два раза в неделю по полфунта, а остальные дни постные чумиза на обед и ужин. — В общем, продержимся до середины февраля, — ответил Науменко. — Вот с госпиталями у нас дело обстоит совсем неблагополучно, — проговорил Кондратенко. — В них находится до тридцати тысяч человек, треть гарнизона. Выздоравливают все меньше. ЦНГ косит все больше и больше. А тут еще... — Смудрил, Суботин, приказал больных и раненых класть в перемешку во всех госпиталях. В результате мы имеем вспышку инфекционных заболеваний с очень большой смертностью. Я говорил об этом Стаслю, но он или не понимает, или прикидывается, что не понимает прямой преступности действий Суботина и не хочет в них вмешиваться. Написал обо всем Балашову. Быть может, он сумеет повлиять на генерала-адъютанта, чтобы тот отменил это вредное распоряжение. — Теперь, наконец, мы хотим подробнее знать и о вашем здоровье, — дорогой Роман Исидорович спросил Белый. — Пустяки. — Небольшой плеврит справа. Через день-другой все пройдет. — Нехотя, — ответил генерал. — Плеврита основательный. — Как уверяют доктора, а главная цинга, она и мешает быстрому вашему выздоровлению, — дополнил Науменко. — Постараемся ликвидировать ее в ближайшее же время. Этим занялись моя жена и наши адмиралы, которые зачислили вас, Роман Исидорович, к себе на довольствие, — сообщил Белый. — Поскольку это незаконно, и моя цинга не более как плод воображения врачей, я решительно протестую против подобных действий моряков, — возродил Кондратенко. — Спаршивые овцы, хоть шерсти клок. От наших адмиралов мы не видим никакого толку. В Севастополе морское начальство было душой обороны, а в Артуре адмиралы живут гостями и никуда не вылезают из своих блиндажей, — презрительно заметил Ирман. — Матросы, офицерская молодежь, истинные герои, адмиралы, трусы и интриганы, — поддержал его Семенов. Как только совещание закончилось, Белый и Звонарев стали прощаться. — Заглянем еще на минутку в Стеселю. Может, у него есть какие-нибудь новости? — проговорил Белый, пожимая руку Кондратенко. В это время зазвонил телефон. Кондратенко снял трубку и стал слушать. — Сейчас прикажу подтянуть две роты морского десанта к вашему штабу, но вводите его в дело лишь в крайнем случае, и вообще расходуйте моряков, возможно, осторожнее, — распорядился Кондратенко. — Японцы лезут на форт номер два, а уже два раза побывали на гребне Бруствера. Хролов просит поддержки. — Частный резерв Горбатовского весь израсходован. Посылаю моряков из арсенала, где расположен общий резерв, — пояснил генерал. — Придется вам, Сергей Владимирович, еще сегодня побывать на форту номер два. — Слушаюсь, готов идти туда, хоть прямо отсюда. Особенно торопиться нечего. Пока японцы лезут, вам там делать нечего. А когда успокоятся, вы решите, где нужно спускать мины. — Сначала побываем у Стесселя, узнаем обстановку у него, — предупредил Белый. К Стесселю Белый и Знарев пошли пешком. Разыгралась вьюга. Тысячи снежинок носились в бешеном вихре, залепляя глаза, забираясь за вороты в рукава шинели. Сквозь белую муть снежной ночи то и дело вспыхивали зорницы орудийных выстрелов. Бледные лучи прожекторов чуть пробивались сквозь вьюгу, а одна за другой взвивались к небу огненные змеи и ракет. Временами долетали звуки сильнейшей ружейной и пулеметной стрельбы. Казалось, что кипит какой-то огромный котел. По направлению атакованного участка торопливо проскакало несколько всадников и прошло быстрым шагом несколько отрядов моряков. Наконец, с грохотом пронеслись полевые орудия в запряжки. Сбоку скакались с зажженными факелами в руках фейерверкеры и ящичные вожатые. Белый и Звонарев почти бегом добрались до дома Стесселя и влетели в прихожую. Здесь, при слабом свете керосиновой лампы, Стессель рассылал в разные стороны ординарцев казаков. Генерал резким отрывистым голосом отдавал приказание узнать, выяснить, установить. Тут же у стола, согнувшись почти вдвое, писал приказание в полевой книжке Рейс. — В чем дело? Что происходит на фронте? — кинулся к вошедшим Стессель. — Мы сами пришли за тем, чтобы узнать обстановку, — ответил Белый. — Я ничего не знаю. Звонил Кондратенко, но он все еще болен. — Мой экипаж у крыльца, поедемте, Анатолий Михайлович, в штаб к Горбатовскому, — предложил Белый. — Да я право не знаю, — замялся генерал. — Что? Что? Куда это вы, Василий Федорович, зовете, Анатолия? Я его отсюда не отпущу. Здесь его штаб. Значит, и он должен находиться тут. Коршуном налетела Вера Алексеевна на Белого. — Пусть едет этот полусумасшедший Смирнов. — Виктор Александрович, вы и, наконец, Владимир Николаевич, — кинула генеральшина Никитина. — Стопчику коньяку в дорогу и готов отправиться хоть к черту в пекло, не то что в штаб Горбатовского, — проговорил Никитин. — Виктор Александрович нужен мне в штабе. — Смирнова. И близко подпускать туда нельзя. Все перепутает. Значит, остаются только Василий Федорович и Владимир Николаевич. Вас я и попрошу отправиться в штаб Восточного фронта. Рассудил, наконец, Стессель. — Поскорее. Возвращайтесь назад. Буду ждать с чаем на путь ствола уезжающих генеральш. Кононада продолжалась с прежней силой. Никитин, хорошо заправившись на дорогу коньяком, все время напевал неприличные шансонетки и рассказывал последние новости, слышанные у Стесселя. — Алексеевы-то поперли. Теперь мы и здесь покажем морякам, кузькину мать. Живо все выплывут в море, — разглагольствовал он. — Это ослабит оборону крепости. — Кроме того, эскадра наша слишком слаба, чтобы вступать в бой с японцами, — возразил Белый. — Да не в кораблях дело, а в моряках. — У японцев то-го, а у нас никого, — скаламурил Никитин и захохотал во все горло. — Назначить меня главным адмиралом. Слово даю. Немедленно вышел бы в море и побил японцев. В штабе Восточного фронта они уже застали, к своему удивлению, Кондратенко, Рашевского, Науменко и Шевцова. Лицо Романа Исидоровича лихорадочно горело. Он мелкими глотками пил чай с красным вином. Перед ним стоял Горбатовский и, низко согнувшись, водил пальцем полежащий на столе карте, объясняя обстановку на атакованном участке. Степанов, нервно подергиваясь в свою бородку, то и дело поправлял путавшегося генерала, что, видимо, раздражало Кондратенко. — Пусть лучше докладывает ваш начальник штаба, — наконец прервал он Горбатовского. Капитан объяснил все в двух-трех словах. — Какая сейчас связь с фортом номер два? — справился Кондратенко. — Телефон давно не действует, а солдаты добираются до нас далеко не все. — Когда было получено последнее донесение? — В восемь часов тридцать минут вечера, — сообщил Степанов, разыскав полевую записку коменданта форта Фролова. — То есть почти час. — Как вы ничего не знаете о положении на атакованном участке? — удивился генерал. — Немедленно отправить туда ординарцев, да не одного, а двух для верности. — Быть может, хоть один вернется назад. — Они все в разгоне, — доложил Степанов. — Тогда остается одно. Мне лично побывать на форту, и Кондратенко встал, собираясь выйти из блендажа. Против этого все дружно запротестовали. Шевцов, Рашевский, Степанов и Звонарев наперебой предлагали отправить их на опасный участок. — Придется послать вас, Сергей Владимирович, — обернулся к прапорщику Кондратенко. — Вы самый молодой. Отправляйтесь на форт номер два, подробно выясните, что там делается, и, не задерживаясь, возвращайтесь сюда. Ждем вас до половины одиннадцатого, а там будем считать погибшим и пошлем другого. Ну, с Богом! И генерал крепко пожал руку прапорщика. На дворе по-прежнему мела вьюга. Вой ветра смешивался с визгом пули и шрапнели. Хорошо зная дорогу, Звонарев бегом добрался до хода сообщения, ведущего к форту. Здесь он остановился, чтобы несколько отдышаться. Два снаряда разорвались совсем близко, осыпав прапорщика землей и снегом. Ему вдруг стало жутко. Он был один среди вьюжной ночи, под градом пули и снарядов. В случае даже незначительного ранения трудно было рассчитывать на помощь раньше рассвета. А я так и не помирился с Варей, неожиданно подумал он. До форта оставалось не более полверсты. Уже ясно были слышны взрывы бомбочек, крики «Ура!» и «Бонзай!». Лучи русских и японских прожекторов неподвижно лежали на форту и подступах к нему освещая все мутным, неровным светом. Из-за бруствера прапорщик старался разглядеть картину боя. Временами ему казалось, что он видит темные полосы штурмующих колонн, но затем все тотчас же тонуло во вьюжной пурге. Вскоре он встретил двух раненых стрелков, которые, помогая друг другу, медленно шли с форта. «Как дела на форту у земляки?» — спросил их прапорщик. Один из них степенно начал рассказывать. Поперва совсем табак было дело. Влез японец во внутренний дворик и уже добирался до казармы. Да, подошли матросики, дай бог им здоровья, и подсыпали японцев перца. Сидит он сейчас там во рву и только бомбочки в нас швыряет. Заслабела, видать, у него кишка. Дай-ка прикурить, землячок, со штаба, что ли, за вестями бредешь. Кол моста хавайся хорошенько, бьет он по нему из пулемета с обеих сторон. А откуда? Не поймешь. Поблагодарив солдат, прапорщик пошел дальше. Уже около моста рядом с ним упала бомбочка и шипя завертелась. Вот она, вот она смерть, где мелькнула мысль. И в то же мгновение, инстинктивно схватив бомбочку, прапорщик швырнул ее далеко в сторону. Еще не успев упасть, она с грохотом взорвалась в воздухе, оглушив прапорщика. Он стремительно побежал по мосту. Коменданта форта поручика Фролова Звонарев нашел у входа в паттерну, ведущую в контр-эскарпную галерею. Здесь же находились прибывший с матросами мичман Вася Витгефт и артиллерийский поручик Юницкий, страшно бледный, что-то бессвязно доказывавший Фролову, который только отмахивался от него. — Идите в наш каземат, выпейте водки и не смейте наводить панику на людей! — решительно отчеканил Фролов. — Привет вам! — пожал он руку Звонареву. — С помощью молодцов господина Витгефта мы уже отогнали самураев на прежнее место и даже потеснили в капонире. Теперь они со злости забрасывают нас бомбочками. Звонарев объяснил цель своего прихода. — Не стоило Роману Исидоровичу так беспокоиться. — Пока жив поручик Фролов, и хоть один из его трехсот молодцов японцам не видать этого форта, как своих ушей. Пойдем в каземат и выпьем с мороза стаканчик водочки, — пригласил он прапорщика. — Я не пью, — отказался Звонарев. — Я тоже вкушаю водку в облаго времени и в умеренном количестве, но ради сегодняшней Виктории выпью и стрелкам поднесу. — Жаль, десятка другого не досчитаюсь, — вздохнул он. — А ребята, как на подбор! Молодец к молодцу! Когда я сюда прибыл, то меня предупредили, что здесь не солдаты, а сброд. Ротный бил их по мордам и оптом и в розницу. Фельдфебель с унтером вышибали зубы, сворачивали носки и скулы. На вылазку и в секреты солдат загоняли побоями. Я все это отменил. Теперь во все опасные места идут только охотники, и представьте, никогда в них не бывает недостатка. Звонарев с интересом слушал этого веселого и энергичного человека, сжившегося со смертельной опасностью, ежеминутно угрожавший ему. Витгевт, легко раненый в кисть левой руки, кивками головы как бы подтверждал правдивость рассказа поручика. Зато Юницкий мрачно слушал коменданта форта. — Вы бы, Георгий Петрович, полюбопытствовали, как ваши артиллерийсты установили свои пушки? — обернулся к нему Фролов. Поручик нехотя отошел от них и скрылся в проходе, ведущем на внутренний дворик форта. — Вот уж золото, — навязалось на мою голову, — кивнул вслед ему Фролов. — Трус, хвостун и вдобавок ненавидит и презирает своих солдат. Буквально за людей их не считает. А гонрут сколько? — Мы, Юницкий, старинный дворянский род. Если бы не бедность, я бы мог служить хоть в кавалергардах, — передразнил Фролов. Пшутоватый и презрительный тон Юницкого. Офицеры прошли в каземат. Звонарев из приличия выпил с четверть стакана водки и закусил тягучие, как резины, старые конины. — Завтрашнего дня я перебираюсь к вам, с командой артиллеристов и матросов-минеров, — объявил он. — Превосходно! Мы втроем с вами и мичманом покажем японцам, где раки зимуют. Я отдам вам письмецо прямо к вашему генералу, пусть поскорее забирает Юницкого. Осмотрев затем весь форт, Звонарев уже при относительно спокойной обстановке вернулся в штамп, где его ожидали с большим нетерпением. Выслушав доклад, Кондратенко поблагодарил прапорщика. Затем Белый, Кондратенко и Звонарев в экипажа отправились с докладом к Стесселю, куда уже раньше уехал Никитин. Вера Алексеевна встретила гостей в прихожей и тотчас же пригласила их в столовую, где уже был накрыт стол для ужина. После мороза и ветра накрытый стол выглядел особенно соблазнительно. Даже Кондратенко позабыл о своей болезни и оживился. Освободившись от верхней одежды, все направились к Никитину, который священнодействовал у буфета с выпивками и закусками. — Милости прошу по рюмашке коньячку, — угощал он, входя в роль любезного хозяина, — а затем попробовать вот эти рыжики в маринаде. Изготовление самой Веры Алексеевны так и тают во рту. Вот балычок от Чурина, швейцарский сыр со слезой, не угодно ли отведать? Генералы дружно чокались, выпивали, крякали от удовольствия и с наслаждением закусывали. Звонарев скромно стоял в стороне. Стесли и его жена, казалось, не замечали прапорщика, все свое внимание отдав превосходительным гостям. Заметив неловкое положение Звонарева, Кондратенко с подчеркнутой теплотой поднял свою рюмку за здоровье храброго юноши, только что смело рискнувшего своей жизнью для установления связи с атакованным фортом. Белый тотчас присоединился к нему. Расчувствовавшийся Никитин, не замедлился слезами облобызать прапорщика. Супругам Стесель ничего не оставалось, как в свою очередь поздравить его с боевым успехом. Вера Алексеевна все же не приминула заметить, что почтительность к старшим является неотъемлемой частью хорошо воспитанного молодого человека. За закусками последовал сытный и обильный ужин. Проголодавшийся прапорщик отдал должное кулинарному искусству Веры Алексеевны. Слегка отяжелев и опьянев от вина и сытной еды, он стал наблюдать за происходящим. Шел оживленный разговор. Ничто не напоминало об осаде, о войне, голоде, цинге, тихе и десятках тысяч раненых, страдающих в госпиталях. Сквозь плотно закрытые двери едва доносились глухие удары орудийных выстрелов. — Слыхал, Василий Федорович, как сегодня отличились твои друзья-самотопы? — проговорил Стесель. — Оказывается, еще месяц тому назад Григорович получил сведения о предполагаемом на сегодня прибытии одного из пароходов с боевыми припасами и продовольствием, который должен был прорвать морскую блокаду. — Он и появился у Голубиной бухты около полудня. Твои артиллеристы об этом ничего не знали, и когда пароход стал подавать сигналы, обстреляли его, решив, что он дает знаки японцам. Он отошел от берега, а тут к нему подлетел японский миноносец и увел с собой на виду у нас. — Самотопы же появились лишь значительно позже. Так и пропали наши снаряды, а их там было несколько тысяч и сто тысяч пудов продовольствия. — Арестуй немедленно, Анатолий Михайлович, всех адмиралов и перевешай, как изменников, — вскочил с места Никитин. Иначе я собственноручно их перестреляю. — История столь невероятна, что заставляет меня сомневаться в ее правдивости, — отозвался Белый. — Моряки мне не рассказывали ничего подобного. — Мы получили об этом подробное донесение от Романовского, — подтвердил Рейс. — Я запросил адмиралов, — продолжал Стессель. — Представьте, они имели наглость обвинить во всем артиллеристов. Пароход, мол, должен был прийти вечером, а днем его никто не ждал, и крепости давно пора усвоить морскую сигнализацию. — Во всяком случае, они должны были заблаговременно предупредить хотя бы Василия Федоровича, если уж это так секретно, — вмешалась Вера Алексеевна. — Теперь ты, Анатолий, можешь потребовать, чтобы они поделились с крепостью своими запасами. — Добром они этого не сделают. — А применить силу, значит, начать в артуре междоусобную войну, — ответил Стессель. — Да, так или иначе, прозевали снаряды и продовольствие, которые помогли бы нам продержаться, по крайней мере, лишний месяц, если не больше, — грустно проговорил Кондратенко. — Тем лучше. Расстреляем все снаряды, кончится продовольствие, а с ним кончится для Артура и война, — живо проговорила генеральша. — Ваши запасы, Вера Алексеевна. Судя по сегодняшнему лукуловскому пиршеству, еще так обильны, что их хватит надолго, — заметил с улыбкой Кондратенко. — Вы уже отменили, Анатолий Михайлович, распоряжение субботи на совместном размещении инфекционных больных и раненых, — обернулся он к Стесселю. — Решил сначала поговорить с Балашовым. Фок уверяет, что это совершенно безопасно, и только лодыри врачи не хотят возиться с больными. — Подобные рассуждения граничат с преступлением. Надо в кратчайший срок исправить эту ошибку Субботина, — настаивал Кондратенко. — Еще вопрос, ошибка ли это. Раз Фок настаивает, значит, дело здесь похуже, чем простая ошибка. Неожиданно отозвался Никитин, успевший основательно угрузиться коньяком и водкой. — Выпил ты лишнее, Владимир Николаевич, потому и несешь такие нелепости. Резко остановил Стессель своего приятеля. — Ну, пора, — встал Белый. — А то уж час не ранний. Все стали прощаться. Кондратенко и Науменко пешком отправились к себе. Звонарев предложил заехать с аварией в сводный госпиталь. — Быть может, она свободна и пешком отправиться домой в такую вьюгую темень побоится. Генерал немного поворчал, но потом все же согласился. Варя оказалась занятой в операционной и появилась лишь через несколько минут. Увидев отца, она торжественно заявила, что сейчас ассистировала при тяжелой операции. И оперированный, конечно, умер на столе, — улыбнулся ее восторгу Звонарев. В ответ Варя обдала его леденящим взглядом и попросила не вмешиваться в ее разговор с отцом. — Не дури, Варвара. Прежде всего, поздоровайся с Сергеем Владимировичем, — остановил ее Белый. — Извините меня, пожалуйста, Сергей Владимирович. И девушка карикатурно низко присела, одновременно презрительно глядя на прапорщика. — Не можешь без глупостей! — окончательно рассверепел Белый. — Одевайся, поедешь со мной домой. — Но, папа, я занята. У меня еще одна операция. — Что ты за знаменитый хирург? И без тебя обойдутся марш за пальто. Варя вспыхнула, но возражать не посмела. Когда размещались в экипаже, генерал заставил Варю, несмотря на ее протесты, сесть между собою и Звонаревым. Всю дорогу она старалась, возможно, меньше прикасаться к прапорщику. Но, как назло, экипаж то и дело попадал в ухабы, и Варе волей-неволей приходилось чуть ниже секундно опираться на молодого человека. Пользуясь тем, что верх был поднят, и в фаэтоне было довольно темно, Звонарев несколько раз осмеливался осторожно прикоснуться губами то к розовому ушку, то к затылку, а то и к раскрасневшейся от мороза щеке девушки. Всякий раз при этом Варя резко отклонялась в сторону и, наконец, не выдержав, с отчаянием в голосе пожаловался отцу. — Папочка, скажи ему, чтобы он не смел прикасаться ко мне. — Не подставляй ему свою физиономию, тогда никто такую злючку, как ты, целовать не станет, — равнодушно ответил Белый и еще сильнее уткнул лицо в меховой воротник своей шинели. Не успел экипаж остановиться около крыльца квартиры Белого, как Варя, вся трепеща от гнева, первая выскочила из него и ринулась в дом. Звонарев помог выйти генералу и вместе с ним появился в передней. Хотя было около полуночи, но Мария Фоминишна с чаем поджидала мужа. Чтобы не обидеть ее, Звонарев и Белый выпили по стакану, в то время как Варя жадно набросилась на еду. — Можно подумать, что вас в госпитале совсем не кормят, — заметила ей мать. — Я сегодня не обедала, мамочка. Все, была занята на операциях. Я ведь теперь операционная сестра и должна все время находиться там. — Надеюсь, что тебе-то оперировать не разрешают, — с беспокойством спросила Мария Фоминишна. — Так и позволят ей оперировать такой вертлявой девчонке, — перебил жену Белый. — Сейчас она жаловалась мне на Сергея Владимировича. — Папка, не смей говорить при нем. — Я сама потом все расскажу маме, — даже привскочила со стула от волнения девушка, густо покраснев. — Ей-богу, неправда, — сказал Звонарев. Глядя на молодую пару, старики залились громким веселым смехом. — Можешь и не говорить. — Я и так понимаю, в чем дело, — произнесла наконец Мария Фоминишна. — Совсем-совсем не так, как ты, мамочка, думаешь, — уверяла Варя. — Ладно уж, чай я не всегда была старухой. — Приготовишь Сергею Владимировичу постель в кабинете, — распорядилась Мария Фоминишна, когда чай был окончен. Звонарев поднялся из-за стола вместе с Варей и хотел идти за ней, но девушка так свирепо взглянула на него, что он отказался от своего намерения. Побыв еще немного с Белым в столовой, он направился в кабинет. Сквозь неплотно притворенную дверь Звонарев увидел, как девушка сердито рывками накрывала кушетку простынями, небрежно бросила на нее подушки и силой ударила по ним кулаками. — Можно подумать, Варя, что вы меня хотели бы угостить такими тумаками, — проговорил прапорщик, входя в кабинет. — С сегодняшнего дня я вам не Варя, а Варвара Васильевна или даже никто. Я не желаю иметь с вами ничего общего после той наглости и нахальства, которые вы себе позволили в экипаже, господин прапорщик. И если я повинен лишь в том, что поцеловал вас недостаточно крепко, то я готов немедленно исправить свою ошибку. Улыбнулся Звонарев и, шагнув к девушке, хотел было обнять ее. В то же мгновение он получил оплеуху. Охнув от удивления, прапорщик на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что Варя с торжествующим видом выпорхнула из комнаты. Расправившись со Звонаревым, Варя ласково попрощалась с родителями перед сном и тоже улеглась в постель. Как не устала она за день, но уснуть ей скоро все же не удалось. Она вновь переживала все нанесенные ей сегодня Звонаревым обиды. Оказался он виновен и в замечании, сделанном ей отцом в госпитале, и в шутках родителей, не говоря уже о придерзких поцелуях в экипаже и попытке обнять в кабинете. Одним словом, прапорщик был кругом виноват перед нею и вполне заслужил постигшую его кару. И все же Варя была недовольна собой. В глубине души она признавалась, что не так уж неприятны ей были Звонаревские поцелуи, и сам он не меньше ее был смущен подтруниванием отца и матери. Пожалуй, можно было бы обойтись и без пощечины, ограничиться лишь холодной вежливостью и ледяным презрением. Варя ярко представила себе, какой неприступный вид был у нее в этом случае. Быть может, он, беднярочка, от огорчения тоже не спит, вздохнула Варя и вспомнил рассказ отца об опасном путешествии прапорщика на форт. И зачем только? Он всегда норовит попасть в такие места. Не дай бог случится, что еще с ним. Уже с волнением подумала Варя, тогда я себе никогда не прощу с сегодняшней пощечиной. Накинув затем шаль на плечи, она осторожно пробралась к двери кабинета, желая убедиться, спит ли прапорщик. Каково же было ее разочарование, когда из-за двери до нее донесся храп крепко уснувшего Звонарева. Это было для нее новой обидой. Добравшись до своей постели, она решительным движением сунула голову под подушку и мгновенно уснула. Утром Звонарев не встретил Варю, она убежала в госпиталь. Получив от Белого различные указания служебного характера, прапорщик побывал в управлении артиллерии, в порту, а затем направился в штаб Кондратенко. Уже темнело. Солнечный день сменился холодным туманным вечером, а Артур заволокся густыми облаками. Генерал он застал лежащим в постели с высокой температурой. Вчерашняя прогулка в штаб Горбатовского не прошла даром. Тем не менее, Роман Исидорович тотчас же принял прапорщика и, подробно расспросив о результатах посещения моряков, дал ряд указаний о спуске мины. — Помните, что вы остались единственным специалистом по спусканию шаровых мин. Горский болен и нескоро оправится. Значит, на вас ложится вся тяжесть руководства минно-шаровым делом. Главное же не рисковать зря людьми и собой, — проговорил генерал. — Больше всего надо вам самим беречься, ваше превосходительство. Меня и солдат легко можно заменить, вас же заменить неким. Между тем, вы совсем не бережетесь, о чем свидетельствует ваше здоровье. В ответ Кондратенко громко рассмеялся. — Первый раз в жизни слышу, чтобы прапорщик читал нотации генералу. Я не хотел вас обидеть, — смутился Звонарев. — Прекрасно это понимаю. Меня заменить легко. И, быть может, давно пора это сделать. Оборона крепости отличается крайней пассивностью. Ни одной вылазки за три с половиной месяца тесной блокады. Это ли не возмутительно? — В первые дни осады мы легко могли прорвать расположение японцев, выйти в тыл, захватить их артиллерию, а главное — так необходимые нам снаряды, порох, продовольствие. Поэтому одному можно судить, насколько хорош я, как руководитель сухопутной обороны. — Вы тут ни при чем. — Стессель, Фокк и Рейс никогда не допустили бы такого образа действий с вашей стороны. Вылазки были запрещены стесселем. Фокк и Рейс все время мешали активизации обороны. — Какой же я военный, если не сумел отстоять своего мнения перед высшими начальниками? — Зная Стесселя и его окружение, нетрудно понять, что тут играет роль не ваша мягкость, а твердокаменное упрямство высшего артурского начальства. — Мне не совсем понятна роль Смирнова. Комендант крепости по должности мог и должен был возглавить оборону Артура, не уступать своего места Стесселю. — Фактическим комендантом является генерал-адъютант, Смирнов же играет роль коменданта без крепости. — Хрен, — говорят не слащие редьки. — Если бы фактически во главе Артура стоял Смирнов, то, возможно, мы стали бы еще более оригинальных деяний свидетелями. — Чем теперь? — Комендант крепости хочет предвидеть все возможное и невозможное. Ему совершенно непонятно та простая истина, что всего не предусмотришь, и, следовательно, должна быть сохранена инициатива младших начальников. — Нет, знаете ли, не хотел бы я видеть Смирнова в роли старшего начальника в Артуре. — У него нет необходимой для этого широты взглядов, — задумчиво закончил Кондратенко. — Мнение огромного большинства артурского гарнизона, что ваше превосходительство является наиболее подходящим комендантом для Артура. Начальство в Питере и Манчжурии держится иного мнения. — Да и здесь некоторые весьма влиятельные лица находят, что я приношу больше вреда, чем пользы, — с горечью, — проговорил генерал. — А кто же такие эти глупцы, — выражаясь мягко, — возмутился прапорщик. — Прочтите, — протянул ему Кондратенко одну из бумаг, лежащих на столе. Это была напечатанная на машинке записка Фока под заглавием «Некоторые соображения об артурской обороне». Адресовалась она Стесселю и всем генералам и командирам отдельных частей. Наверху имелась надпись «Не подлежит оглашению». Прапорщик уже был знаком с литературными произведениями Фока и сразу понял, что перед ним очередной пасквиль на Кондратенко. — Стоило ли читать эту чепуху? — повернулся он к генералу. — Хотя она и не подлежит оглашению, но ее читают все писари, вплоть до ротных. И, конечно, знакомится и с содержанием солдат. Это, так сказать, артурская литература для народа. Все равно вам придется с нею познакомиться. Звонарев принялся за чтение. Я уже не раз указывал, что излишнее переполнение передовых окопов стрелками и матросами ведет только к ненужным, ничем не оправданным потерям. Но генерал Кондратенко, который воображает себя самым умным человеком в артуре, конечно, не пожелает снизойти до этих соображений. С ученым видом всезнайки он по-прежнему будет напрасно проливать реками солдатскую кровь, твердо веря, что это принесет ему славу, героя, чины и ордена. Как допускает Стессель появление подобных произведений? Не выдержал Звонарев. Ведь это не только подрыв вашего авторитета среди солдат и матросов, но прямое натравливание их на вас. Читайте, читайте, господин прапорщик. Известный всему Артуру своими длинными усами генерал недавно прямо заявил мне, что он гораздо больше беспокоится о снарядах, которых мало, чем о людях. По его мнению, солдат в крепости гораздо больше, чем имеющегося продовольствие. Поэтому потеря тысячи другой человек только облегчит положение крепости. Надо ли говорить, что он сам отнюдь не хочет оказаться в числе этих тысяч? Вопиющий поклеп. Но Василия Федоровича его хоть прям фамилии не называют. Все же, как-никак родственник Стесселю. Не то, что мы грешные. Не секрет, что вы собираетесь предпринять, Роман Исидорович, в связи с этой наглой и бестактной выходкой Фока? Подал рапорт об освобождении от должности начальника скупутной обороны и, как и следовало ожидать, получил отказ. Нельзя ли обращать внимание на чудачество Фока? Он ведь еще в турецкую войну ранен в голову и немного ненормален. Я не настаивал. Боюсь, что без меня дело попадет в руки того же Фока, и тогда дни Артура будут сочтены. Нет, я не собираюсь сдавать свои позиции. С жаром проговорил Кондратенко. Если бы вам, Роман Исидорович, предложили взять на себя высшее командование в Артуре, вы согласились бы? Куда же денутся Стесселя и Смирнов? Мы бы их арестовали. Кто вы? Ваши приверженцы? Я бы немедленно арестовал вас и освободил Стесселя и Смирнова, дабы они вернулись к исполнению возложенных на них обязанностей, — улыбнулся Кондратенко. — Нет, я против всяких незаконных действий. Так и передайте всем моим приверженцам, как вы выражаетесь. Прапорщик разочарованно вздохнул. Вскоре пришел Науменко, и, воспользовавшись этим, Зварев стал прощаться. В сводном госпитале ему пришлось довольно долго ждать в приемной, пока вышла Варя. Увидев прапорщика, она сурово сдвинула брови и сухо справилась, чем она может быть ему полезна. — Прежде всего, я думаю, вам следует извиниться передо мной за вашу вчерашнюю грубость, — в тон ей умышленно хмура ответил Зварев. Не произнеся ни слова, девушка повернулась и направилась к двери. Прапорщик едва успел схватить ее за руку. — Стоп, стоп, стоп! Я еще не кончил. — И вы, как всякая воспитанная девочка, должны выслушать до конца, когда с вами говорит старший, — проговорил он. — Руки прочь, или вы получите еще одну оплеуху, — попыталась вырваться Варя. — Шаакиндер! — как говорит Борейка, в таких случаях еще крепче сжал ей руку прапорщик. — Кондратенко прислал вашим больным цингой свежее мясо и овощи. — Потрудитесь их получить! — протянул он большой сверток. — Я больше не веду палаты. Пустите, мне больно! — тихо проговорила она. — А вы драться не будете? — уже совсем весело спросил Звонарев. — Не хочу умарать руки о вашу противную физиономию, — заикаясь от волнения, проговорила девушка. — Тот тоже! — отпустил ее прапорщик. — Теперь мы квиты. Я могу опять поцеловать вас. Варя фыркнула, как кошка, и одним прыжком оказалась за дверью. — Не смейте никогда больше приближаться ко мне! Приходите сюда или к нам домой, низкий вы человечишка! Наконец подобрав наиболее уничижающее слово, хлопнув дверью, она исчезла. Звонарев улыбнулся. Негодующая Варя была ему больше по сердцу. В штабе Горбатовского его уже поджидали Буторин и Фомин с тремя десятипудовыми шаровыми минами. Наскоро переговорив со Степановым и получив от него последние указания, прапорщик отправился с матросами на форт номер два. На форте было относительно тихо. Редкая оружейная перестрелка, взрывы бомбочек, изредка гулкий артиллерийский выстрел и виск разорвавшейся шарапнели. Сквозь туманную ночь чуть пробивались бледные лучи прожекторов, две подводы, запряженные парой осликов, каждая затрахтели за Звонаревым и матросами. Фролов уже ждал прапорщика. Им был разработан подробный план очищения рвов форта от японцев. Как только ваши мины взорвутся, мичман Витгефт с матросами бросится в атаку вдоль левого бокового рва. Я со стрелками вдоль правого, поручик Юницкий из контр-эскарпной галереи, попытается выбить японцев из капонира. Вы же будете орудовать на бруствере и командовать артиллерией внутри форта, распределил он роли между офицерами. По-моему, мое задание невыполнимо. Японцы так прочно засели в капонире, что едва ли мы можем что-либо с ними поделать, заикаясь, проговорил Юницкий. Умереть там вы, я думаю, сможете, если это будет нужно, насмешливо ответил комендант форта. Думаю, что я больше пользы принесу живым, чем мертвым. Можете думать, что хотите, но выполнить поставленную вам задачу вы обязаны. Ступайте. Резко приказал Фролов. От него живого польза и не больше, чем от мертвого. Места для спуска мин были выбраны на бруствере заранее, и на них начали устанавливать желобообразные салазки, соблюдая полную тишину, боя столкнуть малейший камешек или комочек земли. Как только это было сделано... Фролов в последний раз повторил свои наставления. Взрывы спускаемых мин послужат сигналом для общей атаки. Звонарев с артиллеристами форта должны орудийным огнем парализовать контратаку японцев, если она последует. Пожелав прапорщику успеха, Фролов ушел. Мины осторожно, без шума подняли на салазки. Звонарев поочередно поджег фитили и шептом скомандовал «С Богом! Кати!» По три рослых матроса налегли на каждый шар, и они со слабым скрипом двинулись с мест. Налетевшая густая волна тумана совсем закрыла русских. Японцы ничего не подозревали и держались тихо. С нарастающим шумом мины ринулись вниз. Один за другим раздались три сильных взрыва. Сотрясение было так сильное, что мешки с землей лавиной обрушились вниз и завалили вход в блиндаж, крыша которого подозрительно заскрипела. «Господи Иисусе Христе, да что ж это такое? Не как японец нас сам взорвал!» Заметались испуганные солдаты, торопливо расчищая выход из блиндажа. Прапорщик выбрался наружу одним из первых. Осколки и комья земли после взрыва уже пролетели, но в воздухе стоял грох от ружейной стрельбы, взрывов, бомбочек и свист пуль. Из рвов доносился шум рукопашной схватки. Крики, стоны, выстрелы, взрывы бомбочек слились в один общий рев, который все нарастал и быстро передвигался по направлению к переднему рву. «Бежит японец, — проговорил Буторин, — мы его сегодня застали врасплох. С перепугу он и стал текать без оглядки». Звонареву хотелось выглянуть из-за бруствера, но это грозило ранением или даже смертью. Несколько лучей японских прожекторов остановились перед фортом, чьи относились проникнуть сквозь молочную пелену густого тумана. Молчавшие ранее осадные батареи теперь открыли беспорядочный огонь, осыпая снарядами всю площадь форта. Вскоре прибыл связной от Фролова и сообщил, что все рвы очищены от японцев. «Потери велики? — спросил Звонарев. — Почти нет, двое или трое легкораненых. Поручика немного зацепила, но они остались в строю, да. Морского офицера ранило в плечо, но тоже не сильно, — докладывал стрелок. Только в Капонире артиллерийский поручик дюриспужались и не пошли вперед. Комендант просили вас, ваш бродь, пройти туда помочь им. Звонарев торопливо перебежал дворик форта, который забрасывался ручными гранатами и укрылся в тыловой казарме. Тут он встретил Фролова, как всегда, бодрого и веселого. Все вышло как нельзя лучше. Я даже не ожидал такого быстрого и решительного успеха. Особенно нам помог взрыв японского склада пероксилина. Он уничтожил массу людей у противника. Сейчас стрелки начнут кидать бомбочки в амбразуры, а вас попрошу сменить, Юницкого, и организовать удар со стороны контр-эскарпной галереи. Слушаюсь. Козырнул прапорщик и направился вниз по Патерне. Едва он миновал по Терну, как вдоль галереи хлестнула пулеметная очередь. Пули с громким щелканем впивались в бетонные стены. Прапорщик отпрянул назад, пережидая конца стрельбы. Он, ваш бродь, почитай, уже сейчас бьет без передыху. Надо бы сюда подвезти пушку и вдарить по пулемету, проговорил один из стрелков. Со стороны Капанира донеслись один за другим два взрыва ручных гранат, и пулемет сразу усмолк. — Подбили через амбразуру! — сказал стрелок. — Ну, теперь пошли! — обернулся прапорщик стрелка. В контрескарпной галереи было почти темно. Только два фонаря, стоящие в углублениях амбразур, чуть освещали сводчатые помещения. В конце его, прижавшись за бруствером из земляных мешков, сидело несколько стрелков. Невдалеке от них, распластавшись на полу, лежал Юницкий. Когда надо было отдать приказание, он взмахом руки подзывал к себе солдат. Стрелки опускались рядом с офицером на колени и получали нужные распоряжения. Поручик боялся даже поднять голову от земли и при каждом взрыве ручной гранаты испуганно вздрагивал. Подойдя к нему, Звонарев передал ему распоряжение Фролова. Юницкий рассыпался в благодарностях и, не поднимаясь на ноги, на коленях пополз в тыл. — Вы бы встали! — посоветовал ему прапорщик. — Береженовый бог бережет! — ответил поручик, торопливо отползая от него. — Очень ж они нервные! — усмехнулся один из стрелков, глядя на странную фигуру офицера. — А каким козырем смотрят, когда тихо, чуть зазеваешься, с отданием чести враспорылу смажут! — То ранее было, теперь господа офицеры стали уважать солдатскую морду. — Пуль ведь из тылу попасть могут! — зло заметил другой стрелок. — Где японцы и что вы предпринимаете, чтобы их выбить? — перебил прапорщик. — Ждем, когда наши из рва начнут бросать бомбочки, тогда мы и ударим на японца! — пояснили стрелки и прапорщику. — Звонареву это не понравилось. — Вперед! — скомандовал он, и с винтовкой в руках вскочил на траверс. Стрелки бросились за ним. Оглушенные японцы были быстро разоружены. Вскоре вся правая, уцелевшая часть Капанира, оказалась в руках стрелков. Преследуя отступающих японцев, русские ворвались в ход сообщения, идущие в японский тыл, но были встречены пулеметным огнем. Почти в полной темноте, на небольшом пространстве, в узком ходе, завязалась штыковая атака. Бились прикладами, кулаками, кололись штыками, кусались, душили друг друга. Над местом побоища стоял смешанный гул криков, стона и брани. Неожиданно перед Звонаревым выросла фигура Фролова. — Я приказал подвезти сюда пылевую пушку и стрелять в упор картечью, — проговорил поручик. — Да в темноте не разберешь, где наши, а где чужие. — Солдаты и матросы разберут, и лучше нас сообразят, что и как надо делать. Звонарев прошел по контр-эскарбной галереи и по терне во внутренний дворик форта, где вдоль брустверов были распределены противоштурмовые орудия. Здесь он застал вид Гефта с его моряками. Мечман был ранен в обе руки, но остался в строю, продолжая распоряжаться действиями стрелков и матросов. — Вручную скатите одну из пушек в горжевой ров и там установите ее по указаниям прапорщика. Захватите с собой также десяток другой картечи и зарядов к ним. Матросы и стрелки помогут вам. Солдаты быстро подхватили одно из орудий и покатили его к проходу в тыловой ров. Звонарев едва поспевал за ними. В горжевом рву около пушки собралась прислуга четыре канонира с фейерверкером. Тут же находились человек шесть стрелков и матросов, державших в руках картечи, картузы и с порохом. Не успели подвести орудие к нужному месту, как было ранено несколько солдат и матросов. Все же с трудом пушку установили. Неподалеку началась рукопашная схватка. Стрельба почти прекратилась, и слышались отдельные вскрики, стоны и ругань. — Бонзай! — раздалось откуда-то сверху из теноты. Стрелки и матросы сначала в одиночку, а затем группами отбегали назад и скрывались в уцелевшем крыле капонира. Часть из них отходила в ров. — Одолевает японец ваш бродь! — испуганно проговорил один из стрелков. Прапорщик и сам видел, что опасность нарастала с каждой секунды. Гарнизон форта слабел все больше. В мутном свете прожекторных лучей темной массой проступали приближавшиеся колонны противника. Наступил момент действовать картечью. — Заряжай! — скомандовал Зонарев. — Давно заряжена! — отозвался наводчик. — Пли! Выбросив вперед огненный столб и струю визжащей на лету картечи, пушка отлетела назад, но ее тотчас же накатили на место. — Больно высоко! — картечь над головами пошла! — пробормотал наводчик. — Надо брать пониже! — Пли! — заорал не своим голосом прапорщик, заметив в двадцати шагах поблескивавшие японские штыки. На этот раз картечь врезалась в плотную массу человеческих тел. Со стороны японцев донесся протяжные вой, и на мгновение они остановились. Воспользовавшись этой заминкой, пушка дала еще два выстрела, сметая передние ряды наступающих. Подбодренные успехом стрелки и матросы вновь кинулись на врага. Звонарев хотел дать еще один выстрел, но тут произошел взрыв. У самого орудия. Стрельба для скорости велась без пробанивания, и в зарядной камере пушки остались тлеющие клочки зарядного картуза. В попыхах заряжающий не заметил этого, и сунул новый заряд с порохом, который мгновенно взорвался в еще не закрытом орудии. Вся прислуга орудия погибла. Звонарева отбросила в сторону, слегка полив ему лицо и руки. Японцы воспользовались этой заминкой и бросились в атаку. Стрелки и матросы кинулись под прикрытие капанира. Преследуя их, японцы стали быстро распространяться по рвам. Едва поднявшись на ноги, прапорщик опрометью бросился к левому боковому рву. Остановился он уже вблизи казармы. Тут только он заметил отсутствие попахи, шашки и бинокля. Проведя ладонью по лицу, он с удивлением установил отсутствие бровей, усов и чуть пробивающейся бородки. Отдышавшись, Звонарев уже не спеша отправился в казарму. Около ворот его чуть не сбили с ног матросы и стрелки под командой Витгефта, спешившие в правый боковой ров. — Неужели это вы? — подошел Мичман к прапорщику. — Мне только что доложили, что при разрыве орудие вас разнесло на клочки, и в доказательство представили вашу окровавленную попаку. Она лежит на столе в офицерском каземате. — Разве пушку разорвало? — удивился Звонарев. — Мне казалось, что бомбочка попала в сложенные около орудия пороховые заряды, которые взлетели на воздух. Меня отбросило в сторону и немного обожгло. — Идите в казарму. — Там вас перевяжут, а главное, добейтесь у Горбатовского срочной помощи. Фролов ранен еще раз, но не хочет уходить из Капанира. Я постараюсь задержать распространение японцев вдоль рвов, а вы временно командуете тылом. — Двориком форта распорядился мечом. Быстро забинтовав лицо и обожженную левую руку, прапорщик пошел к телефону. Надрываясь от крика, солдаты пытались передать сообщение о положении на форту, но слышимость была очень плохой. Звонарев решил отправить своего связного и набросал коротенькую записку Степанову. Уже три человека ушли в штаб, но ни один из них не вернулся. — Видать, не добрались, — проговорил ординарец, пряча записку, заобшла к шинели. — Я махну напрямик, минуя ходы сообщения, а вось проскочу. Тогда через четверть часа буду в штабе. Тряхнул он головой и вышел. — Отчаянный башкает, Толенин, три раза ранен, а все еще идет на риск, — восторженно сказал телефонист. Звонарев поднялся во внутренний дворик. Здесь было гораздо светлее, так как прожекторные лучи непосредственно падали сюда. Арт-огонь совсем прекратился. Японцы боялись попасть в свои штурмующие части. Справа и слева от форта шла довольно сильная артиллерийская дуэль между осадными и крепостными батареями. Прапорщик тревожно прислушивался к шуму боя. Изорвов доносились ружейные выстрелы, взрывы, крики сотен людей. В таком неопределенном положении прошло с полчаса. Наконец прибежал стрелок с сообщением о прибытии подкрепления роты моряков и полуроты стрелков с двумя пулеметами. Свежие части тотчас же были направлены в бой. Несмотря на сильную контратаку, японцев полностью выбить из форта все же не удалось. Они задержались во рву примерно на тех же позициях, что и раньше. Уже светало. Когда бой закончился, и офицеры собрались в своем каземате. Трижды раненый за ночь фролов полу лежал на своей койке, и, превозмогая слабости, боль продолжала распоряжаться. Обожженный звонарев излагал свои соображения о дальнейшей обороне рвов. Витгефт, у которого сильно болело раненое плечо, молчаливо прохаживался по узкому пространству между столом и походными кроватями. Только прибывший с подкреплениями лейтенант Морозов был еще вполне цел и невредим. — Вас, Сергей Владимирович, я все же выпровожу отсюда, — решил фролов. — Вы обойдете крепостные батареи, с которых видны японцы, засевшие во рву, и дадите артиллеристам указания о стрельбе. Дня через два, когда подживет ваша физиономия, надеюсь, вы вернетесь ко мне. Прапорщик не замедлил покинуть многострадальный форт. Усталый после тревожной бессонной ночи, мучимый ожогами, он все время шел, укрываясь китайской стенкой, и неожиданно для самого себя оказался у батареи литеры Б вместо большого орлиного гнезда, куда собирался попасть. — Что это с тобой случилось, дружище? — приветствовал его Борейка. — Неужели тебя так отделала твоя амазонка? Звонарев рассказал о приключениях на форту. — Так-с, сейчас пойдем и подумаем вместе, чем можно помочь Фролову, — ответил поручик. Офицеры вышли из каземата. С батареей были видны лишь подступы к форту, но не рвы. — Кроме большого орлиного гнезда японцев ниоткуда не увидишь, — решил Борейка. — Но на нем пушек давно уж нет. Ближайшая к ней батарея — малое орлиное гнездо. С нее и надо обстреливать японцев, поместив наблюдателя на вершине большого гнезда. Я сейчас пошлю туда записку с наручным. Тебя же тем временем перебинтует покрасивее мельников, а то не ровен час увидит варе и даст тебе полную отставку. Между нами и так все кончено. — Что же у вас произошло? Звонарев замялся. — Ты встретился с Акинфеевой. — А свирепая амазонка приревновала, — догадался поручик, — около того. И прапорщик рассказал про свои горести. — Не одобряю. Неожиданно серьезно проговорил Борейка. — Люблю, варю, целую Надю, думаю о Лоле. Это, брат, не любовь, а свинство. Выбери себе одну женщину и на других уж не смотри. Борейка был хмур и серьезен. Звонарев с удивлением смотрел на своего друга, которого неожиданно увидел снова еще незнакомой ему стороны. Приход Мельникова с бинтами прервал этот разговор. Началась мучительная процедура перевязки. Ожоги были не сильные, но охватили большую часть лица. — Через неделю все заживет, — вытешал фельдшер. — Красивший прежнего будете, ваш бродь. Утомленный прапорщик прилег на походную кровать и тотчас заснул. Борейка приказал его не тревожить и сам отправился на Орлиное гнездо, чтобы наладить обстрел японцев у форта номер два. Глава шестая Звонарев провел несколько дней на батарее литеры Б, помогая Борейка. Хотя батарея и мало подходила для отдыха, но идти в город прапорщику не хотелось. А на залитерной сидел чиж, одно присутствие которого раздражало его. Прапорщик занялся производством ручных бомбочек. В крайнем каземате была организована лаборатория по их изготовлению. Они делались просто. Пероксилином набивали стреляные гильзы 37-47-мм патронов, вставляли небольшой кусок запального шнура, и бомбочка была готова. За старшего в лаборатории орудовал блохин. Он не отставал от прапорщика ни на шаг, оказывая ему большую помощь во всех его начинаниях. Столовались офицеры вместе с солдатами из котла. Благодаря заготовленным припасам питание на батареях литеры Б и залитерной было сносное, но все же Звонарев со вздохом вспоминал Вариной обеды, которых был теперь лишен. Из гордости он не хотел напоминать Варе о себе, а девушка, видимо, серьезно решила порвать с ним. Борейка по-братски делился с прапорщиком. В один из вечеров на батарее появилась Харитина, с ней пришел и Вася. Мальчик имел весьма солидный вид в длинной до пят японской шинели, в старой генеральской фуражке с повязкой красного креста на рукаве. Увидев Звонарева, он не узнал его и недоверчиво покосился. — Здравствуй, Вася! — приветствовал мальчик и прапорщик. — Так это вы, Сергей Владимирович? — даже взвизгнул от радости Вася. — Тетя Варюш, который день ищут вас, и в штабе были, и в пушкинской школе, тот они обрадуются. — Не смей ей заикаться, что я здесь! — предупредил Звонарев. — Я завтра буду в другом месте. — Ты не слушай его, хлопчик! — вмешался Борейка. — Тете Варе скажи, что мы с Сереженькой совсем умираем с голоду без ее обедов, а если прапорщика здесь и не будет, то я всегда тут мигом проглочу все. — Как же вы чужое возьмете? — Тетя Варя завсегда наказывает мне, как я иду с сутками, чтобы вам не давал, сожрет, говорит, все этот медведь. — И Сережа ничего не достанется! — не унимался Вася. Звонарев хохотал во все горло, а Борейка, скорчив страшную физиономию, свирепо прорычал. — Я тебе пропишу такого медведя, что ты забудешь, как себя смогу звать! Мальчик весело запрыгал на месте. — Пиши, Сереженька, покаянное письмо своей амазонке, а вот завтра поедим доста! — предложил Борейка. Прапорщик написал несколько теплых слов и просил не присылать ему обедов, так как он каждый день будет находиться в разных местах. Получив записку, мальчик с деловым видом спрятал ее в фуражку и собрался уходить, но его задержала Харитина. — К вам я, Борис Дмитриевич, — обратилась она к Борейка, — явите ей божескую милость, защитите от супостата. Проходу мне не дает, пристает с неприличностями, придирается к мужу, ни за что, ни про что оставит под винтовку, да еще впереди наблюдательного пункта, японцам на расстрел. Вчера есть на Егорушке, полу шинели простралили, но они, может, и вовсе убьют. — Что ж я с чижом поделать могу? Чинным он меня старше слушать не станет. Сходи к генералу Белому, а лучше к Варе. Расскажи ей, она сообщит отцу, — посоветовал поручик. — Пока генерал возьмутся за это дело, так штаб с капитан всех солдат на залитерной переведут. Сходил бы ты, Сережа, туда, попробовал уговорить эту сволочь. — Со мной чиши разговаривать не станет, он меня не переносит. — Вы бы, Сергей Владимирович, будто ненароком, по другому делу зашли на наблюдательный пункт. Штаб с капитан провинившихся ставят под винтовку впереди пункта, а сами сидят в броневой башне и смотрят чисто, а с питанием человек, — чувством проговорила Харитина. Звонарев обещал на следующий же день побывать на залитерной. — Эх, не сносить чижу головы, — заметил Борейка, когда Харитина и Вася вышли. — Убьют его солдаты. На следующий день прапорщик отправился на залитерную. Подойдя к батарее, Звонарев увидел трех солдат, стоявших под винтовкой, в их числе Ярцева и Зайца, перед ними расхаживал Чиж. — Я вас, сволочей, научу, как служить. Сгною под винтовкой. — Распустились, мерзавцы! — бесновался он, поднося кулаки к лицам солдат. По команде солдаты повернулись и пошли по направлению к наблюдательному пункту, расположенному на вершине залитерной горы. — Встаньте в ста шагах! Впереди пункта! — крикнул им вдогонку Чиж. — Здравствуйте, Сергей Владимирович! — приветливо обратился он к прапорщику. — Какие новости? — По-видимому, начинается новый штурм крепости. Поэтому рекомендуется солдат далеко от батареи не усылать. Не равен час прорвутся японцы на залитерную, как в августе. — Тогда каждый человек будет на счету, — ответил Звонарев. — Зачем изволили пожаловать на залитерную? — поинтересовался Чиж. — Я тут совсем пропадаю от холода и сырости в обществе тридцати вшивых канониров и одной грязной солдатской шлюхи. Может быть, вы не откажете замолвить за меня словечко перед его превосходительством, вашим будущим тестем? — Я не собираюсь стать родственником Белого, — сухо ответил прапорщик. — Что ж вы скромничаете, Сергей Владимирович? Все в Артуле говорят о вашей свадьбе с мадемуазель Белой. В это время с горы показались артиллеристы с раненым на руках. Никак кого-то убило. — Уж не моего ли Егорушку? — вскрикнула вышедшая из кухни Харитина и бросилась им навстречу. Прапорщик поспешил за ней. Раненым оказался заяц. Пуля ударила ему в бедро, как только он встал под ружье на указанное штабскапитаном место. Артельщик был без сознания. Из наскоро перевязанной раны падали на землю густые капли крови. Звонарев пощупал чуть заметный пульс и велел отнести раненого в офицерский блиндаж. Но Чиж решительно воспротивился этому. — Наполовину представляется жидовская морда! — брюзжал он. — Ему и на кухне хорошо, а вы марш обратно на место! — обернулся он к Ярцеву и к другому солдату. — Казните нас здесь, ваш бродь! — А под расстрел мы не пойдем! — угрюмо ответил Ярцев. — Что? — взвизгнул штабскапитан. — Да я тебя изувечу! И он с кулаками бросился на солдата. Не помня себя от возмущения, Звонарев бросился вперед и стал между Ярцевым и Чижом. — Как вы смеете, прапорщик, мешать мне, когда я наказываю солдата? — заорал Чиж. — Мордобой не предусмотрен в числе дисциплинарных взысканий. Едва сдерживая себя, — проговорил Звонарев. Кроме того, подобное обращение с солдатами недостойно культурного человека. — Молчать! Прочь с дороги! Штабскапитан вновь ринулся к Ярцеву, но Звонарев его не допустил, схватив за руку. Чиж рывком освободил руку и, выхватив револьвер, направил его на прапорщика. Ярцев изо всей силы ударил штабскапитана по руке, грохнул выстрел, пуля пролетела мимо. Тогда с искаженным от ненависти лицом Чиж один за другим два раза выстрелил в живот Ярцеву. Солдат со стоном повалился на землю. В то же мгновение Харитина кинулась на штабскапитана и, схватив за горло, опрокинул его на землю. Сбежавшиеся на выстрелы солдаты отнесли в блиндаж смертельно раненого сказочника и с трудом оттащили молодую женщину от избитого и сцарапанного чижа. — Подать мне винтовку! — прохлепел Чиж. — Я должен кровью этой шлюхи смыть нанесенное мне оскорбление. — Вы арестованы, господин штабскапитан, — заявил Звонарев. — Отвезти его благородие в блиндаж и выставить к дверям часового, — распорядился прапорщик. Чиж пытался сопротивляться, но двое солдат подхватили его под руки и поволокли в блиндаж. Звонарев по телефону сообщил о происшествии Борейко и спросил, что ему делать. — Японцы готовятся штурмовать форты и батареи. Принимай командование на залитерной. А потом донеси обо всем белому. Присмотри, чтобы этот Чижик не вздумал улететь, а то солдаты бросятся за ним и растерзают его на части. Я сам готов немедленно прикончить его. Сама суда не допускать, — предупредил Борейко. Звонарев зашел в блиндаж к раненым. Заяц пришел в себя и тихонько стонал. Ярцев был в агонии, Харитина тихо плакала над ним. — Неужто штабс-капитану ничего не будет за сегодняшнее смертоубийство? — чуть слышно спросил артельщик, узнав Звонарева. — Что бы там ни было, от меня он не уйдет своими руками. — Смертью казню душегубу проклятого! — крикнула Харитина. — А потом опять в стрелки пойду. Грохот орудий заставил Звонарева поспешить на командный пункт. Затрещал телефон. Из штаба фронта передали приказание поддержать огнем Куропаткинский люнет. Первые же снаряды, пущенные из-за литерной, легли очень удачно. Штурмующие колонны японцев залегли, а затем начали откатываться назад. Соседние батареи присоединились к залитерной, и японцы в беспорядке побежали. Русская артиллерия преследовала их своим огнем, и к трем часам дня штурм на всем участке был отбит. Воспользовавшись затишьем, прапорщик прошел на батарею. Уже издали были слышны плач и причитания Харитины. Звонарев понял, что Ярцев скончался. Возле кухни белоногов с несколькими солдатами на скорую руку сбивали гроб для сказочников. По заведенному обычаю всех утесовцев, где бы они ни умирали, на позициях ли, в госпиталях, хоронили на кладбище около электрического утеса за небольшой скалой у самого моря. За время осады там выросло несколько десятков небольших солдатских надмогильных крестов. С батареи литеры Б тоже пришли солдаты проститься спокойным. Пришел и Борейко. Он долго смотрел в лицо Ярцева, затем положил земной поклон. — Прости, сказочник. Если когда ненароком обидел, с чувством проговорил он, а с убийц твоим мы посчитаемся. Затем он обернулся к Харитине и погладил ее по голове. — Не кручинься ты, молода, найдешь себе еще человек по сердцу. Блохин наскоро простился с Ярцевым, но зато долго шептал что-то на ухо Харитине. Заметив движение на батарее, Чиж потребовал к себе звонарева. Прапорщик подошел. — Как старший в чине, я приказываю вам немедленно освободить меня из-под незаконного ареста, иначе я применю силу оружия, — угрожал штабс-капитан. — В случае малейшего непоминаения часовым вы будете немедленно расстреляны на месте, — ответил звонарев. Штабс-капитан растерялся. Мягкий, деликатный, застенчивый прапорщик вдруг заговорил языком барейко. Даже обычно приветливое и улыбающееся лицо звонарева теперь было хмуро и непроницаемо. — Блохин, — позвал барейко, — на тебя возлагается обязанность сторожить арестованного, пока за ним не пришлют из управления. Слушаюсь, ваш бродь. Не извольте беспокоиться, не убьет. Разве на тот свет? Хмур отозвался солдат и, вскинув трофейную японскую винтовку, расположился у входа в блиндаж. К вечеру начался новый штурм. Японцы обрушились орудийным огнем на китайскую стенку и батареи второй линии, к числу которых принадлежала изолитерная. Ежеминутно падали десятки снарядов. В воздух наполнился массой осколков со свистом, летевших во всех направлениях. Звонарев приказал солдатам спрятаться в блиндажи, а сам продолжал наблюдение. Только с темнотой окончился обстрел, и прапорщик вернулся на батарею. Перед ним встал вопрос, что делать с чужом. Еще днем он послал донесения в управление артиллерии, но ответа не было. Штабс-капитан опять вызвал его к себе и справился о своей дальнейшей судьбе. От его прежней заносчивости не осталось и следа. Заискивающим голосом он просил убрать часовых, особенно Блохина. Этот бандит обязательно прирежет меня ночью, — говорил он. — Верните мне хоть оружие для самозащиты. По уставу арестованным не полагается иметь при себе оружие. Блохин, смотри в оба! — обернулся к солдату прапорщик. — Слушаюсь, пожалуйте в блиндаж, ваш бродь! И он вплотную приставил штык к животу чижа. Тот отчаянно взвизгнул и отскочил назад. — Не так стремительно, господин чиж! А то не ровен час споткнетесь и упадете, — иронически заметил прапорщик. Штабс-капитан со злостью хлопнул дверью. Звонарев решил на ночь поместиться в одном из солдатских блиндажей. Вскоре вернулись с утеса солдаты, провожавшие Ярцева в последний путь. С ними пришла и Харитина. Она уже не плакала, а была сурова, молчалива. — Честь имею явиться! — доложил прапорщик у Родионов. — А, Сафрон Тимофеевич! — обрадовался прапорщик. — Что, поправился? — Так точно. Почти все зажило. На утесе сегодня представился капитан. Они наполовину заживо сгнили от ценги. — Царство им небесное! Добрый их солдату был командир! Никого зря не обижал! — закрестились солдаты, узнав о смерти Жуковского. — Отчего это хорошие люди умирают? А такая вредная для солдат птиц, как наш, чий же их живет, да еще и других людей убивает! — задумчиво проговорил Юркин. — Дай срок, и ему башку открутим! — отозрался Блохин. Прапорщик по телефону сообщил Борейка о кончине Жуковского. Поручик тяжко вздохнул. — Всем хорош был покойник, да больно мягок со всякой сволочью, вроде Чижа! — проговорил он. Совсем уже поздно прибыл ординариц из управления артиллерией с приказом направить Чижа в распоряжение Белого. Штабс-капитан прежде всего потребовал возвращения себе оружия и хотел расправиться с Харитиной, но она уже ушла с батареей. Тронуть же солдат Чиж не решился и, не прощаясь с прапорщиком, пошел пешком в город. Ночь выдалась темная, туманная. Чиж не заметил, как за ним неотступно двигались две тени. Когда он проходил по глухому пустынному району около Пресного озера, перед ним неожиданно появились двое. Штабс-капитан принял их за ночной патруль и крикнул. — Штабс-капитан, Чиж идет по делам службы в управлении артиллерии! — Вались, Богу, ваш брать! Сметь твоя пришла! Прозвучал грудной голос Харитины, переодетый уже в солдатскую одежду. — Да как ты, сволочь, смеешь! — выхватил Чиж из кармана Наган, но в то же мгновение другой солдат сбил его с ног ударом приклада. Офицер ткнулся лицом в грязь и заверещал. — Братцы, пощадите! Харитина! Деловито нацелившись, всадил из штык под левую лопатку Чижа. Короткий стон, хрип, и все было кончено. Труп оттащили в ближайшую воронку. Булахин положил ему на грудь бомбочку и поджег фитиль. Теперь текая им Харитина, и они исчезли в ночном мраке. Через мгновение раздался глухой взрыв. Наутро патруль обнаружил труп неизвестного офицера, у которого была снесена голова и верхняя часть туловища. Следствием установили его личность и определили, что он погиб от случайного снаряда. Ночью Звонарев получил приказ срочно прибыть в штаб генерала Горбатовского. Прапорщик нехотя встал с постели и, выйдя из блиндажа, позвал старшего фейерверкера Родионова. — Я отправляюсь в штаб. — Ты останешься старшим на батарее, — распорядился он. — Утром доложи об этом поручику Борейко. Стояла мутная ноябрьская ночь, шел мокрый снег, изредка срывался ветер. По дороге уныло тянулись темные силуэты солдат, матросов, повозок. После почти часового путешествия пешком Звонарев, наконец, попал в штаб. Там он застал капитана Степанова, с воспаленным от бессонницы глазами, бегающего от одного телефона к другому. Тут же находился окончательно поглупевший от переутомления генерал Горбатовский. — На форту номер три ранены Булганов и Соломонов, и большие потери в людях. Туда двинуты баянцы во главе с лейтенантом Саймановым. — Отправляйтесь немедленно и примите на себя командование всей артиллерии форта. Японцы в настоящий момент лезут на бруствер, им удалось захватить Капанир, и, кроме того, они засели во рву, — дал указание Степанов. Прапорщик попросил разрешения взять с собой на форт своих солдат. Капитан охотно согласился, и Звонарев тут же отправил записку Борейко с просьбой прислать Блохина, Юркина и Лебедкина. Спотыкаясь в темноте, на каждом шагу прапорщик только к рассвету добрался до места назначения. Занималось туманное серое утро, окрестные горы сливались с небом, продолжал идти мокрый снег. На форту прапорщика встретили матросы и проводили его к Сайманову. — Японцы подготавляют взрыв переднего бруствера форта, — взволнованно проговорил лейтенант. Слышный стук и возня во рву. — Боюсь, что взрыв может произойти каждую минуту, и не знаю, что мне предпринять. — Отводи солдат в казармы и к горжевому рву, а впереди оставь только часовых, — посоветовал прапорщик. Лейтенант тотчас же отдал необходимое распоряжение. Затем оба офицера прошли во внутренний дворик форта. С помощью стрелков и матросов артиллеристы сделали бруствер из мешков, наполненных землей. Здесь же установили три полевые пушки, возле них положили картечи, картузы и с порохом. За наводчиков, около орудий, прапорщик поставил подошедших утесовцев. С ними пришла и Харитина в солдатском аммунировании. — Дозвольте, ваш бродь, остаться при вас, — попросила она. — Вы опять перешли на солдатское положение, — удивился прапорщик. — После смерти Егорушки мне жизнь совсем опостылила. Я решил вернуться на позиции. Только теперь артиллеристом, а не стрелком. Матросы тоже обратили внимание на Харитину. Кое-кто даже попытался поухаживать за ней, но, получив решительный отпор, незадачливые кавалеры поспешили ретироваться. — С огоньком! — улыбнулся Сайманов, издали наблюдая за Харитиной. Наступило утро. — Холодное ноябрьское солнце! — осветило окрестности Артура. Звонарев каждые четверть часа ходил в Патерну, ведущую в передний Капонир, и там прислушивался к стуку, доносившемуся из подземного коридора. Двое часовых зорко следили за происходившим во рву. — Японец дюжей торопится! Вот-вот взорвет мину! — тревожно докладывали они прапорщику, но продолжали оставаться на своих местах. Около трех часов дня стук прекратился. Звонарев понял, что момент взрыва приближается. Он отвел всех солдат к тыловой казарме, велел зарядить орудие, сам стал за наводчика у правой пушки. Стреляет только тогда, когда японцы взберутся на бруствер, — предупредил прапорщик Блохина, Юркина и Лебедкина. Прошло несколько томительных минут. Звонарев уже начал думать, что он ошибся. Ожидая немедленного взрыва, как вдруг земля вздрогнула, Передний бруствер чуть колыхнулся и сразу глубоко осел. В то же время из переднего рва поднялось густое облако темно-сизого дыма. Стало очевидно, что вследствие слабой забивки камуфлет прорвался в ров и вызвал лишь частичное оседание бруствера. Вслед за взрывом раздались крики Бонзай, и японцы ринулись на штурм. На переднем бруствере сначала показались два офицера, Которые обнаженными шашками указывали путь своим солдатам. Не торопись стрелять! Еще раз напомнил прапорщик. Блохин ерзал от нетерпения на месте. Его лицо разгорелось от возбуждения. В правой руке он держал вытянутый шнур, в левой свою трофейную винтовку. У Юркина постукивали зубы, и он беспокойно вертел головой то в сторону прапорщика, то в сторону японцев. Между тем, с каждой секундой на бруствере появлялось все больше японцев. Вскоре они заполнили весь передний вал. Офицеры взмахнули саблями, и несколько сот человек со штыками наперевес ринулись внутрь форта. «Плей!» — скомандовал Звонарев. Картечь свизгом врезалась в густые еды наступающих, все сметая на своем пути. Когда дым рассеялся, артиллеристы увидели перед собой десятка-полтора японских солдат, а остальные усеяли своими телами всю переднюю часть дворика. Дружным залпом моряки добили уцелевших. Артиллеристы снова зарядили орудие. Не прошло и пяти минут, как новая волна штурмующих нахлынула на форт, но и она была сметена картечью. Огромные потери, понесенные японцами, их все же не смутили. Через несколько минут во рву раздались воинственные звуки горна, слившиеся с оглушительными криками «Бонзай!» и третья, еще более многочисленная колонна, кинулась на внутренний дворик. Ни картечь! Ни ружейные залпы не смогли уничтожить всех японцев. Вокруг орудий завязалась рукопашная схватка. Звонарев с кучкой солдат отбивался от наседавшего врага. Харитина очутилась рядом с прапорщиком, она с яростью орудовала штыком и приколола несколько человек. Блохин схватился в рукопашную с японским офицером, опрокинул его на землю, пытаясь задушить, но тут на него налетел солдат, и не ударь его, звонарев штыком, смерть Блохина была бы неизбежной. Подошедшие стрелки опрокинули японцев и отбросили их. Вместе с моряками на плечах японцев они ворвались в ров и перекололи почти всех отступающих. Наступили ранние зимние сумерки. Артиллеристы со стрелками принялись за уборку множество трупов, лежавших на дворике и брустверах. Убитых сбрасывали в левый ров, где их складывали как дрова штабелями, чтобы они не мешали обстрелу. Харитина принесла звонареву банку консервов, галеты и бутылку коньяку, наши все целы, справился у нее прапорщик. Все, только Блохину японец чуть нос не откусил. И так был некрасив, а тут и вовсе на черта стал бы похож, улыбнулась она. Вскоре появился Блохин с перевязанной физиономией, но в сильно приподнятом настроении. — Я, ваш бродь, решил сегодня попробовать сходить в разведку, не знаю, что из этого выйдет, — проговорил солдат. — Только не в эту ночь. Мы будем заняты исправлением повреждений на форту, — предупредил его прапорщик. Вечером на форт прибыл водовод со своей сороковедерной бочкой, запряженной парой мулов. Вместе с ним появился Вася с неизменными судками. — Кто тебе позволил прийти сюда? — набросился на него прапорщик. — Узнает об этом тете Варе, попадет тебе от нее. — Я вас шукал на литербе. Ведьмедь хотел был весь обед отобрать, да я не дал. — Насилу узнал, где вы. Записка от тети Варе есть? — Нет. И Вася хитренько улыбнулся. — Пусть, — говорит, — он думает, что я еще сердюсь. А как прочитали ваше письмо, откаж, запрыгали на месте. И сейчас меня послали до генеральшей Стеселевой купить курицу, но я ее и так достал. Опять хитро сощурился мальчик. — То есть как, украл, что ли? — На удочку поймал. — Какую удочку? — А понковерную, что рыбу ловить. Крючок с леской, только без удилища. Курт ходит по двору за забором. Я их подзову и кидаю крючок с хлебом. Они начинают клевать, а я их тут птикаю, дергаю за леску. Смотришь, крючком и зацепил какой-нибудь. Тащу через забор. Она, конечно, верещит. Тут я ей голову сворачиваю, да и деру. Нетропливо рассказывал Вася. — Да, знаете, тетя Варя, по головке тебя не погладит за такие художества. Неодобрительно покачал головой прапорщик. — А вы ей не сказываете? Все же суп из курицы пришелся звонареву по вкусу, равно как куриные котлетки. Харитина наградила Васю несколькими банками консервов, найденными у японцев. — Ты скажи, барышня Варя, чтобы она за Сергеем Владимировичем не беспокоилась. Нас японец кормит, — улыбнулась она. Вася попросил оставить его на форту до утра. Хочу поближе посмотреть на японца, какой он с виду. — Во рву не одна сотня дохлых валяется. Можешь и сейчас на них полюбоваться, — ответила Харитина. — Дай не место здесь малому дитю. — Подрастешь, тогда и сам пойдешь на войну, всего насмотришься. Огорченный мальчик вместе с водовозом отправился в обратный путь. Как особую драгоценность он нес японскую фляжку и перочинный ножик с несколькими лезвиями. Ночь на форту прошла спокойно. Перед рассветом Звонарев отправился в обход постов. На Гласисе японцы рыли новую траншею, а в десятки шагов от них русские из мешков с землей выкладывали бруствер. Изрядно морозило. Солдаты согревали дыханием руки и топали ногами. Днем японцы произвели еще две вялых атаки на форт, которые легко были отбиты. Также безуспешны были их попытки овладеть фортом номер два и укреплением номер три. Понеся большие потери, осадная армия вернулась в исходное положение. Прибывший на форт номер три новый комендант капитан Усенко, немолодой уже человек с длиннейшими запорожскими усами, неторопливо обошел укрепление, познакомился с солдатами и решил с наступлением темноты произвести вылазку с целью узнать, что делается у японцев. Приехавший позже капитан Степанов нашел, что достаточно послать в разведку двух-трех солдат, а не целый взвод, как предполагал Усенко. — Поскольку прапорщик Звонарев лучше остальных офицеров, знаком с расположением и обороной форта, то он и назначается мною, временным комендантом его. — Капитан же Усенко будет его непосредственным помощником и заместителем, — распорядился Степанов. Капитан поморщился, но возражать не посмел. Сайманов дружески похлопал прапорщика по плечу. Ты делаешь карьеру не по дням, а по часам, дорогой Сережа. Это к концу осады ты окажешься по меньшему рекомендантом крепости, если не заместишь самого Стесселя. Вечером Звонарев вызвал охотников из числа стрелков и матросов, но желающих не оказалось. Тогда вышли вперед Блохин, Юркин и Харитина. — Эй, охочий ваш бродь, с японцами поиграть в кошки и мышки! — оскладился Блохин. Прапорщик хотел было отговорить Харитину от намерения идти в разведку, но она решительно настаивала на своем. Уже за полночь трое разведчиков вышли из столового рва и поползли в сторону японцев. Звонарев с десятком стрелков и матросов взобрался на наружный скат правого рва. Наблюдая за движением разведчиков, он ежеминутно готов был подать им помощь. Сначала все было тихо. Раздавались только ружейные выстрелы. Затем у японцев тявкнула собака, за ней другая. — Почуяли, сволочи! — забеспокоились стрелки. Но лай вскоре прекратился. Прошло несколько томительных минут. Вдруг справа раздался грохот взрыва, отдельные вскрики, и вспыхнула сильная ружейная перестрелка. В лопались! — мелькнуло в голове Звонарева. — Смотри, теперь ребята, в оба где наши! — крикнул он солдатам. Стрелки, без напоминания, старательно вглядывались в окружающую темноту. На фоне мутного неба промелькнула тень, и тотчас же показался запыхавшийся блохин. Харитину ранило, упало недалеко. Подсобить ее вынести! — прохрипел он, едва переводя дух. Разорванный рукав шинели блохина постепенно темнел. — Тебя что, ранило? — спросил прапорщик. — Не извольте беспокоиться, ваш бродь. Зацепила малость. Харитину вот бы вытащить. Пули свистели в воздухе. Громко щелкая при ударе о мерзлую землю, солдаты замялись. — Переждать надо, ваш бродь, пока японец малость поуспокоится, — заметил кто-то из них. — Пойдем со мной, блоха! Неожиданно предложил Звонарев и выскочил из-за укрытия. Блохин мгновенно оказался рядом с ним. Пробежав шагов двадцать, солдат приостановился. — Где ты тут, в темноте не разберешь. — Харитина, отзовись! — в полголоса позвал он. — Ружейная трескотня! — заглушил его голос. Прапорщик опустился на землю и стал ощупью шарить вокруг себя. Немного в стороне он вскоре наткнулся на что-то. — Харитина, это вы? — тихо спросил он. В ответ послышался слабый стон. Звонарев подхватил молодую женщину на руки и побежал по направлению рва, но не успел он сделать и десяти шагов. Как что-то сильно ударило его по ногам, и он упал, выженив свою нож. Харитина громко охнула и смолкла. Прапорщик попытался было встать, но с удивлением почувствовал, что ноги его не слушаются. Тогда он ощупал их и тотчас же почувствовал на ладони горячую, липкую жидкость. — Ранен! — мелькнула мысль, и он сразу ослабел. — Харитина! — чуть слышно позвал он, но не получил ответа. Собрав последние силы, прапорщик пополз к форту. Вскоре он свалился в глубокую воронку от снаряда. Варя кипятила инструменты в операционной, когда перед ней неожиданно вырос запыхавшийся Вася. Он был в шинели, фуражке и грязных сапогах. — Как ты смеешь в таком виде входить сюда? — набросилась на него девушка. — Теть Варя, они пропали! — только мог ответить мальчик. — Кто? Где? Сергей Владимирович! Пошли ночью в разведку с тетьей Харитиной. Теть-то убила, а они пропали, не нашли их. Варя выронила банку из рук и опустилась на табуретку. — Когда это случилось? — глухо спросила она. — Этой ночью я был в штабе, смотрю, лежит тетя Харитина, совсем мертвая, лицо в крови, а рядом солдаты о ней горюют. А я и спросила Сергея Владимировича. Они говорят, пропал он безо всякой вести, ни то убит, ни то японец к себе уволок. Варя побежала к главному врачу госпиталя и попросила разрешения уйти с работы. Мы вас, мадемуазель, никогда не неволим, ведь вы работаете добровольно. Но что случилось? На вас лица нет? Погиб близкий мне человек. Неужели этот развощекий веселый прапорщик, как жаль виднягу, начал было протопопов, Варя разразилась громкими рыданиями и торопливо ушла. — Пойдем сейчас же со мной в штаб, — позвала она Васю. Через минуту они шлепали по мокрой дороге, направляясь к фортам. — Господин капитан, скажите, ради бога, где звонарев? Нездоровая собратилась Варя к Степанову, когда они добрались до штаба Восточного фронта. — К величайшему сожалению, мадемуазель, ничего не могу вам ответить на этот вопрос. Известно только, что прапорщик был ранен ночью и остался между окопами. Утром его на поле не обнаружили. Вероятнее всего он попал в плен к японцам. — Я хочу лично отправиться на поиски Зварева. В меня-то, женщину, представительницу Красного Креста, японцы стрелять не станут. Они не позволяют подбирать раненых. — И всегда обстреливают наших санитаров из ружей и пулеметов. — Но ведь это варварство! — Степанов пожал плечами. Варя позвонила по телефону Борейко. — Наш Сереженька пропал без вести, — сообщила она. — Только для вас или на самом деле? — попытался пошутить поручик. — Он не вернулся из ночной разведки. — Надо немедленно принять меры к его розыску, — забеспокоился Борейко. — Я сейчас пришлю к вам Родионова с несколькими солдатами. — А где же Блохин? — Как-то он не усмотрел за своим офицером. Кроме того, ведь там была и Харитина. Ее уж нет в живых. Спасая ее, Сережа и погиб. Варя не могла спокойно сидеть на месте, и в ожидании Родионова решила взобраться на скалистый кря, чтобы осмотреть окрестности форта в бинокль. Там далеко не безопасно, — предупредил ее Степанов. Но девушка только досадливо махнула рукой. Вася не замедлил присоединиться к ней. — Тетю Харитину уже схранили, — в общей могиле с солдатами, — сообщил он и всхлипнул. Варя ласково погладила его по голове и прижала к себе. — Осиротели мы с тобой, мой мальчик, — проговорила она, утирая слезы. Со скалистого кряжа форт номер три и его окрестности были видны, как на ладони. Вся земля вокруг была изрыта тысячами больших и малых воронок. Между ними лежали трупы русских и японцев. Но как ни вглядывала сваря, среди них не было ни одной светло-серой офицерской шинели. Девушка со вздохом опустила бинокль. Вася тоже тщетно искал Звонарева. Над их головами то и дело свизгом пролетали снаряды. Иногда поблизости вздымался черный столб дыма, но ни Варя, ни мальчик не обращали на это внимания. Опечаленные, они вернулись обратно в штаб. Вскоре подошли утесовцы Родионов, Кошелев, Белоногов, Жиганов, Смекалов, Братовский. — Не кручиньте, есть барышня! — утешал Варю фейерверкиш. — Не может его быть! Чтоб мы своего прапорщика не нашли, на дне морском атос ищем. Только его японец к себе не уволок. Вместе с артиллеристами Варя отправилась на форт номер три. Там их встретил уже предупрежденный штабом Сайманов и повел девушку в офицерское помещение. Усенко, узнавший от лейтенанта, кто такая Варя, старался по мере возможности быть любезным и предупредительным. — Где Блохин и Юркин? — прежде всего спросила девушка. — Ой, здесь барышня. Юркин и Блохин, уже успевшие оправиться от легкой раны, остановились перед ней. Варя заставила их рассказать об обстоятельствах исчезновения Звонарева. — Что же вы предполагаете предпринять дальше? — спросила она у офицера. — Как стемнеет. Вышли мусиленную разведку, и под ее прикрытием обыщем весь район, где нашли труп Харитины. Прапорщик должен быть поблизости от этого места. Уговорились, что моряки со стрелками будут прикрывать утесовцев, которые взялись обыскать весь участок, где можно было предположить присутствие Звонарева. Как Варю не отговаривали, она все же поднялась на внутренний дворик форта и попыталась с бруствера осмотреть местность. Но японцы быстро заметили ее и открыли огонь из ружей. Сайманов почти насильно увел девушку в казарму. Родионов с утесовцами, собравшись в углу, обсуждали подробности предстоящей ночной разведки. К вечеру на форт пришел Борейков. Отпросился у начальства в город на отдых, а сам решил поискать Сережу. Объявил он здорово из Сайманова и Вари. Затем поручик отправился осматривать форт. — Здесь надо подправить бруствер, в передних углах дворика установить противоштурмовые пушки для обстрела рвов, в толовом рву разместить пулеметы и скорострельные орудия, — делал он указание стрелкам и матросам. — Комендантом в форте ведь состоит капитан Усенко, а не ты. Он будет на тебя в претензии за твое самоуправство, — предупредил поручика Сайманов. — В таком случае можешь передать ему от меня, что он глупец. Коль своего ума не хватает, так попроси и у других. Ни стрелки, ни моряки не знали, кто такой этот большой и решительный поручик, зачем он явился на форт, но все стремительно бросились исполнять отданные им распоряжения. — Откуда такой? — спросили они у артиллеристов. — Прапорщиков, дружок, наш ведьмедь, — с гордостью ответил Блохин. — Самый башковитый офицер в артурии, и водку хлещет, как воду, ишь ты. А как насчет солдатской морды? — Не обижаемся, без дела в рыло не дает. Обойдя форт, Борейко в сопровождении Блохина и Родионова отправился на расположенную сзади прожекторную горку и отсюда осмотрел то место, где, предположительно, мог находиться Звонарев. — На поиски пошлем три группы. Одна пойдет прямо вперед, другая левее, а третья вправо. — За старшего поставим Блохина, Белоногого и Лебедкина. Ты, Сафрон, останешься со мной. — Распределил роли поручик, вернувшись на форт. — Я тоже хочу отправиться на поиски, — заикнулась Болываря. — Попробуйте только. — Запру в пороховом погребе, а затем прикажу совсем увезти с форта, — пригрозил Борейко. — Вы не имеете права, — начала Болываря. — Я буду действовать без всяких прав, но мешать нам не позволю, — внушительно говорил поручик. Варя хотела было ответить дерзостью, но Борейко уже повернулся к ней спиной и продолжал разговаривать с солдатами. Вася, вертевшийся тут же, только таращил глаза от удивления. Никто еще так дерзко не обращался с его повелительницей, и она все это молчаливо сносила. — Приготовьте-ка лучше носилки и перевязочные средства для Сережи, — обернулся Борейко к обиженной девушке. — Они ему, наверное, пригодятся. Около девяти часов вечера поручик разрешил начать поиски. Сам он расположился в правом рву, тут же с носилками поместил и Сываря. Она то и дело поднималась наверх, стараясь что-нибудь увидеть в окружающей темноте. Стояла безлунная, чуть морозная ночь. Временами налетал густой туман. У японцев было тихо, только изредка тявкали их стражевые собаки. Время тянулось томительно долго. Борейко начал сердито посапывать носом. Сайманов нервно курил папиросу за папиросой. Один у Сенка, также пришедший в ров, лениво позевывал. Наконец вернулась первая партия солдат. — Своими руками обшарил все ямки и воронки. Нигде прапорщика нет, — сокрушенно доложил Лебедкин. — Передохнете и пойдете еще раз, — распорядился поручик. Вскоре так же ни с чем вернулся Белоногов. Вертевшийся около своей тети Вася, наскучив бездеятельностью, взобрался на наружную стенку рва. Перед ним в темноте чуть проступали колья проволочного заграждения, за которыми тянулись японские траншеи. Мальчик, сильно бьющимся от волнения сердцем, осторожно пополз вперед. Он боялся японской пули и гнева своей свирепой повелительницы, но все же потихоньку двигался. Он легко прополз под проволокой, обогнул коле и камни и оказался за линией проволочных заграждений. Перед каждой ямой или воронкой мальчик задерживался, тихонько окликал звонарева и шарил руками. Незаметно для себя он отполз настолько далеко, что брусь тверфорта стал чуть заметен в ночной темноте. Где-то вблизи тявкнули собаки в японских траншеях. Вспомнив о них, Вася испугался, решил поскорее возвращаться назад, но сбился с прежнего направления и пополз напрямик. Неожиданно он оказался перед большой глубокой воронкой. — Сергей Владимирович! — тихонько окликнул он больше для чистки совести. — Я... — вдруг отозвался, слабый голос. — Это кто, Блохин? — Нет, это я, Вася. Тетя Варя с ведьмедем вас шукают и никак не могут найти. Ползите за мной, тут недалече. — Сонарев пошевелился и громко застонал. — Не могу. У меня ранены обе ноги. Дай мне напиться. Воды нету. Подождите, чуток. Я мигом доползу до форта и приведу сюда солдат. Только вы о себе голосом подавайте сигнал, а то дюже темно, и Вася исчез. Теперь он уже передвигался быстрее, не обращая внимания на острые камни и колючую проволоку. Добравшись до рва, он чуть не кувырком скатился в него прямо к ногам Варя. — Да перестань ты шалить, негодный мальчишка! — рассердилась на него девушка. — Я их нашел, тетя. Они тут недалече, в воронке, живые, только без ног. То есть ходить не могут и пить просят. Без передышки выпалил мальчик. — О, Господи, да говори ты толком! — встряхнула его за плечи Варя. Тогда Вася уже подробно рассказал обо всем сначала девушке, а потом Борейко и остальным офицерам. Поручик отнесся с недоверием к его рассказу. — Ты не брешешь, хлопец? — сурово спросил он. — Да нет же. Он никогда ничего не выдумывает. Надо скорее послать туда носилки. И вступилась за своего воспитанника Варя. — Лохин, Белоногов, отправляйтесь с мальцом! — распорядился Борейко. — Он уверяет, что нашел прапорщика. Там, где легко и свободно пролезал Вася, взрослые солдаты застревали и, тихо ругаясь, должны были двигаться в обход. Еще трудней был обратный путь. Звонарева пришлось нести на руках. При каждом движении он слабо стонал, особенно, когда его переносили через проволоку. Шорох привлек внимание японцев, которые открыли ружейный огонь. Последние несколько шагов прапорщика пришлось просто волочить по земле от боли и потери крови. Он потерял сознание, и неподвижный, как труп, наконец, был доставлен в ров. Забыв обо всех окружающих, Варя с плачем бросилась к нему. — Угостить его лучше водочкой, чем слезами, — взял за плечи девушку Борейко. Прапорщик скоро пришел в себя. Его перенесли в казарму. Здесь при свете лампы стало видно, как он осунулся и похудел за истекшие сутки. Глаза ввалились и лихорадочно горели. На щеках выросла темная щетина. Напоив и накормив Звонарева, Варя приступила к перевязке. Оба спога были разрезаны и сняты. На обнаженных, страшно распухших ногах зияли кровоточащие раны. Левая нога была лишь слегка задета пулей, зато вправо виднелась сквозная рана. — Через месяц будешь танцевать, — подбадривал друга Борейко. — Не правда ли, господин Фершел? — обернулся он к Варе. Более опытная, чем поручик, девушка сразу же заметила красную полоску, идущую вверх под коленом. Она знала, что это грозный признак наступающей гангрены. Надо скорее отправить его в госпиталь, так как нужна срочная операция, — произнесла она. — А Харитина где? — слабым голосом спросил Звонарев. — Вогилии, земля ей пухом. — Славная была женщина, — вздохнул Борейко. — Я ее нес, пока меня не ранило, а потом я потерял сознание, — оправдывался прапорщик. И закатился куда-то в сторону, где тебя никто и не думал искать, — пробурчал Борейко. Когда перевязка была окончена, прапорщика положили на носилки, утесовцы бережно подняли их, и весь кортеж под командой Борейко двинулся к штабу Горбатовского. Впереди бежал Вася, о котором совсем позабыли за хлопотами. Мальчик чувствовал себя героем. Сам дядя Блохин приласкал его и подарил ему настоящий японский штык-тесак. Мальчик гордо привесил его себе к поясу, как саблю. Варя шла рядом с носилками, ежеминутно наклоняясь к лицу Звонарева. Она была счастлива, и только опасность возможной ампутации правой ноги омрачала ее радужное настроение. Звонарев в те минуты, когда аварина рука касалась его губ, украдкой целовал ее. Девушка делала вид, что не замечает этого, и с удовольствием вновь и вновь подставляла свою руку к лицу прапорщика. — Поблагодарите за меня Васю. Если бы не он-то, я и сейчас валялся бы в грязные воронки, — тихонько проговорил Звонарев. — Он у нас останется жить до тех пор, пока не вырастет, — решил Варя. — Вы, надеюсь, против этого возражать не будете? — Конечно, вырастем, мальчика, если только я переживу блокаду. Борейка решил проводить своего друга до госпиталя. Варя вместе с Васей пошли вперед, чтобы подготовить место для Звонарева. Борейка все время беспокоился и торопил солдат. Но около Мариинской больницы их неожиданно остановил Вася. Тетя Варя велела нести в больницу Красного Креста, а то у них в госпитале нет местов, — сообщил он. Носилки внесли в вестибюль больницы и поставили на пол. Прапорщик был в полузабытии и временами бредил. — Ничего больше от меня не требуется, — обернулся Борейка к подошедшей Варе. — Надеюсь, вы не будете экспериментировать над Сережей, — с недоверием справился он. — Лечите его обычным способом и не выдумывайте новых средств. — Я думаю, что здоровье Сергея Владимировича мне дорого, — обиделась Варя. — Я боюсь, как бы ему не пришлось отрезать ногу. — Передайте тому хирургу, который это сделает, что я тогда отрежу ему не только ногу, но и голову. — Им врачам только дай потачку, мигом всего исполосуют, — свирепо проговорил Борейка. — Слез зря не лейте, духом не падайте, и докторам ходу не давайте, завтра зайду. И он исчез. Через четверть часа Звонарев лежал на операционном столе. Варя внимательно следила за пульсом. Главный крепостной хирург Борис Викторович Габенет в белом клеенчатом переднике и белом колпаке внимательно разглядывал распухшие сизобагровые голени Звонарева. Рядом с ним в таком же наряде стоял молодой врач Сергей Романович Миротворцев. Врачи перебрасывались короткими латинскими фразами. Варя с трепетом прислушивалась к ним, силия спонять их смысл. — Ампутация правой ноги ниже колена неизбежна. С левой можно повременить еще денек, — решил, наконец, Габенет. — Доктор, миленький, не делайте его калекой! — замолилась Варя. — Вы же сестра, и поэтому должны понимать, что правая нога уже поражена гангреной. — Сегодня мы отнимем только до колена, завтра выше колена, а через день по самое бедро. — Я вас умоляю, подождите еще хоть день, если рану хорошенько очистить. Быть может, удастся сохранить в целости ногу. Я решительно отказываюсь. — Может быть, вы согласитесь на это? — проговорил Габенет, обращаясь к Миротворцеву. Миротворцев внимательно осмотрел Звонарева с головы до ног, выслушал сердце легкие и задумчиво проговорил. Общий хабитус прекрасный, сердце здоровое, упитанность вполне удовлетворительная, никаких даже отдаленных признаков цинги не имеется. — Ну, я его и раньше встречал, юноша, кровь с молоком. — Куда ни шло. — Попробую подождать с ампутацией день, другой я вось молодой организм и справиться. — Как хотите, как хотите, но я снимаю с себя всякую ответственность, — отозвался Габенет. Врачи начали готовиться к операции. — Наркоз! — скомандовал Миротворцев. Операционная сестра Верочка Гаршина наложила маску на лицо прапорщика и стала капать хлороформ. — Ручайте, что не закатите истерики, когда начнем резать вашего жениха, — в упор спросил Миротворцев. — Ручаюсь, без колебаний, — ответила Варя. — Операция продолжалась более двух часов. Раны были глубоко вскрыты, очищены от гноя и народных тел. Затем на них наложили швы, затампонировали и забинтовали. Пот катился с лица Миротворцева, когда он отошел от операционного стола. Габенет все время давал ему короткие советы и помогал при операции. — Мы сделали все возможное и даже невозможное, чтобы избежать ампутации. Теперь все зависит от стойкости его организма, — заверил Габенет девушку. Звонарева поместили в палате в верхнем этаже главного здания больницы Красного Креста. Соседи оказались также артиллеристами и офицерами. Капитан Вахнеев был ранен еще в августе и давно уже поправился, но продолжал отлынивать, лежа в госпитале. Поручик Соломонов два дня тому назад был ранен на том же третьем форту, где и Звонарев. Третьим оказался старый знакомый, прапорщик под Зинжоусскому бою, подпоручик Садыков. Его тяжелая рана в голову заживала с большим трудом. К тому же пристрастие к наркотикам и, в частности, к опиуму, сильно мешало процессу заживления. Появление Звонарева в сопровождении Варя внесло свежую струю в однообразную жизнь палаты. «Нашему полку прибыло!» — весело объявил Вахнеев. «Вы, Варя, не горюйте! Тут врачи чудеса творят! Недавно капитану Ружицкому отрезали голову, а потом по ошибке пришили чужую, какого-то солдата. И представьте, он сразу поумнел!» — добавил Соломонов со своей постели. «Поэтому мы вносим предложение заменить головы и некоторым нашим генералам, вроде Стесселя, а вось они станут похабрее и посмекалистее!» — закончил Садыков. «Последнего, к сожалению, нельзя сказать о тебе, мой друг!» — поддел его Соломонов. Звонарева разбудили с большим трудом от наркотического сна. «Теперь ему нельзя давать спать!» — объявила Варя. «Не беспокойтесь, у нас покойник проснется, не то, что ваш больной!» — уверял Вахнеев. Тянулись длинные тяжелые дни. Звонарев находился между жизнью и смертью. Температура все время лихорадочно прыгала. Миротворцев заходил по нескольку раз в день, щупал пульс, осматривал ноги, качал головой и уходил. Когда жар спадал и воскресала надежда на выздоровление, Варя, осунувшаяся и побледневшая за это время, оживала и начинала усиленно кормить больного бульоном. Затем она радостно бегала по больнице, сообщая всем об улучшении состояния прапорщика. Но как только температура опять взлетала до 41 и выше, она сразу укаменела, неподвижно сидя у постели больного и внимательно следя за его пульсом. Веселые соседи в палате тоже делали серьезнее. Исчезали громкие разговоры и смех, в палате выцарялась гнетущая тишина. — Все же придется ампутировать ногу, — грустно проговорил миротворцев на третий день. — Ох! — схватилась рукой за сердце Варя. — Больше нельзя ждать ни одного часа, — добавил доктор. Опять полуобнаженное, искалеченное тело Звонарева распласталось на велоснежном операционном столе, около которого поместились Гюбинет и миротворцев. Тут же находилась и Варя. Прошло три дня, но гангрена мало подвинулась вперед. Это говорит, что организм стойко борется с ней. Быть может, дальше дело пойдет на поправку, — говорил миротворцев. Едва ли это так. Давайте все-таки поищем гнайник. Нехтя согласился Гюбинет. Варя с трепетом следила за тем, как блестящая сталь с легким треском разрезала кожный покров и погружалась в тело. Кровь брызгала в разные стороны и тонкими темными ручейками сбегала вниз. Ассистирующая сестра поспешила наложить зажимы на кровеносные сосуды. Миротворцев быстрыми и точными движениями сделал два глубоких разреза, затем раздвинул края раны и ощупал что-то внутри нее. Мое предположение верно. По-видимому, гнайник находится здесь. Приготовьте тазик, сестра, — распорядился он. Еще движение скальпелем, и из раны хлынул желто-зеленый гной. — Абсцесс вскрыт. — Теперь его надо только как следует вычистить, — бросил гибинет. — Пульс слабеет, — тревожно сообщила Вера Гаршина, дававшая Занарева наркоз. Миротворцев схватил руку больного. — Два шприца комфоры! — Да поскорее! Недавно еще красное от жара лицо прапорщика быстро бледнело, принимая желтоватый восковой оттенок. Глаза сразу ввалились, нос заострился, и все тело покрылось крупными каплями пота. Не помня себя от ужаса, Варя быстро всадила в руку Занарева иголку. Чуть заметно пульс стал выравниваться, шок благополучно миновал. — Вы оказались правы. Вскрытый гнойник давал температуру, — заметил гибинет. — Посмотрите, как сразу ожило лицо больного. Через несколько минут очистка гнойника была окончена, в рану ввели дренаж. Прошло еще два дня. Температура почти не поднималась. Прапорщик спал круглые сутки, просыпаясь лишь для принятия пищи. Лицо его за эти дни несколько порозовело. — Счастлив ваш бог, сестрица! Будет жить ваш жених, и ноги его останутся при нем, — улыбался миротворца, вглядя на выздоравливавшего. Варя неожиданно громко разрыдалась, закрыв лицо руками. — Что вы, сестрица, ведь все кончилось благополучно. Пойдемте, пойдемте. Я вам дам сейчас валерьянки. И доктор увел плачущую девушку. — Если б вы знали, Сергей Романович, что я пережила за эти дни, — сквозь слезы говорила Варя. — Думаю, умрет он, а виновата буду я, потому что не дала своевременно отрезать ногу. — Остался он жив и с ногами, я еще на вашей свадьбе попляшу, — успокаивал ее миротворцев. — Вы, вы не миротворцев, а чудотворцев! Варя быстро схватила руку врача и несколько раз крепко поцеловала ее. — Что вы, что вы, сестра, поспешила дернуть свою руку? — Доктор. — Здорово, Сережа, ты выглядишь совсем героем, — ввалился в палату Борейко. Белый халат чуть прикрывал его могучие плечи, в руках поблескивали две бутылки с вином. — Решил выпить за твое и Амазонкино здоровье, если, конечно, не запротестует медицина. — Господин офицер, носить больным спиртные напитки не разрешается, — влетела следом за поручиком старшая сестра Красного Креста Дамажирова. — Я несу его здоровым, вроде капитана Вахнеева и этого лодря Садыкова. — А про меня забыл, — сказал Соломонов. — Ну, хотя ты притворяешься больным, но вдвое здоровее меня. Не хотите ли, Марсалы, сестрица, сладкая, специально для дам покупал. — Ой, что вы, да я вина и в рот не беру, поэтому такая худая и сердитая принесите к нам бокальчики. Первый бокал выпьем за вашего будущего муженька. — Откуда вы знаете, что я не замужем? — Ну, иначе вы не были бы такой злой. Посмотрите на Варю белую. Черт, в юбке они женщина, а женится, то есть выйдет замуж за Сережу, сразу станет земным воплощением ангела, — балагурил поручик. Дамажирова махнула рукой и вышла. Вахнеев прикрыл за ней дверь. — Умеешь ты, Боря, с людьми обращаться, даже эту старую ведьму обошел. Она тут всех молодых сестер прямо сосвету сживает, не разрешает им сказать с нами ни одного слова. Зато к молодым людям вроде нашего Садыкова или Звонарева она очень даже благоволит, — заметил Соломонов. — А ты бы, Василий Николаевич, поухаживал за ней? — Может быть, она и к тебе станет благосклоннее, — повернулся Борейка к Вахнееву. — Да ну ее к черту! Вошла Варя, неся в руках несколько стаканов. — Здравствуйте, чертушка! — приветствовала она Борейка. Я так и думала, что это вы пожаловали к нам, когда Дамажирова дала мне эти стаканы. Пришел, — говорит, — веселый офицер с бутылками. Я вот решил вспрыскнуть выздоровление Сережи и устроить в некотором роде мальчишник. Да выздоровление ему очень далеко. Пусть сначала встанет с постели. — Тогда мы поднимем бокал за ваше будущее и счастье, — предложил Вахнеев. — Воспрепятствовать этому я не могу. Не очень любезно отозвалась девушка, но все же пригубила бокал. Остальное допьете вы, — протянула она вино Звонареву. — Но больше ни одной капли я вам не дам. Бутылку водки по-братски разделили Борейка с Соломоновым. Марсалажа досталась на долю Вахнеева и Садыкова. — Вечером угощу сестрицу, да и эту старую коргу Дамажирову, чтобы она нам не мешала, — заявил Вахнеев. Неожиданно появился миротворцев. Потянув воздух носом, он сразу же обернулся к Борейка. — До адмиральского часа, господин поручик, еще далеко. — Тороплюсь на высокую гору. Мимоходом зашел повидать Сережу и поздравить его с выздравлением. Надеюсь, вы успели уже удовлетворить свое желание. Поручику оставалось только откланяться. Звонарев задремал. Война, позиции — все это отошло на задний план. Правда, иногда поблизости с грохотом рвались тяжелые снаряды, звенели разбитые стекла, торопливо прибегали на шум санитары, но после пребывания на атакованных фортах все это производило на прапорчика мало впечатлений. Было уже темно, когда Звонарев чуть приоткрыл глаза. В палате стояли сумерки, лампы еще не зажигали, над ним склонилось женское лицо. — Варя не утерпела-таки и опять вернулась, — подумал прапорчик. — Вы проснулись, Сережа? Неожиданно услыхал он голос Акинфивой. — Варя пошла отдыхать, а я побуду около вас до утра. — Адюша, как вы узнали, что я здесь? — удивился Звонарев. — Мне все рассказал Павлик Сайманов. Его с ротой боянцев поставили в резерв в новом городе. Он зашел к нам и рассказал про вас. Я, конечно, бросилась сюда. По дороге увидела Варю и решилась даже остановить генеральский экипаж. Мы с ней уговорились, что я подежурю около вас. Взяв руку Акинфивой, Звонарев несколько раз приложил ее к своим губам. Поменьше пыла, милый Сережа, — прошитала Надя, отнимая свою руку. Она зажгла свет и начала рассказывать о муже, о последних новостях. — Эскадра Рождественского уже прошла Испанию и теперь идет где-то около Африки. Японцы ее очень боятся и поэтому торопятся взять Артур. Или хотя бы потопить нашу эскадру. Они все время бомбардируют гавань и штурмуют высокую гору, откуда хорошо виден внутренний бассейн. Долго не спылось прапорщику в этот вечер. Затянувшаяся осада порта Артура и приближение эскадры Рождественского вызывали большое беспокойство в Японии и в главной квартире японской армии. Решено было во что бы то ни стало покончить с Артуром в ближайшее время. Полная неудача атак на форты номер 2, 3 и укрепление номер 3 заставили командующего японской армии генерала Ноги перенести удар на соседний участок, на курганную батарею, расположенную в тылу укрепления номер 3. Она была вооружена 16 орудиями различных калибров и оборонялась помимо артиллеристов четырьмя ротами пехоты и ротой моряков. Это был сильный узел обороны, хотя и принадлежал числу временных укреплений полевого типа. Овладение этим пунктом обороны выводило японцев в тыл основной линии обороны и давало возможность проникнуть в глубину крепости. Придавая особенно важное значение этой операции, генерал Ноги сформировал особый отряд из охотников-добровольцев под командой, вызвавшегося руководить штурмующими колоннами генерал-майора Накамура. Генерал отобрал всего около трех тысяч человек, специально их подготовил к действиям в условиях, похожих на те, с которыми им придется встретиться при штурме батареи. Вечером, в день штурма, он собрал свой отряд и перед ним произнес торжественную клятву во что бы то ни стало взять укрепление и прорваться в глубину крепости или умереть. Его солдаты повторили клятву. Чтобы отличать друг друга в темноте, все участники предстоящего штурма поверх шинели надели крест-накрест белые повязки на грудь. Еще днем была начата артподготовка штурма. Сотни снарядов различных калибров обрушились на Курганную. Бомбардировка продолжалась в течение двух с половиной часов. Все укрытия и блендажи на батарее были уничтожены. Половина орудий подбита, потери гарнизона огромны. Уже затемно бомбардировка прекратилась, и гарнизон начал поспешно приводить батарею в порядок. Подошедшие на смену моряки подвели ток высокого напряжения в проволочное заграждение. Вскоре в утомленные боем люди уснули. До батареи остались бодрствовать лишь дежурные. Тем временем японцы, пользуясь ночным туманом, незаметно подползли к батарее. Незадолго перед этим на Курганную подошли артиллеристы с залитерной батареей. Ими командовал Родионов, в их числе был и блохин. Утесовцы никогда раньше не бывали на Курганной, совершенно не были знакомы с местностью, расположением орудий, пороховых погребов, проволочных заграждений. Родионов отправился разыскивать командиры батареи. За отсутствием офицеров Курганной командовал стрелковый унтер-офицер. Он очень обрадовался появлению утесовцев. — Какая нена есть, вся ж подмога! — проговорил он. — Ты командуй артиллерии, а я буду держать оборону. На это мы порешили. Находящийся тут же блохин предложил разведать, что делается перед батареей. — Секретов у вас впереди нет, а мы без них, как без глаз. Сам полезу и возьму с собой Юркина. Ежели что, замечу, мигом сообщу через него. И солдат скрылся в темноте. Было по-прежнему темно, тихо, и ничто не предвещало приближение штурма. Японцы решили полностью использовать элемент внезапности, и без единого звука ползли к батарее. Блохин благополучно миновал проволочные заграждения и расположился невдалеке от них. Как ни старался он что-либо заметить в тумане ночи, но ничего видно не было. Только раз или два привлекли его внимание скатывающиеся где-то внизу камешки. Он и Юркин насторожились. — Ты, телефонист, привык слухать всякий звук! — обернулся к Юркину блохин. — Слышишь? — Кто-то шастает неподалеку, — проговорил Юркин. — Должно, японец тоже лазит. — Мочет узнать, много ли шкоды днем наделал. — Револьверт с тобою? — справился блохин. — Со мною и нож за голенищем. — Ежели японец близко подползет, бросимся на него вдвоем, чтоб пикнуть не смог. — распорядился блохин. Справа загорелся прожектор, и его луч бледной лентой пополз по серым сопкам, но по-прежнему ничего не было видно. Вдруг, в шагах в ста, ста пятидесяти, блохин отчетливо увидел ползущих японцев. Он заметил не самих солдат, а белые повязки на шинелях. В первое мгновение он не понял, что это такое. Дальнозоркий Юркин в ужасе вскрикнул «Японцев тьма тьмущая и с белыми крестами». Угновенно оценив обстановку, блохин вскочил на ноги и с криком «Японцы!» кинулся на батарею. Боясь в темноте налететь на проволочные заграждения, в прикосновениях, которым грозило смертью, солдаты побежали в обход. Это несколько задержало их, и они попали на батарею одновременно с главной партией японцев, но дремавший около орудия кошелев все же услыхал крик блохина и успел дернуть за вытяжной шнур. Пушка, заряженная картечью, выстрелила, и это послужило сигналом тревоги не только для курганной батареи, но и для соседних. Лучи крепостных прожекторов сосредоточились на штурмующих колоннах. На них обрушился сосредоточенный огонь нескольких крепостных батарей, нанося японцам огромные потери. Однако они двигались вперед, не обращая внимания на убыль людей. Курганная была захвачена ими с ходу. Лишь немногие защитники успели отойти в тыл. Родионов отправил блохина к резервной роте моряков, мимо которой проходили утесовцы, направляясь на Курганную. Солдат опрометью бросился в тыл и вскоре наткнулся на матросов, бегущих к Курганной. Их вел Акинфиев. — Куда бежишь, трусливая сволочь? — набросился он на блохина. — Пристрелю, мерзавца, на месте! — Я, ваш брось, с утеса, побег за подмогой. Курганную японец забирает! — запыхавшись, ответил солдат. — Не как блохин! — узнал его лейтенант. — Поручик где? — Остались на залитерной. Родионов у нас за командира. А Акинфиев знал почти всех утесовцев. Не поверить блохину было невозможно. — Веди нас так, чтобы мы вышли во фланг или тыл японцам! — приказал лейтенант. Блохин повел моряков в обход курганной. Матросы вышли в тыл японцам, и, атакуя подходящие к ним резервы, смяли и отбросили их. Бой в тылу вызвал панику среди японцев, уже было захвативших курганную. Они поняли, что обойдены и, может быть, отрезаны от своих. Никакими криками, побоями не могли японские офицеры сдержать обезумевших от страха солдат, которые лавиной ринулись назад. Ему удалось отбросить матросов Акинфиева и прорваться к себе. Но здесь их ожидал сам генерал Накамура. С бранью и криком набросился он на отступающих. Офицеры пристреливали на месте бегущих в панике солдат. Эти чрезвычайные меры помогли Накамури кое-как перегруппировать потрепанные силы и снова бросить своих солдат в атаку. Японцы добрались до проволочного заграждения курганной батареи и попытались штумовать ее в лоб, но едва не касались проволоки, как падали, сраженные электрическим током. Сам Накамура находился вблизи от батареи и подбадривал солдат. В сбешенной неудаче генерал пригрозил, что, если высота не будет взята, он бросится на свой меч, дабы смыть позор постигшего его поражения. Но все было безуспешно. Увлеченный атаками, Накамура оставил без внимания свои фланги и тыл. Тем временем, незаметно подкравшись, три роты моряков неожиданно ударили в тыл наступающим и вышли к самому штабу генерала, едва не захватив его в плен. В полном беспорядке японцы неудержимо бросились назад. Махнув на все рукою и забыв о своих самурайских клятвах, Накамура последовал за солдатами. Только темнота спасла жалкие остатки незадачливых вояк. В бегстве Накамуру едва не заколол штыком один из матросов с баяна, распоров ему штаны и поранив при этом ягодицу. Так, полностью разбитый, придерживая рукой урану, предстал он перед гневные очи командующего особой армии генерала Ноги, который тут же сместил его с командования. Наутро на батарее и около нее были подобраны трупы сорока офицеров и около тысячи солдат. Полторастые японцы разгорели на электрической изгороди. Большие потери были и у русских. Особенно много погибло моряков. Утесовцы, все время находившиеся на батарее и около орудий, отделались лишь легкими ранами. Едва забрежил рассвет, как на Курганную пришел Борейка. Он подробно расспросил своих солдат о всех перипетиях боя. — Не посрамили, значит, утеса? — спросил он. — Никак нет, все в аккурате, не подкачали мы, хотя без вас и страшновато было, — ответил Блохин. Поблагодарив солдат за службу, поручик увел их на Залитерную. Неудача боя на Курганной батарее заставила командующего армии генерала Ноги перенести свой удар на другой участок обороны. Он решил отковать высокую гору. В этом районе японцы далеко еще не дошли до линии крепостных фортов и находились лишь на подступах к ним. Высокое господствовало над всем западным районом крепости. С нее отлично был виден новый город, вся стоявшая в гавани эскадра и тыл Восточного фронта. Захватив ее, японцы получали прекрасный наблюдательный пункт для стрельбы по судам артурской эскадры и весьма затруднили бы сообщения между Восточным и Западным фронтами крепости. Положение Артура сразу становилось тяжелым и эскадра обрекалась на неизбежную гибель. Обе враждующие страны вполне понимали значение высокой, что и определило ожесточенный характер борьбы за нее. Первые штурмы были сравнительно легко отбиты русскими. Тогда на двугорбой вершине высокой японцы сосредоточили огонь всех осадных батарей. Легкие полевого типа окопы и блиндажи, лишь слегка усиленные перекрытием из рельсов и бревен, быстро сметались одиннадцатидюймовыми снарядами. Люди гибли под шрапнельным огнем. Три дня шла ожесточенная борьба, когда, наконец, японцы решились броситься на штурм. Борейко подошел к штабу полковника Ирмана, руководившего обороной высокой, как раз в тот момент, когда японцы снова пошли в атаку. Дымившаяся от беспрерывных разрывов вершина горы на несколько мгновений открылась. Стали ясно видны кучи камня, мусора, щепы, десятки трупов, между которыми мелькали фигуры еще уцелевших стрелков. Бонзай донеслось оттуда. И почти в тот же момент в левой части горы взвился белый флажок с красным кругом восходящего солнца. Ирман, окруженный своим штабом, стоял неподалеку, наблюдая в бинокль за происходящим на горе. Тут же расположилась рота моряков с Баяном, под командованием Сайманова. Матросы нетерпеливо переминались ноги на ногу, ожидая приказа двинуться на гору. По склону ее уже поднималось с нескольких стрелковых цепей, охватывая с фланга атакованный участок. — Как вы думаете, Николай Александрович, побьет наш отряд японцев или нет? — спросил Ирман, командира 5-го восточно-сибирского стрелкового полка, полковника Третьякова, который руководил обороной участка горы Высокой. — Я очень надеюсь на капитана Ливотова. Он сумеет довести людей до штыкового удара, — ответил Третьяков. — Японцы, как известно, этого не любят, но все же надо приготовиться и морякам. — Лейтенант, ваши люди собраны? — обернулся он к Сайманову. — Так точно. — Прикажете идти в атаку? — вытянулся моряк. — Подождите еще минут десять. — Есть. — А вы зачем пожаловали? — обратился Третьяков к подошедшему Борейко. — По приказанию генерала Белого прибыл в ваше распоряжение. — Но артиллерии на Высокой нет, и вы нам не нужны. — Разрешите тогда мне идти вместе с моряками. Слышавшие этот разговор матросы с удивлением поглядывали на огромного артиллериста, который добровольно собрался вместе с ними идти на штурм. — Вы не возражаете, лейтенант? — спросил Ирман у Сайманова. — Наоборот, буду очень рад. — Что, Боря, кулаки у тебя чершатся? Что ты так рвешься в бой? — Надо кровушку по жилочкам разогнать, а то больно засиделся на батарее. Эй, ребят, подайте к мне винтовку со штыком. Поручику принесли винтовку. Он ее несколько раз подбросил в воздух, легковато для меня. — Да, поувесистей, к сожалению, нет. — Пошли, что ли, Павлуша? — обернулся Борейка к Сайманову. Лейтенант поглядел на черные ряды выстроившихся в две шеренги моряков. — Налево шагом марш! — скомандовал Сайманов. И отряд двинулся. Дорога на гору была изрыта воронками и усыпана осколками снарядов. В воздухе беспрерывно свистели пули, шрапнели и свизгом рвались над головой, осыпая землю свинцовым градом. — Честь имею явиться! Выросла фигура блохина с японской винтовкой перед Борейка. Ты откуда взялся? За вами следом ваш бродь притопал. Отпросился с батареей. Заряжая на ходу ружья, моряки перестроились в цепь, стараясь, возможно, скорее миновать открытое пространство и спрятаться за складки местности. Справа мелькнула мортирная батарея. Было видно, как в момент выстрела из дула вылетела бомба, окутанная столбом белого дыма, и исчезла в небе. Сайманов и Борейка шли впереди матросов. Сзади неторопливо шагал младший офицер роты Мичман Соколов. Он показывал матросам, где можно лучше укрыться, и подбадривал их различными шутками. Борейка, опираясь на винтовку, как на палку, медленно переступал с ноги на ногу, то и дело подшучивая над кланившимся пулям Саймановым. — Что, Павлик, больно много у тебя знакомых здесь оказалось? — улыбнулся он. — Тебе-то хорошо говорить, а я уже два раза ранен. Что-то не хочется умирать. От судьбы не уйдешь. Наконец моряки подошли к полуразрушенному ходу сообщения и втянулись в него. Сайманов на минуту задержался, высунувшись из-за бруствера, осмотрел впереди лежащую местность. Сквозь дым и пыль он разглядел остатки блиндажа левого редута горы. Передние цепи таяли одна за другой, устилая склоны трупами. Только несколько стрелков добрались до вершины и теперь беспомощно отстреливались из-за обрушенного блиндажа. Никого больше не было видно. — За мной, ребята! — скомандовал лейтенант, и, вскочив на бруствер, прямиком побежал к левому редуту, размахивая обнаженным палашом. Матросы начали выбираться из схода сообщения. Некоторые тут же упали, сраженные пулями. Выбежавший вперед Соколов был уже около вершины, когда над ним разорвала шрапнель. Пробежав еще несколько шагов, он медленно опустился на землю. Сайманов бросился к нему, перевернул Мичмана на спину и близко увидел уже остекленевшие глаза и мертвый оскал окровавленного рта. — К брустверу! Вскочив на ноги, скомандовал лейтенант. Матросы поспешили расположиться за еще уцелевшими мешками с землей. Воздух был наполнен пылью, запахом теплой крови и пороха. — Рота залпом! Стараясь перекричать ружейную трескотню, командовал Сайманов. — Пли-и-и! — оглушительно рявкнул за него Борейко. — Залпом! Залпом! — повторил он еще несколько раз. Японцы, засевшие в нескольких шагах от редута, также довели ружейную и пулеметную стрельбу до предела. Белые их флаги все еще торчали на бруствере между сражающими со сторонами, пронизываемые сразу множеством пуль. Один за другим раненые и убитые матросы сползали вниз с бруствера. За щитом разбитые 47-мм пушки примастились два матроса и посылали пулю за пулей в японские цепи. Из полуразрушенного блиндажа появился с перевязанной головой стрелковый поручик в серой разорванной шинели и представился. Комендант горы, поручик Любимов, только что пришел в себя после ранения. В ушах и сейчас стоит звон. Надо перейти в контратаку и окончательно выбить японцев с горы. Дайте мне человек двадцать матросов. Сайманов отдал необходимое распоряжение. Матросы сгруппировались около Любимого, который объяснял им задачу. Пока не добежим до японцев не стрелять, а там сразу бей штыком и прикладом. Далеко вниз не преследуй, иначе трудно будет вернуться. А теперь вперед! И поручик скрылся за углом редута. Поддерживая атаку, матросы сверху давали залп за залпом. — Стой! Японцы бегут! Ура! — закричал Сайманов. Маленькие фигурки японцев быстро скатывались по крутым склонам горы, прячась в складках местности. Черные матроски и бушлаты стремительно летели за ними. Любимов, стоя во весь рост на небольшом бугре, громко свистел, собирая моряков к себе. Лейтенант подбежал к нему. И в этот момент его словно чем-то ударили по голове. В ушах зашумело, теплая струйка крови побежала по лицу. — Перебежитесь! — бросил ему в руки свой платок Любимов. Рана поверхностная царапина. Матрос-фельдшер отвел офицера обратно в редут и тут наскоро перевязал его. Затихшая была артиллерийская стрельба разгорела снова. С громким шипением пролетали тяжелые одиннадцатидюймовые бомбы, и черные столбы то и дело взлетали вокруг вершины высокой. Вскоре принесли убитого на повал Любимова. — Ваш бродь, мы из-под обломков откопали пушку, — доложил Борейко, появившийся откуда-то блохин. — Пошукаем еще снарядов, и тогда угостим японца. Заметив, что баянцам одним не справиться и не удержаться на горе, Борейко поспешил вниз за помощью. Сайманов подошел к тому месту, где была обнаружена скорострельная пушка. Несколько матросов с удивительным проворством разгребали руками землю и из-под нее вытаскивали небольшие патроны, аккуратно складывая их около орудия. Скоро набралось около полусотни. Блохин, смахнув землю с прицельных приспособлений, приноравливался вместе с другими матросами наводить орудие. — Чуть влево, так, хорошо, заряжай, — распорядился он. Звякнул закрываемый замок. — Готово, — доложил блохин. — Ты! — пушка грохнула и, резко откатившись, осталась в заднем положении. — Испорчен накатник, — сообразил лейтенант. Матросы вручную докатили пушку в нужное положение и опять грянул выстрел. — Слева японец слезет, — подбежал унтер-офицер, — как бы он к нам в тыл не зашел. Сайманов побежал за ним, уже не обращая внимания на пули и снаряды. — Не споткнись, ваше благородие, тут мертвяки лежат, — поддержал офицера стрелок. — Пусть повернут сюда пушку, — распорядился Сайманов, увидя японские цепи. В это время невдалеке разорвался снаряд, и взрыв сбил его с ног. — Пропало наше орудие, — аккурат влепил в него японец. Двух повалило, а остальные разбежались, — доложил Блохин. Не успел Сайманов отряхнуться от земли, как раздался новый взрыв. Сквозь дым, грохот, удушливый запах шимозы, послышались душераздирающие крики из-под обрушивающего соблендажа. — Помогите! Сайманов попытался отдать распоряжение, но новый снаряд попал в то же место. Крики прекратились, из-под земли доносились только глухие стоны, но вскоре они и смолкли. — Помяни, Господи, в царстве Твоем новоприставленных рабов! — набожно перекрестили стрелки. — Японцы идут, видимо-невидимо! — доложил матрос. Сайманов шагнул к брустеру. Молодой, безусый японец торопливо водружал желтое знамя с красным кругом. Уже на самом гребне раздавались победные крики бонзай. Немногие уцелевшие стрелки и матросы крепко, зажав в руках винтовки, принимали на штыки прыгающих сверху японцев. На редути завязалась рукопашная схватка. И вдруг сзади грянула могучая ура. Снизу бежала десантная рота с Севастополя. Впереди возвышалась могучая фигура Борейко. Грозные лавины они ворвались на редут. Смяли и опрокинули врага. Сорвали флаги и, преследуя японцев, кинулись вниз по горе. Двадцатая сзади натака была отбита. — Крепко подрались! — проговорил Борейко, оглядываясь вокруг. Поручик осмотрел свою рваную в нескольких местах шинель, винтовку, забрызганную кровью. — Ты цел? — спросил он у Сайманова, сидевшего невдалеке на развалинах командирского блиндажа. — Оглушило при взрыве бомбочки. В левом ухе звенит об сейчас. Ты, Боря, очень хорошо сделал, что привел к нам подмогу, иначе к нам не сдобровать. Кто командовал севастопольцами? — Андрюша Акинфиев. А вот и он. Акинфиев, все еще разгоряченный, подошел к друзьям. — Никак не предполагал, что мне придется покинуть тихое житье на Леотишане и идти спасать Высокую. Офицеры внимательно осмотрели друг друга. — Три мушки-теора! — усмехнулся Сайманов. — Вот уже скоро год, как мы сражаемся бок о бок на суше и на море. — Нет уже Жоржа Дукельского. Надолго выбыл из строя Сережа Звонарев. — Теперь очередь кого-нибудь из нас, — проговорил Акинфиев. — Не каркай, Андрюша! — добродушно отозвался Борейко. — Что будет, посмотрим. А теперь выпить бы чего-нибудь, а то совсем пересохло горло. — Эй, Блохин, где ты, черт, Ребой? — Я здесь, ваш бродь! — бодро отозвался солдат. На лице его светилась блаженная улыбка. В каждой руке поблескивали небольшие бутылки с коньяком. Было видно, что он уже успел глотнуть. — Не желаете попробовать, ваш бродь? — предложил Блохин, протягивая по ручку бутылку. — Трофейная! Борейко вмиг отправил себе в рот добрую половину содержимого бутылки. Крякнув от удовольствия, он предложил остатки коньякам и рекам. Закусили японскими галетами. — Ну что ж, заправились, теперь можно и дальше воевать. — Поскольку я старший в чине, значит, я являюсь комендантом горы, — объявил Борейко. — Ты, Павлик, будешь оборонять левую вершину, а ты, Андрюша, правую. Я останусь посредине седловинки. Моряки откозыряли и направились по своим местам. Поручик в сопровождении Блохина направился в небольшую ложбинку между двумя вершинами. В этом районе Высокой не было даже простых окопов, и шел только сильно разрушенный ход сообщения, соединяющий обе вершины горы. Борейко осмотрелся. Внизу виднелся японский окоп, опоясывающий гору полукругом. От него в тыл тянулись ходы сообщения. — Как ты думаешь, Филя, возьмут Высокую или нет? — Смотря, кто ее будет защищать, ежели мы с вами, то вовек японцам ее не видать, — усмехнулся Блохин. Заметив на вершине Высокой фигуру Борейко, японцы открыли ружейный и пулеметный огонь. Вскоре Борейко и Блохин дошли до разбитой батареи. Установленные на горе орудия еще в сентябре были приведены в негодность осадной артиллерии, но и изуродованные до неузнаваемости пушки оставались на прежних местах. Недавно в этом районе происходила рукопашная схватка. И около орудия оставалось лежать большое количество трупов, застывших в том положении, в котором их застала смерть. Один японец стоял на колене. Опираясь правой рукой на ружье, голова свесилась вниз, как от усталости. Рядом матрос вцепился японцу в горло, а у самого в животе торчал японский штык. Вечером на вершине появился стрелковый капитан Солоникио, назначенный комендантом горы. С ним прибыла на смену морякам пехота. А Киенфив пригласил Сайманова и Борейко к себе в новый город. Обед подавал денщик матрос. Друзья вспоминали минувшие дни. Андрюша нетепеливо поглядывал на часы. — Когда же, наконец, вернется Надя? — нервничал он. — Бедный Сережа страшно слаб. Не может даже повернуться на бок. Он кланяет с тебя, Андрюша. Справлялся о твоем здоровье. Ты знаешь, скоро его свадьба с Варей, — проговорила вошедшая Киенфиева. После обеда офицеры отправились в штаб Ирмана, расположенный в одной из казарм нового города. Там они застали Кондратенко, Белого и Третьякова. Шло совещание о мерах обороны Высокой. Кондратенко сидел в конце стола и, как всегда, молчаливо слушал других, быстро делая заметки в записной книжке. Ирман говорил долго, путанно, убеждая не сдавать Высокую, против чего никто не возражал. Третьяков жаловался на крайнюю усталость солдат, просил их сменить, а также прислать подкреплений. Присутствовавшие тут же стрелковые офицеры указывали, что солдат надо прежде всего накормить, так как они не ели уже больше суток. Во-первых, там нужна походная кухня с горячей похлебкой, а затем уже бомбочки и патроны, и, наконец, теплая одежда, — в один голос заявляли они. — А вам, морякам, что нужно? — обратился к вошедшим генерал. — Приказ? — Когда и куда выступать? — Бойко ответил Сайманов. Неплохой ответ. — Как у вас с пищей и теплой одеждой? Управление порта нас вполне обеспечило, и тем и другим. Матросы получают по полбанки мясных консервов в день на человека и имеют теплую одежду. Борщ готовится в морских казармах и подводится к самопозиции. — Поскольку флот больше заинтересован в судьбе высокой, то пусть он ее и защищает, — заметил один из стрелковых офицеров. — Совершенно неправильное мнение. Во время осады крепости моряки четыре месяца, рука об руку со стрелками и артиллеристами, мужественно сражались на фортах и укреплениях крепости. — А в дальнейшем ходе осады весьма важно, в чьих руках будет находиться высокая, — отозвался Белый. — Так и решим. Моряков оставим на горе, стрелков снимем, пополним их госпитальными командами и выздоравливающими. Распорядился Кондратенко и направился к двери. За ним пошли остальные. — Построить морские команды, — приказал генерал. Когда распоряжение было выполнено, Кондратенко тепло поблагодарил матросов за боевую работу. — Вам придется защищать Высокую и дальше. Помните, что ее падение равносильно гибели ваших судов и кораблей. Я надеюсь на вас, как на своих стрелков. Наша Родина поручила вам защиту Артура, и я твердо уверен, что вы сумеете отстоять его так же, как и Высокую. — Постараемся, Ваше Преосходительство! — гаркнули в ответ моряки. — Ну, с Богом! — махнул рукой Кондратенко. Сайманов и Акинфьев увели свои команды. Ушел и Борейко. Вскоре он оказался около Пушкинской школы. Осторожно постучав в дверь, он назвал свою фамилию, и его встретила маленькая учительница. — Каким ветром вас занесло сюда в такой поздний час? — спросила она поручика. — Вы мне разрешите у вас переночевать? — спросил он. — Только чур, если вы будете вести себя скромненько, — проговорил учительница, грозя ему пальцем. — Об этом не беспокойтесь. В вашем присутствии я делаюсь, как известно, ручным. До сих пор у меня были ручные кошки, собаки и другие звери, но медведя еще не было. — Поскольку у вас имеется уж такой большой опыт дрессировщика, я думаю, что вы меня сумеете прибрать к рукам, а вернее, уже давно прибрали, — добавил он через несколько секунд. — Вы, кажется, против этого не возражаете? — улыбнулась учительница. — Нет, — буркнул поручик, и, неожиданно подхватив ее на руки, крепко поцеловал. — На место! — крикнула Оля, отбиваясь от него. Но поручик понес ее, как малого ребенка, в соседнюю комнату, где их ожидали уже Мария Петровна и Леля. — Наши голубки, кажется, договорились, — заметила Леля, увидев их счастливые лица. Оля торжественно представила. — Мой муж. Наступили последние дни горы Высокой. Двадцатого ноября с утра на Высокую гору обрушился шквал огня. Осадные батареи неистовствовали. Весь береговой фронт и броненосцы открыли ответный перекидной огонь по японцам, стараясь привести к молчанию их тяжелые батареи. Едва начала стрельба, как Борейка заторопился на Высокую. Около сводного госпиталя он нагнал Варю Белую с Васей. Сереже стало гораздо лучше. Радостно сообщила девушка. — Очевидно, после наденных поцелуев, — пошутил поручик, — Варя растерянно посмотрела на Борейка. — Сережа не такой, чтобы любить меня, а целоваться с другой. — Кто это вам сказал, что он вас любит? — Он сам. — И вы поверили ему? — А ну, вас, Топтыгин! И Варя поспешила в госпиталь. Со стороны нового города по направлению Высокой тянулись разношерстные колонны. Последний резерв крепости. Солдаты, матросы, дружинники, выписанные из госпиталей, еще перевязанные, хомые. — Черт его мясорубка! — кивнул на высокую проходивший солдат. — Сколько ж легло на ней народу! Целый день гремели пушки, грохотали взрывы одиннадцатидюймовых снарядов, рвались шрапнели, бомбочки, ручьем лилась кровь, люди мучились и умирали. Японцы в атаку не переходили, но готовились к штурму. На следующий день канонада возобновилась с прежней силой. Погода выдалась морозная, ясная, что облегчала пристрелку по Высокой. К осадным батареям присоединились канонерские лодки со стороны Голубиной бухты. Вершина горы оказалась под перекрестным огнем. Ливень, чугуна и стали усиливался с каждой минуты. После полудня японцы снова густыми колоннами двинулись на Высокую. Тысячи их валились, как подкошенные под огнем орудий, пулеметов, винтовок, ручных гранат. Японцы продолжали продвигаться вперед. По грудам трупов и раненых неудержимо катились все новые и новые волны атакующих. Все выше поднимались они к двурогой вершине Высокой, и русские попятились. Японцы ворвались на самую вершину. Завязался рукопашный бой. А зверелые люди дрались, чем попало, штыками, прикладами, камнями, бомбочками, резали, душили, кусали друг друга. А садная артиллерия перенесла огонь на резервы и на новый город. Один за другим разрушались дома, возникали пожары, и все тонуло в облаках дыма и пыли. Кондратенко понимал, что положение с каждой минутой становилось все труднее. Не хватало солдат. Коменданты и горы выбывали из строя один за другим. Необходимо было послать туда вполне надежного человека, который сумел бы подбодрить солдат и сдержать все усиливающиеся натиски японцев. Генерал решил направить на гору пограничников под командой Бутусова. Он был уверен, что будет сделано все возможное и невозможное, чтобы удержать Высокую. Бутусов только накануне вернулся с курганной батареи, где почти неделю отбивал беспрерывные атаки японцев. Ряды его солдат сильно поредели. Осталось не более половины всего состава при двух офицерах. Тем не менее, когда Кондратенко сообщил ему о назначении на Высокую, подполковник не стал возражать. Если вы, Роман Исидорович, считаете нужным туда направить меня, значит, так и будет сделано. Через час мои люди подойдут сюда из резерва, а я прямо отсюда направлюсь на вершину Высокую. Кондратенко прекрасно понимал, что направляет на смерть одного из лучших своих офицеров, который с честью выдержал все испытания войны. Генерал с трудом превозмог свое волнение и, встав из-за стола, крепко обнял и поцеловал Бутусова. Да будет над вами, дорогой Петр Дмитриевич, благословение Божие. По мере возможности не рискуйте. Старайтесь сохранить себя для Артура. Таких, как вы у нас, немного, и они еще очень нужны здесь. С чувством проговорил Кондратенко. Растроганный Бутусов попросил только об одном — позаботиться о его семье. Генерал обещал. После ухода Бутусова Кондратенко тяжело опустил голову, задумавшись о страдной доле, выпавшей артурцем. Но долго раздумывать было некогда. Артур ждал своего генерала. Сообщили о начале нового штурма Высокой. Генерал вышел во двор, наблюдая в бинокль за тем, что происходило на горе. Она была окутана густой пеленой дыма и пыли, сквозь которой и то и дело проступали красноватые молнии разрывов тяжелых снарядов. Казалось, что на Высокой происходит извержение вулкана. Временами доносилась дробь пулеметной стрельбы и людские крики, не то ура, не то бонзай. Только по стремительно спускавшимся вниз горы группам людей и одиночным солдатам, можно было догадаться, что русские отходят под давлением превосходящих сил врага. — Высокая снова занята японцами, — доложил телефонист. — Справься, где подполковник Бутусов? — распорядился генерал. — Пограничники подошли, — доложил адъютант. Генерал вышел из дома. На улице стояла шеренга солдат с зелеными погонами и такими же околышами на фуражках. Поздоровавшись с ними, Кондратенко обошел фронт. Хотя многие солдаты были ранены и носили еще повязки, вид у них был бодрый. Не было заметно признаков истощения, солдаты выглядели здоровыми. Бутусов всегда особенно заботился о питании солдат и с помощью своих друзей-китайцев умел доставать противоцинготные средства и продукты. Сравнивая вид пограничников со стрелками, Кондратенко сразу понял, что физически крепкие и выносливые пограничники окажут гораздо большее сопротивление, чем любой стрелковый полк. — Да, на них можно положиться, — подумал он. Поблагодарив солдат за геройскую службу, генерал указал на Высокую. — Запомните, братцы, если гору займут японцы, Артуру придет конец. Там, на горе, вас ожидает подполковник Бутусов, которого я назначил комендантом Высокой. Вместе с ним под его командой вы сможете и должны отстоять гору с Богом в бой. — Постараемся, — ваше превосходительство, — дружно ответили солдаты и двинулись по направлению к горе. — Подполковник Бутусов ожидают своих солдат на подъеме горы, — доложил телефонист. Кондратенко снова вышел на улицу. В бинокль было видно, как перестроившиеся уже в цепь пограничники быстро поднимались к вершине. Сразу усилился ружейный и арт-огонь японцев. Залпы смешались с трескотней пачечного огня, забесновали, стреляя на предельной скорости пулеметы. Скоро снова вся вершина утонула в пыли и дыму. Цепи пограничников залегли, но затем частыми перебежками двинулись дальше и скоро исчезли в окутывающем вершину облаке. Через минуту было получено сообщение, что дружным штыковым ударом пограничники сбросили японцев вниз и полностью заняли Высокую. Кондратенко облегченно вздохнул. Тотчас же возобновился арт-огонь осадных батарей. Шесть раз в этот день бросались японцы на штурм, и шесть раз отступали, устилая землю своими телами. Только с наступлением темноты штурм прекратился, гора снова осталась в руках арт-турцев. Уже затемно подполковник Бутусов, геройски оборонявший весь день гору, был смертельно ранен в живот осколком снаряда. Со слабыми признаками жизни доставили пограничники своего командира в штаб Кондратенко. Генерал не замедлил прийти на перевязочный пункт. Он опустился на колени перед носилками, на которых лежал Бутусов. Подполковник на мгновение пришел в себя. Узнав Кондратенко, он чуть слышно доложил. — Приказание вашего превосходительства выполнено. Высокое полностью осталось за нами. Это были его последние слова. Через минуту он затих. Сняв фуражку, Кондратенко поцеловал уже холодеющий лоб своего верного соратника и друга. Не в силах сдержать навертывающиеся на глаза слезы, генерал долго сморкался, не подозревая, что не пройдет и двух недель, как и он последует за Бутусовым кровью своею, запечатлев преданность родине. Борейко был не в силах спокойно смотреть на происходящее на Высокой и вечером отправился в штаб Ирмана. — Может быть, я вам здесь пригожусь, — обратился он к адъютанту поручика Костюшко. — Сейчас у нас на счету каждый здоровый человек. Поэтому оставайтесь в штабе, мы найдем и вам какое-нибудь дело. Всю ночь подходили к штабу пополнения. Госпитальные команды, словосильные, их в перемешку с моряками и стрелками, снятыми с других участков обороны, направляли на вершину горы. Кондратенко с Ирманом бессменно руководили всей обороной. Около полуночи появился в штабе бледный, осунувшийся Стессель в сопровождении Фока и Никитина. Генералы наперебой отдавали противоречивые приказания. — Зря вы так упорно защищаете высокую. — Сколько солдатской, матросской кровушки здесь напрасно проливается. Давно бы пора ее очистить, отойти на основную линию обороны, к фортам брюзжал Фок. — Но тогда погибнет флот, — возразил Стессель. — За него мы, Анатолий Михайлович, не ответственны. Шли бы себе кораблики в море, а то их никак не выгонишь из Артура. В море-то просторнее, чем в нашей гавани. — Там их поджидает японская эскадра, которая гораздо сильнее нашей. — Бог не без милости. — Авось какой-нибудь суденышкой допретется до нейтрального порта. — Да-да, надо самотопам сегодня ж послать ультиматум. Пусть убираются из Артура, пока японцы не перетопили все их калоши, — поддержал Никитин. Чтобы эскадра имела возможность выйти в море, необходимо ей вернуть взятые на схопутный фронт мелкие и средние орудия. — Что-то около двухсот штук. Это сильно ослабит оборону. Кроме того, нам придется вернуть и снаряды, которых у нас очень мало, — возразил Кондратенко. — Пушки со второй и третьей линии обороны мы им вернем. И часть снарядов, лишь бы только они ушли, — проговорил Стессель. Я решительно протестую против этого, — взволновался Кондратенко. У нас и так нет резерва. А если мы снимем с фронта пять тысяч моряков, то заменить их будет абсолютно неким. — Сократите гарнизоны фортов. Там много лишних людей, — предложил Фок. — Тогда они быстро будут заняты японцами. — По-вашему, значит, следует уничтожить еще полтора десятка тысяч солдат и матросов, а потом уже поднимать вопрос о капитуляции. Бедные солдатики, они не подозревают, что их хотят перевезти чуть ли не поголовно, — вздохнул Фок. — Высокую мы должны отстаивать любой ценой. — Чего, видимо, ваше превосходительство не хочет понять, — резко проговорил Кондратенко. — Где уж мне старому дураку понять? Я никаких академий не кончал, — издевался Фок. — Господа, господа, по большей спокойствии вмешался Стессель. — Я решил защищать Высокую еще один день, а если это не удастся, то очистить ее. Люди нам нужны на других участках. Несколько разорвавшихся невдалеке снарядов заставили генерала-адъютанта поторопиться с отъездом. Около полуночи Борейка и Третьяков отправились на вершину Высокой. Навстречу им тянулись нескончаемые вереницы и раненые, и больные, и куриные слепотой. Спотыкаясь на каждом шагу от трупы, офицеры кое-как добрались до редута на левой вершине горы. Он был почти полностью разрушен. При слабом свете мерцающих звезд сотни стрелков и матросов пытались восстановить брустверы и блиндажи. Подошедший комендант горы, капитан Солоникио, доложил, что работы идут медленно и вяло, так как люди устали и не хотят работать. Но вы им объяснили необходимость этого, а нерезонно возражают, что все равно с утра японцы все снова разобьют. Так уж лучше как следует отдохнуть, чем напрасно трудиться, — ответил капитан. — Люди выбились из сил. Надо подбросить свежие части, иначе едва ли из всех работ выйдет прок, — подтвердил Борейко. — Да откуда же их взять? Сюда посланы даже санитары и калеки, — ответил полковник. — Тогда трудно рассчитывать на успех обороны, — вздохнул поручик. Но оборонять высолку и все же необходимо. Японская артиллерия, несмотря на темноту, продолжала обстреливать вершину горы редким огнем. — Вы бы, господин полковник, побереглись, — предупредил Борейко. — Да тут и укрыться негде. Разве в комендантском блиндаже, если его только успели исправить. И Третьяков направился к правой вершине, где находился комендант горы. Как только рассвело, артиллерийская канонада возобновилась с еще большей силой. А затем японцы бросились на штурм. Вскоре им удалось овладеть сначала левой вершиной, а затем правой. Гарнизон горы почти весь погиб. Уцелевшие единичные защитники отступили вниз к штабу. Собрав всех, кто оказался под рукой стрелков, матросов, полевых артиллеристов, дружинников, Кондратенко лично повел их в контратаку. Борейко шел рядом с ним. Но японцы уже успели установить на горе пулеметы и минометы. Сборный отряд попал под перекрестный огонь, смешался и залег на половине горы. Напрасно. Кондратенко и поручик пытались поднять людей. Они решительно отказывались двигаться дальше. Несколько матросов, попытавшихся было идти вперед, были тотчас же убиты. С Кондратенко пуля избила по паху. Контратака не удалась. По возвращении в штаб генерал собрал к себе всех уцелевших офицеров, чтобы узнать их мнение о мерах дальнейшей обороны высокой. Стрелки, моряки и артиллеристы единодушно высказали, что дальнейшая борьба за гору невозможна. Но тут прибыл генерал Смирнов. Выслушав доклад Кондратенко о положении, он раскричался. — Волею государя и императора я назначен комендантом Артура, и без моего ведома не может быть оставлено ни одно укрепление. Я разработал восемь вариантов отбития высокой. Сейчас я вам их зачитаю. Начал он. — Как бы ни были хороши соображения вашего происходительства, но выслушивать их, значит, напрасно терять время, — возразил Кондратенко. У нас нет людей для выполнения хотя бы даже самой простой контратаки. — Вашего мнения, генерал, я не спрашиваю, — повысил голос Смирнов. Кондратенко, покрасневший от волнения, встал из-за стола и направился к выходу. Офицеры последовали за ним. — Это безобразие! — Я приказываю вернуться! — кипятился Смирнов, но от него только досадливо отмахивались. Последним к двери подошел Борейков. Комендант обеими руками уцепился за его шинель. Поручик осторожно освободился. — Лучше бы вы, ваше превосходительство, ехали домой. С соболезнующим тоном проговорил он. — Высокую вы не вернете, а своими вариантами только собьете людей с толку. Генерал растерянно посмотрел на поручика. — Вас за такие речи следует расстрелять! — тихо проговорил он. — Не стоит напрасно тратить патронов. Японцы со многими проделывают эту операцию без расходов для русской казны, — усмехнулся поручик. Этот ответ окончательно убедил Смирнова в том, что перед ним находится ненормальный человек, и он, осторожно оглядываясь на Борейка, торопливо вышел из комнаты. Поручик с улыбкой последовал за ним. Первое, что он увидел, выйдя во двор, был яркий прожектор, установленный японцами на высокой. Его сильный луч скользил по поверхности воды в гавани, нащупывая стоявшие в порту суда. — Да, японцы даром времени не теряют, — подумал поручик. — Я все же хочу еще раз попытаться вернуть высокую. Услышал он невдалеке глуховатый голос Кондратенко. — Кроме издовых моей бригады, свободных частей под руками. — Нет, — доложил Ирман. — Есть еще рота боянцев с лейтенантом Саймановым. И сборная команда писарей. Мы образуем из них три штурмовых колонны, — оживился генерал. — Вы очень увлекаетесь. — Ваше превосходительство. — Я не верю в успех этого, но готов лично вести колонну. — А артиллеристов, — ответил Ирман. — На это мы порешили. Борейка присоединился к морякам. По сигнальному выстрелу с ближайшего форта атакующие в полном молчании двинулись на гору. Сначала все шло хорошо. Японцы ничего не замечали, и колонны успели взобраться уже довольно высоко, когда залаялись строжевые собачонки. Почти тотчас поднялась ружейная и пулеметная стрельба, и полетели ручные гранаты. Правая колонна, состоящая из артиллеристов, успела ворваться на правую вершину, и в рукопашной схватке переколола гарнизон. Сам Ирман при этом был дважды легко ранен. Моряки добрались до седловинки между вершинами, и тут попали под огонь с флангов и залегли. — Надо поднять матросов в атаку, — сказал Сайманов, обернувшись к Борейко, который прилег за скалу и оттуда всматривался в окружающую темноту. Прожектор потух, и были видны лишь вспышки ружейных выстрелов. Перед нами как будто никого нет. Зато слева сосредоточены большие силы японцев. Придется переменить направление атаки. — Постараемся выйти во фланг, левому редуту, — поделился поручик своими соображениями с лейтенантом. — Не знаю, много ли уцелело из моей роты. В темноте черные бушлаты матросов совершенно не видны. — Гаврилов, Тяпин, сюда! — крикнул Сайманов. — Какие у нас потери? — Не видать, чтоб много было. Японец-то на дурницу стреляет, больше для устрашения. Только случайные пули попадают в людей, — доложили матросы. Сайманов сообщил им план дальнейшего наступления. Доберешься до седловинки, а оттуда выйдешь в тыл японцам. Писарят, что пошли левее нас, вовсе отстали на половине горы. Как только поднялась стрельба, они испужались, попадали на землю и дальше ни шагу. Известен дел, не строевщина, пороху не нюхали. Но в этот момент справа вспыхнула дружная ура, и послышался топот быстро бегущих людей. — Ишь ты, как писаря, расхрабрились! — заметил Гаврилов. — За мной! Вперед! Ура! — вскочил Сайманов. Матросы подхватили этот крик и ринулись за своим командиром. Но не пробежал лейтенант и десятка шагов, как громко вскрикнул и присел. — Боря, я ранен, прими командование! — с трудом проговорил он. Поручик остановился и подошел к другу, куда попало. В правую ногу, выше колена. Не могу ни идти, ни стоять. Оставив двух матросов с лейтенантом, Борейка приказал им отнести его на перевязочный пункт, а сам бросился вперед. Японцы успели подтянуть резервы. На вершине горы в темноте завязался штыковой бой. Писаря и ездовые артиллеристы, плохо обученные владению штыком, были смяты и начали отходить вниз по горе. Моряки оказались окруженными. Поняв это, Борейка с криком ринулся на японцев. Он действовал винтовкой, как дубиной, взяв ее задул рукой и сметая все на своем пути, героически дрались матросы. Враг не выдержал и бросился в рассыпную. Моряки вырвались из окружения. Борейка отправил в штаб донесение и предлагал с расцветом возобновить атаку, но в ответ получил приказ об отходе всех частей к форту номер четыре. После десятидневных упорных боев высокая, наконец, перешла в руки японцев. — Теперь начинается агония порт Артура, — произнес Кондратенко, когда поручик на рассвете прибыл в штаб, передав командование над матросами морскому офицеру. — Агония эскадры, но не крепости, — поправил генерал Аборейка. — Боюсь, что и крепость отныне будет в очень тяжелом положении, — возразил Кондратенко. Тяжелое настроение генерала несколько рассеялось, когда ему доложили о показаниях одного из пленных японцев, захваченных ночью моряками на Высокой. Немолодой японец из Токио, адвокат по профессии, недавно призванный рядовым в армию, имел крайне утомленный вид и охотно отвечал на все задаваемые вопросы. По его словам, Япония находилась уже сейчас в чрезвычайно тяжелом финансовом и экономическом положении, запасы военных материалов приходили к концу, обученные людские резервы истекали, солдаты осадной армии были крайне утомлены и истощены вследствие плохого питания. От полного краха нас может спасти лишь, возможно, быстрое заключение мира, — закончил японец свои показания. Но для этого нам нужно сначала взять Артур, иначе Россия не согласится начать с нами переговоры о мире, несмотря на ряд поражений ее армии в Манчжурии. Ну, он человек штатский, едва ли вполне разбирается в военной обстановке, — усомнился Кондратенко, когда переводчик передал ему показания пленного. Что касается экономики и финансов, то он, как адвокат, к тому же специалист по торгово-финансовому праву, конечно, вполне в курсе и дело, — возразил переводчик. А нынешний его вид? Говорит, что японцам под Артуром тоже приходится не сладко, — добавил Науменко. — Интересно знать, на что рассчитывали, по его мнению, японцы, начиная войну с нами, — проговорил Кондратенко. Переводчик спросил пленного. Японец немного замялся, но затем подробно ответил. По его словам, выходило, что Германия, которой важно было отвлечь внимание своей могущественной восточной соседки от своих границ, спровоцировала Россию на войну с Японией. Поэтому японцы и рассчитывали, что помимо союзных с ними и Америки, и Англии, им поможет и Германия. Чего, однако, не произошло пока что. В этом и заключается один из главных просчетов японцев, — добавил Кондратенко. — Артур же, несомненно, нам надо защищать до последней крайности, — резюмировал он. В тот же вечер он сообщил результаты допроса с Тесселю, но генерал-адъютант под влиянием падений и укреплений горы Высокой был мрачен и к этим сведениям отнесся недоверчиво. — Все, — врут пленные, — чтобы шкуру свою спасти. — Немцы же искони были с нами в дружбе, — бурчал он. Присутствующий тут же Фок ехидно заметил. — Нельзя же быть таким наивным, ваше превосходительство, чтобы верить всем показаниям пленных, особенно в части наших отношений с Германией. Уж кто-кто, как ни немцы, все время бескорыстно помогали России на всем протяжении ее истории. Например, целиком предали нас на Берлинском конгрессе в 1878 году, — усмехнулся Кондратенко. А сейчас заставили нас заключить крайне невыгодный для нас торговый договор, очевидно, используя наши затруднения в Манчжурии. Варя устроила перевод Звонарева в маленькую палату на двоих, из окон которой открывался прекрасный вид на старый город и гавань, состоящими в ней судами. Прапорщик, обреченный на безделье, часами любовался развернувшейся перед ним панорамой. Все свободное от работы время Варя проводила около него. Сосед прапорщика по палате, пожилой стрелковый капитан, обычно уходил, оставляя молодую пару наедине. Варя садилась у изголовья и кровати, и они вели нескончаемые разговоры, строя планы будущей совместной жизни. Когда Варя была занята, ее заменял Вася. Мальчик быстро привык к прапорщику и занимал его своей болтовней. — Только вы, тете Варе, ничего не говорите, а то они и заругаются, — предупреждал он. Звонарев обещал, а затем коварно потихоньку все передавал Варе. Прапорщик предложил Васе заниматься с ним, на что мальчик охотно согласился. Спокойный и уравновешенный Звонарев казался неплохим педагогом, и под его руководством Вася быстро научился читать. — Прямо из-под Высокой Борейка пришел в больницу навестить своего друга. Заросший щетиной, похудевший, с красными от бессонницы глазами он ввалился в палату. — Здорово, Сережа! — Высокая, тю-тю, сдали японцам! — с места объявил он. — Счастлив ты, что ранен, доживешь до сдачи. — Ты помирать, что ли, собрался? — удивился прапорщик. — Во всяком случае в плен не сдамся, — серьезно проговорил Борейка. Поручик подробно рассказал все перипетии борьбы за Высокую. — Едва сегодня рассвело, как японцы начали пристреливаться к нашим судам в гавани. — Приподнимись и полюбуйся на наших моряков. Им грозит затопление в Артурской луже. Они и вуз не дуют, даже не попытаются выйти в море, — возмущался поручик. Звонарев приподнялся на постели и увидел, как огромные фонтаны воды то и дело вздымали сокол броненосцев, стоявших у самого берега под горой Перепелкой. Особенно много падало снарядов рядом с броненосцем Полтавой. Вдруг над его кормой взвился столб черного, а потом бурого дыма корабля кутался паром. Когда пар рассеялся, Звонарев увидел, что Полтава до верхней палубы погрузилась в воду и накренилась на бок. За Полтавой к концу дня был потоплен Ротвизан. Объятый пламенем, он тоже сел на грунт, но у него даже батарейная палуба осталась над водой. Только сильный крен на левый борт мешал действиям артиллерии. Бомбардировка судов продолжалась до глубокой темноты. Днем ненадолго зашел к Звонареву Белый. Он был сильно утомлен и нервничал. Моряки ведут себя преступно. Вместо обстрела вершины высокой двенадцатидюймовыми орудиями они покорно ждут, когда настанет их черед затонуть в нашей луже, — теребил он свои длинные усы. Никогда, никогда не ожидал, что адмиралы и командиры броненосцев окажутся такими растяпами. Наш-то крепостные батареи обстреливают Высокую, — справился прапорщик. Мы должны экономить снаряды. Я посылал Азарова к Вирону с просьбой обстрелять Высокую, но адмирал ранен. И вообще выяснить не удалось, кто сейчас командует эскадрой, — сердито говорил Белый. В следующие три дня японцы продолжали так же методически расстреливать суда русской эскадры. Один за другим были потоплены броненосцы «Победа», «Пересвет», «Крейсер», «Баян», «Паллада» и канонерка «Гилляк». Стесель нервно ходил по своему кабинету. Его возмутила полная бездеятельность моряков при обстреле и затоплении судов в порту. «Не сделать ни одного выстрела по Высокой, где расположены наблюдательные пункты осадных батарей, не оказать ни малейшего сопротивления японцам — это не только трусость, это прямая измена русскому делу», — кипятился генерал. «Вызвал бы ты к себе, Анатолий Михайлович, самотопов, и устроил им хорошую головомойку», — предложил Никитин. «Хотя я и обещал поставить Николе угоднику рублевую свечку, когда утонет наша последняя калоша, но все-таки бесславно вести себя непозволительно даже морякам, ведь на судах имеются еще нужные нам снаряды, продовольствие, уголь, медикаменты и много других необходимых вещей. Они заняты спасением собственных шкур, бегут с кораблей вместе с крысами, спасая личные вещи, а о крепости не думают. Я послал Верну приглашение прибыть ко мне по делам службы, и получил ответ, что у него, видите ли, ножка болит, и поэтому он не может прийти. Григорович занят спасением гибнущих судов. «Это на дачных-то местах. С ним, наверное, эта-то скушка из Вариатея, лолка», — сказал Никитин. «Да, да, я уже приказала полиции схватить ее на улице и отправить в Портомойную», — вмешалась Вера Алексеевна. «Пусть там помозолит свои белые ручки». Вошедший полковник Рейс подал Стесселю телефонограмму с приглашением на заседание адмиралов. «Я, конечно, туда не поеду. Прошу отправиться вас, Виктор Александрович», — решил генерал-эдъютант. «Пошли еще нашего сухопутного адмирала Белого», — предложил Никитин. «Почему вы так отзываетесь о Василии Федоровиче? Он человек достойного уважения», — вступил из генеральша. «Душа у него смотопская, водки не пьет и с моряками дружит». «Ну, я тоже водку не употребляю», — заметил Стессель. «Ты, дружок, сидишь под очаровательным башмачком матушки Веры Алексеевны, а то давно бы спился с круга вроде меня». Вечером того же дня на даче у Григоровича собрались все флагманы и командиры судов первого ранга. Ожидали только представители сухопутного командования. Появление Белого было встречено тепло. Адмирал поспешил ему навстречу, расточая комплименты, зато рейса моряки принялись сдержанно и сухо. Началось обсуждение, что предпринять для спасения судов. Командиры броненосцев и крейсера в один голос говорили, что наиболее рационально затопить корабли в гавани. «После войны они легко могут быть подняты», — уверял собрание Вирн. «Кем? Русскими или японцами?» — спросил рейс. «Падение Артура мы считаем невероятным. К нам идет эскадра Рождественского. Через месяц. Самые большие полтора она появится здесь. Тогда морская блокада будет прорвана, и нам подвезут с моря продовольствие и боеприпасы», — ответил Григорович. «Генерал-адъютант Стессель потому и прислал меня сюда, чтобы предупредить ваше превосходительство о необходимости учесть и факт возможности взять и крепсти японцами», — ответил полковник. «Хотя я и не разделяю опасений генерала-адъютанта, но все же считаю, что суда необходимо вывезти на внешний рейд, а не ждать, когда их перетопят японцы. По-моему, бездействие наших кораблей является просто позорным», — пылко проговорил Эссен. «Но вы-то, вы-то сами, Николай Оттович, тоже не сделали ни единого выстрела по высокой», — упрекнул Вирн. «Я так замаскировал свой броненосец портовыми кранами и другими судами, что японцы меня не нашли. Открыв огонь, я немедленно бы обнаружил себя». «Что же вы хотите делать со своим кораблем?» — спросил Вирн. «Перейти в бухту Белого Волка и оттуда попытаться пойти на прорыв в нейтральный порт или навстречу адмиралу Рождественскому». «Но вернет ли вам крепость орудий и команду?» «Могу заверить, что любой корабль, который будет назначен к прорыву, получит от крепости и то, и другое», — проговорил Рейс. «Хотя мне особенно жаль расставаться с севастопольцами, которые прекрасно себя показали на батареях. Но все же и я не буду возражать против возвращения матросов, а также некоторого числа орудий и необходимого к ним комплекта снарядов», — добавил Белый. «И так решено. Севастополь переводим в бухту Белого Волка», — резюмировал Вирн. «Кто еще желает последовать примеру Николая Оттовича?» — обернулся он к сидящим за столом командиром судов. «Желающих не нашлось». «А что вы думаете делать с Баяном?» — обратился Григорович к командиру крейсера Иванову. «Вчера одиннадцатидюймовый снаряд попал в среднюю кочегарку, и Баян лишился возможности самостоятельно передвигаться». «Но почему же вы раньше не ушли?» — задал вопрос Эстон. «Потому почему и вы, Николай Оттович, — ответил Иванов. «Я собираюсь теперь выйти, а я лишен этой возможности, и мой Баян придется оставить в гавани». Началось обсуждение подробностей выхода Севастополя в бухту Белого Волка. Решили направить помимо него еще канонерку Отважный, все уцелевшие миноносцы и портовый буксир-силач. На этом совещание закончилось. Узнав о результатах совещания, Стессель в категорической форме потребовал выхода в бухту Белого Волка. Волка всех уцелевших кораблей и в ответ получил решительный отказ Ирона. «Эскадра вашему превосходительству не подчинена и будет действовать и дальше, согласно указаниям своего флагмана», — ответил он генерал-адитант. Бухта Белого Волка, находящаяся между Тигровым полуостровом и Лаотишанем, была совершенно открыта с моря, и лишь с севера прикрывалась небольшим скалистым мысом. Поэтому, как только корабли перешли сюда на стоянку, немедленно было приступлено к сооружению противоминных бонов, кроме того, были выставлены противоминные сети. Прикрытые горами с берега, бухта Белого Волка была недоступна для обстрела батареи осадной армии, и поэтому являлась едва ли не самым спокойным местом в артуре. Для охраны с берега в бухту были переброшены три полевые пушки с небольшим комплектом снарядов под командой Борейка. За ним следовали неизменные фейерверкер Родионов и другие утесовцы. — Паскудное место для батареи, ваш бродь, — ворчал фейерверкер. — Никакого тебе укрытия с моря, кругом камень, блин даже не построишь. Борейкам-то хорошо сидеть на броненосцах, а мы тут стоя на самом юру. — Что расплакался на старости лет, Тимофеич? На втором форту японец сидит в пяти сажениях от нарк-стрелков и то ничего. Да и стрелять с моря он будет прежде всего по судам, — возродил Борейка. Осмотрев берег, поручик наметил места для орудий за небольшим прибрежным валом. Для людей по совету Родионова решили рыть пещеры в одном из круглых склонов горы. Старый шахтер из Донбасса. Родионов был большой любитель проходки стволов и штреков, как он именовал все, без исключения, саперные работы. Установив орудия на указанных местах, солдаты с шутками и прибаутками принялись за подготовку землянок. Оставив Родионова за старшего, Борейка отправился на Севастополь с докладом Эссену. Но найти командира оказалось не так-то просто. Эссен перед походом лично осматривал свой корабль, заглядывая во все щели и углы. За ним неотступно следовали старший офицер, боцман, кондукторы и различные специалисты. Борейка увидел его вылезающим с какой-то горловины, с фуражкой, сбитой на затылок, с растрепанной, запыленной бородой. — Вы ко мне, господин офицер? — спросил Эссен. — Чем могу быть полезен? Узнав, что поручик со своими устарелыми полевыми пушками собирается прикрывать броненосец, Эссен громко расхватался. Это все равно, если бы двухлетний ребенок выступил на защиту взрослого человека, вы нам совсем не нужны. — Ну, разве для отбития минных атак? — несколько мягче добавил Эссен, заметив обиду на лице Борейка. — Как у вас обстоит дело со связью, снабжением и прожекторами? — К сожалению, ничего нет. — Ладно, сигнальщика дадим. На довольствие зачислим, прожектор поставим. — Вас же попросим лишь не зевать и обстреливать все доступные вам цели, как-то миноносцы, катера. Тратить на них крупные морские снаряды нет смысла. Ваши же полевые пушки как раз подойдут для этой цели. Присылайте. — За хлебом и консервами. — Имею честь откланяться. Борейка вернулся на берег. Солдаты усиленно долбили кирками и лопатами мерзлую землю, крепили крышу землянок, и вскоре уже были готовы четыре пещеры, способные вместить всех утесовцев. Родионов, поразовевший и оживившийся, то и дело покрикивал на своих номерков. — Поторапливайтесь! К ночи все должно быть кончено, чтобы мы на новоселье поели горячие кашки, а может, морячки пришлют нам по чарочке водки. Надо отправить на Севастополь человека за продуктами. Распорядился подошедший Борейка. — А вот и зайчик наш! — воскликнул Родионов. — Честь имею явиться, ваш бротик, до вас прибыл! — отрапортовал артельщик. — Зачем Бог принес? — Утек из госпиталя. Больный японец бьет с мортиры, терпежу никакого нет. Рядом госпиталь разбило. Да в наш два снаряда попало. Узнал, что вы здесь, и подался сюда! — ответил солдат. — Оставайся. Будешь и тут артельщиком. — Надо сейчас отправиться на Севастополь. Сможешь сделать это? — Так точно смогу! — обрадовался солдат, сразу повеселев. Он кинулся было по направлению к берегу, но закачался и едва не упал на землю. — Совсем ты ослаб, зайчик! — мягко проговорил Борейка. — Подожди. Мы дадим тебе кого-нибудь в помощь, тогда и отправишься на броненосец. Посиди здесь пока с Родионовым. Поручик написал требования на продукты и вручил его зайцу. Вскоре артельщик отправился на лодки с отважного за продуктами. Короткий зимний день клонился к вечеру. Тяжелые низкие тучи нависли над свинцово-серым океаном. Дул норд-ост. Огромные волны шумом налетали на берег, покрывая скалы белой каемкой пеной и изморзью. На горизонте маячили чуть заметные точки японских сторожевых судов. Посредине бухты выселась серая громада Севастополя. Левее него рядом поместился отважный, еще ближе к берегу портовый буксир-силач. У самых скал мотался на волне миноносец-сторожевой. Вправо от броненосца в одну линию вытянулись сердитый, статный, скорый, смелый и властный. Вот все, что осталось, от флотилии артурских миноносцев. Из-за прибрежных сопок со стороны Артура доносилась глухая орудийная стрельба. Утесовцы как можно удобнее устраивались в своих норках. Раздобыли сухой гаолян на подстилку. Вход в блиндаж прикрыли палаточным брезентом. В укрытых от моря местах сложили несколько каменьков. На батарее устанавливали орудия и рыли углубления для склада снарядов. Борейка шагал вдоль орудий, соображая, куда направить батарею. Со стороны Ляутишаня к берегу подошла рота моряков Севастополя во главе с Андрюшей Акинфиевым. Как только установим на корабле артиллерию, — Тотчас же попытаемся прорваться из Артура, — радостно сообщил лейтенант, здоровая из Борейка. — Буду рад вашему успеху. Пришел защищать вас от японцев, — сообщил поручик. Пока матросов перевозили на броненосец, приятели разговорились. — Твоя жена останется в Артуре? — Если Севастополь уйдет, — справился Борейка. — Да, большая просьба позаботиться о ней. Ты ведь тоже стал теперь женатым человеком. Не беспокойся, Андрюша. Все твои артурские друзья не оставят Надежду Сергеевну. И в случае нужды окажут ей всемирную помощь. — Акинфиев предложил Борейка на ночь поместиться на броненосце. В твоей берлоге едва ли тепло и удобно, но зато близко к солдатам и к пушкам. — Я привык делить со своими людьми все тяготы войны, — отозвался поручик. — Ну тогда приходи хоть обедать к нам в кают-компанию. — Пришли мне бутылку-другую водки, чтоб был чем согреться на морозе, — попросил Борейка. С наступлением темноты загорелись прожекторы на крепостных батареях Белого Волка. Корабли не открывали своих огней. Началась пурга. Сухой крупный снег зашелестел по земле, а артиллеристы, забравшись в свои пещерки, ужинали около орудий и молчаливо шагал часовой. Борейка прилег на охапку Гаоляна и при слабом свете ручного фонаря погрузился в рассматривание карты района Белого Волка. Денщик Иван открывал банки с консервами. — Водку будете пить, — ваш Брой, — спросил он. — Пока не окчинею до полусмерти не стану. Убери ее подальше от соблазна. Солдат вздохнул и недобрым словом помянул маленькую учительку, совсем околдовавшую его барина. До полуночи было все спокойно. Снег сыпал, не переставая. Видимость на море не превышала одного кабельтова. Даже силуэт броненосца только чуть проступал в ночной мгле. Часовые на батареях сменялись каждый час, прислушиваясь к перезвону склянок на судах. Борейка дремал у себя в блиндаже. Вдруг в непосредственной близости от сторожевого мелькнула темная тень, и почти тотчас же блеснул красноватый огонек минного выстрела. На всех кораблях поднялась тревога. Провели отражение минной атаки, загорелись прожекторы на дежурных миноносцах, загрохотали скорострелки на Севастополе. К орудиям! — крикнул выскочивший из блендажа Борейка. Прямой наводкой гранаты. Прицел двадцать залпом! Утесовцы опрометью бросились на батарею, замелькали ручные фонари, звякнули открываемые и закрываемые затворы. Готово! 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 Один за другим доложили наводчики. «Пли!» Три огневых столба прорезали белую муть, и почти одновременно блеснули разрывы снарядов на темном фоне вражеского корабля. «Должно попали!» — неуверенно проговорил Родионов. «Больно копаетесь, черти лапчатые!» — сердито ворчал поручик. «Эх, нет, Блохина! Тот умел быстро работать!» «Он совсем от нас отбился!» — отозвался фейерверкер. Прошло полчаса, тревога на море улеглась, потухли прожектора, и все опять погрузилось в темноту. Замерзшие артиллеристы топтались на месте, чтобы согреться. «Отбой!» — скомандовал, наконец, Борейко. «В следующий раз шевелитесь быстрее!» Под утро снегопад прекратился. «Видимость улучшилась!» Неожиданно из-за ляутишания появились два японских миноносца. Они на всех парах шли к бухте Белого Волка. «Прожектор направую!» — раздалась команда на сторожевом. Светлые лучи осветил в двух кабельтовых от берега большие четырехтрубные миноносцы. Передний успел выпустить мину, а задний ограничился стрельбой из орудий. Затем оба развернулись и стали уходить в море. «Мина!» — «Мина идет!» — раздался крик на дежурном миноносце. На палубе поднялся шум. Матросы приготовились прыгать в воду. В темных волнах был ясно виден светящийся след движущейся мины. Она прошла близко от миноносца и, вылетев на берег, взорвалась со страшным грохотом. Даже на батарею вместе с осколками долетели холодные брызги соленой воды. Утесовцы стреляли с предельной скоростью. Им удалось два раза попасть во вражеские корабли, но серьезных повреждений нанесено не было, что весьма опечалило. А артиллеристов моряки тоже не могли похвастаться успехом. День прошел спокойно. Утесовцы продолжали устраиваться на новом месте. На Севастополе устанавливали возвращенные с берега орудия, пополняли бомбовые и пороховые погреба, принимали воду и провиант. Воспользовавшись затишким, Борейко побывал на броненосце, чтобы договориться с эссеном о совместных действиях при отражении минных атак. Командир корабля тепло принял поручика. Вернувшись к себе, Борейко застал в своем блиндаже Надю Акинфиеву и Олю Селенину. Они принесли различные теплые вещи и бритвенные принадлежности. Надя попросила вызвать Андрюшу из Севастополя. Борейко велел сигнальщикам пригласить Акинфиева на берег. — Тебе, чтоб ты не замерз. Протянула Оля мужу бутылку водки. Только чур не выпей все в один присест. — И ты, Брут, — с комическим вздохом проговорил Борейко. — У меня в запасе уже имеются две бутылки. Твоя будет третьей. Эдак я скоро запью горькую. С броненосца прибыл Акинфиев. В маленькой пещерке стало тесно. Надя с мужем вышли наружу и прохаживались по берегу. Но ветреная и морозная погода мало располагала к прогулке. — Отправимся на корабль. — Там у меня ты переночуешь, — предложил лейтенант. Сообщив Оле и Борейко о своем намерении, Акинфиевы отправились на Севастополь. Ночью видимость улучшилась. В ожидании минных атак Борейко приказал солдатам посменно дежурить у орудий. Вскоре после полуночи зашла луна. К бухте Белого Волка со всех сторон начали приближаться вражеские миноносцы. Они шли сразу с севера, юга, востока. В одиночку и группами между ними сновали минные катера. К орудиям огонь! Выскочил Борейко из блендажа. Опережая утесовцев, загрохотали пушки Севастополя. Отважного и миноносцев за ними вступили в бой береговые батареи, затрещали пулеметы. Японские миноносцы, попадая в лучи прожектора, бросались в сторону. Затем они пускали мины, разворачивались и уходили, отстреливаясь из всех орудий. Двенадцатидюймовым снарядом Севастополя снесло одному из них переднюю часть. Миноносец некоторое время еще двигался, но уже взрывался в воду. На мгновение мелькнули лопасти винта, и все, исчезло. В другой миноносец сразу попало несколько снарядов. Окутываясь облаками пары, он быстро начал оседать, продолжая при этом яростно стрелять из всех пушек. У третьего было повреждено рулевое управление. Он полным ходом ринулся на отважного, как бы желая его протаранить. Взрывом мины, удачно пущенной со стражевого, его переломило, и он мгновенно скрылся под водой. Еще два миноносца, потеряв ход, остановились на виду у батареи, Борейка расстреливал их в течение нескольких минут. У берега то и дело взрывались влетавшие на камни мины, другие рвались на противоминных бонах, третьи запутывались в минных сетях и долго жужжали в них, как шмели. Увлеченные борьбой с миноносцами, моряки совсем не следили за минными катерами. Воспользовавшись этим, японцы вдоль берега подобрались к самой корме Севастополя и в упор выпустили мину. Страшный грохот показал, что попадание было удачно. Прекратив стрельбу, корабль торопливо подтянулся почти вплотную к берегу и сел кормой на дно. Затем японцам удалось повредить так же отважного и сторожевого. С артурской эскадрой было покончено. Когда, наконец, скрылся последний вражеский миноносец, Борейка с удивлением увидел, что наступает рассвет. Всего за ночь прошло не менее пятидесяти вражеских кораблей, и добрый десятка из них нашел свою могилу в бухте Белого Волка. — Ваш бродь, учителька просит вас к себе, и хранил осколком, — доложил Борейка денщик. — Что ж ты молчал раньше? Где она? — и поручик поспешил в блиндаж. На хапке Галяна лежалась неестественно выпрямленной правой ногой бледная Оля и тихо стонала. — Не волнуйся, Боречка, мне повредило правое колено, но раны не опасные, чуть слышно проговорила она. — Ненаглядная моя! Ну зачем ты только сюда приехала? — заволновался поручик. — Лучше б мне оторвало сразу обе ноги. — Потерпи немного, я сейчас постараюсь вызвать врача Севастополя. Вместе с доктором, с броненосцем, прибыла ей обеспокоенная полученным известием Акинфиева. Осмотрев Олю, доктор объявил, что разбита коленная чашечка. Рана не опасна, но учительница может на всю жизнь остаться хромой. Отчаянию Борейка не было предела. С наступлением дня раненую на катере отправили в Артур в сопровождении Акинфиевой. — Что, в конце концов, случилось с ночью с Севастополем? — вспомнил Борейка. — Отвоевался наш броненосец. В корме минная пробоина в три квадратных сожжений. Исправить ее в Артуре нет возможности, — отвечал врач.